Николай Рерих. «Семь великих тайн космоса». Эпиграф. «Тайною мир держится». Аум. 148. Читая легенды, молодежь научится мечтать. Это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими, мощными огнями. Этими огнями сердца молодежь познает, как различать, где истина. Истина не познается расчетами, лишь язык сердца знает, где живет великая правда, которая, несмотря ни на что, ведет человечество к восхождению. Разве легенды не есть гирлянда лучших цветов? О малом, о незначительном и жалком человечество не слагает легенд. Часто даже в кажущихся отрицательными мифах заключено уважение к потенциалу внутренней мощи. Во всяком случае, каждая легенда содержит нечто необычное. Не ведет ли эта необычность дух человеческий поверх сумерек механического стандарта? Этим машинным стандартом эволюция не строится. Легенда, которая освобождает нас от подавляющих условий каждодневной рутины, обновляет наше мышление, позволяет погрузиться в новые глубины познавания, полные неисчерпаемого молодого задора. Спросите великого математика, великого физика, великого физиолога, великого астронома, умеет ли он мечтать? Я не упоминаю художников, музыкантов, поэтов, ибо все существо их построено на способности мечтать. Великий ученый, если он действительно велик и не боится недоброжелательных свидетелей, конечно, доверит вам, как прекрасно умеет возноситься мечтами. Как многие из его открытий в основе своей имеют не только расчет, но именно высокую жизненную мечту. Да, легенда не отвлеченность, но сама реальность. Поистине мечты не знаки безграмотности, но отличия утонченных душ. Потому всячески поощримо в молодежи нашей стремление к зовущим и творящим сказаниям, и вместе с молодежью, оставаясь молодыми, почти мечту, как ведущие и возносящие крылья нашего возрождения и усовершенствования. Николай Константинович Рейрих. Держава Света, 1931. Путник, друг, ты начинаешь открывать пути в космос, в беспредельность. Ты собираешься выйти на простор космических далей. Ты, может быть, попытаешься одолеть и космические высоты. Все это суждено тебе. Все это предстоит тебе. Вспомни заветы древних. Собравшись в далекий путь, посидим в молчании. Перед шагом в великое будущее припомним прошлое и осмыслим настоящее. Подумаем вместе о том, о чем на протяжении тысячелетий мудрость народов говорила языком легенд и сказаний. Быть может, это знание пригодится в пути. Книга первая. Древние легенды. Сотворенные мудростью душ великих на протяжении эпох неисчислимых. Пролог. Легенда о космической мысли. Знание о космосе накопляется человечеством медленно. В течение веков человек открывает законы природы, законы космические. Эти законы существовали и тогда, когда человек еще не знал о них. И сейчас есть законы, которые человечеством еще не открыты. То, что мы уже знаем, есть наше знание. То, что мы еще не знаем, является для нас тайной. Но то, что для нас еще тайна, для кого-то является знанием. В космосе есть существа, которые знают больше. А знать что-то, значит, мыслить об этом. Так создаются мысли, и они живут независимо в пространстве. В пространстве наполнено образами истины. Люди их называют идеями. В пространстве витают неоценимые сокровища духа. Немногие поймут чудесное значение живой мысли пространственной. Но каждая пространственная мысль может быть достоянием человека. Искры знания могут открыть все тайны существования. Те, кто может напрячь свою психическую энергию в ритм пространственных энергий, те примут в сознание сокровище. Так пространственные мысли становятся для таких людей голосом безмолвия. Ученый называет его интуицией, поэт вдохновением, отшельник озарением. Скрытые проявления космоса сияют глазу идущего. Кто сумел себя настроить на космическую ноту, тот мог слушать голос безмолвия. Но среди монотонности обыденности лишь немногие ощущают реальность космоса. Только в величии природы, вдали от шума житейского, можно услышать голос безмолвия. Только в природе можно осознать величие космоса. Только в природе можно созерцать беспредельность, где все возможно. Вот почему на протяжении всей истории человечества отшельники, подвижники, святые уходили в горы, пустыни, леса. В мерцании звезд они внимали тайном космической мысли. В течение многих тысячелетий чуткие люди слушали голос безмолвия. Так они узнали много космических тайн. Одни записывали в священной книге, другие передавали устно, как откровение. На мировом языке символов услышанное передавалось народам. Так создавались легенды. Если ты любишь смотреть на звездное небо, если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце, значит, оно сможет отзвучать на сокровенные слова о жизни космоса. Слушай, что говорит древняя легенда о беспредельности, вечности и ритмичности великого бытия Вселенной. С незапамятных времен люди смотрели на звездное небо, благоговейно любовались смерцанием бесчисленных миров. Величие космоса поражало человека с самого начала его присутствия на Земле. Особенно в одиночестве необозримой пустыне или среди нагромождений исполинских гор человек невольно погружался в думы о необъятности Вселенной, о беспредельности космического пространства. Ум человека поражался этой беспредельностью, но также он никак не мог вообразить космос предельным. Допустив, что существует где-то предел пространства, то сейчас же возникал вопрос, что же находится за этим пределом? Если не пространство, то что именно? И каждый раз ум человека вынужден признать, космос не может иметь пределов, космическое пространство во все стороны беспредельно. Но и вполне постичь беспредельность человеческий ограниченный ум тоже не в состоянии. Так и остается космическая беспредельность непостижимым страшным понятием, перед которым немеет разум человека. Дума о беспредельности космоса в пространстве невольно вызывала мысль и о вечности его во времени. Так возникли древнейшие из древних вопросов. Было ли когда-то начало Вселенной? Будет ли ее конец? Или все это существует от вечности? И остается таким же вовеки? Человеку мучительно хотелось узнать об этом, раскрыть тайну происхождения миров, тайну космической вечности, и люди уходили в пустыни, удалялись в горы, становились отшельниками, чтобы никто не мешал им сосредоточиться на размышлениях о коренных вопросах бытия. Они думали, думали, думали. И вот космические тайны стали постепенно раскрываться перед ними. Напряженное, сосредоточенное, постоянное мышление тех, кто отказался от удовольствия обычной жизни ради познавания тайн космоса, притягивало пространственную мысль. Они начинали слышать голос безмолвия. Было время, когда не было ничего. Об этом времени повествуется в гимнах Ригвед, в одном из древнейших памятников мировой литературы. Вот фрагмент одного из этих гимнов. Ничто не существовало. Ни ясное небо, ни величие свод над землей простертый. Что же покрывало все? Что ограждало? Что скрывало? Были ли то бездонные глубины вод? Не было смерти и бессмертия не было. Не было границ между днем и ночью. Лишь единый в своем дыхании, без вздоха, и ничто другое не имело бытия. Царил мрак, и все было сокрыто изначало в глубинах мрака, океана бессветного. О том же говорит отрывок из еще более древней книги Дзиан. Не было ничего. Единая тьма наполняла беспредельное все. Не было времени, оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Не было вселенского разума, ибо не было существ, чтобы вместить его. Не было ни безмолвия, ни звука, ибо не было слуха, чтобы ощутить его. Не было ничего, кроме нерушимого вечного дыхания, не знающего себя. Лишь единая форма существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, покоясь во сне лишенным сновидений. Жизнь, бессознательная, пульсировала в пространстве вселенском. В этих двух фрагментах древнейшей, запечатленной мысли человеческой, говорится о времени, когда космоса еще не было, когда ничто не существовало. Значит, когда-то было начало вселенной. А если было начало, то должен быть и конец. Ведь все, что рождается, должно умереть. Если было время, когда космоса не было, то придет час, когда его снова не станет. И легенды утверждают, что космос рождается к бытию, существует определенное ограниченное время, а затем снова растворяется в небытие. В сказаниях древней Индии период существования космоса назван веком Брамы или Великой Манванторой. Для выражения длительности этого периода в нашем исчислении лет требуется 15 цифр. И хотя космос существует на протяжении столь невообразимо долгого времени, что оно кажется нескончаемым, все же это время ограничено. Наша Вселенная не вечно. Столько же времени продолжается и Великая Вечность Небытия, названная Маха Великой Пролайей, то есть Всемирным Растворением. Затем Вселенная вновь воскресает к новой космической жизни, к новому веку Брамы. Так продолжается без начала и конца чередование великих периодов жизни и смерти космоса. В сменяющихся циклах бытия и небытия Вселенная вечная. Она периодично в непрестанном появлении исчезновений миров и вечно в целом. Число Манвантор беспредельно. Никогда не было первой Манвантор и так же, как никогда не будет последней. Великий космос проявляется к жизни и растворяется в небытие совершенно так же, как рождается и умирает микрокосмос, человек. Аналогия здесь полная. Она распространяется и дальше. Как человек каждую ночь испытывает малую смерть, засыпая вечером и просыпаясь утром, так же бывают и ночи Вселенной, когда умирает только все живущее, а весь мир не исчезает, но остается в спящем состоянии. Наутро же все снова оживает. Это повторение периодов сна и бодрствования в космосе можно сравнить со сменой зимы и лета в природе. В терминологии древнеиндустской философии период космической деятельности Вселенной, когда космос бодрствует, когда все сущее живет, назван Днем Брамы или Малой Манванторой. А то время, когда космос спит, когда все во Вселенной отдыхает, названо Ночью Брамы или Малой Пролайей. Говорится, что длительность Дня Брамы составляет 4 с лишним миллиарда лет. Столько же продолжается и Ночь Брамы. 360 дней Брамы и 360 ночей Брамы составляют 1 год Брамы, а 100 годов Брамы уже известный нам век Брамы. Таково исчисление космического календаря. Чередование активности и пассивности в космосе отражается в периодичности всех проявлений природы. Во всем можно различать Манванторы и Пролайи. От мельчайших явлений и до смены миров можно видеть этот величественный закон. Он действует в биении сердца и ритме дыхания. Ему подвержены сон и бодрствование, смена дня и ночи, так же, как фазы Луны и чередование времен года. Рождение, жизнь и смерть всего живого повторяется вечно. Природа, как и весь космос, проявляет себя в бесконечной смене, в вечном ритме. Человек и его планета Земля, Солнечная система и Вселенная в целом, все в космосе имеет свои периоды деятельности и отдыха, жизни и смерти. Среди Млечного пути звезд, рождение и смерть миров вечно следует одно за другим правильную чередою в торжественном шествии космического закона. Так повествует легенда о первой тайне космоса, о великом космическом ритме бытия и небытия. Тайна вторая По ту сторону космоса Парабраман Ты познал тайну о великом космическом ритме. Ты теперь знаешь о вечной смене цикла Вселенной. Ты захочешь узнать о дальнейшее, что же устанавливает длительность этих периодов, что же дает импульс повторным рождением космоса из небытия. Слушай, что расскажет об этом легенда. В древнеиндусской священной книге Вишну Пурана есть такое место. Не было ни дня, ни ночи, ни земли, ни тьмы, ни света, ничего, кроме единого, непостижимого разумом или того, что есть Парабраман. Вспомним также фрагменты из первой легенды, в которых говорится о едином в его дыхании без вздоха и о нерушимом вечном дыхании, не знающем себя. Эти отрывки говорят о том, что во время Маха Пролайи, когда все сущее растворилось в небытие, все же остается существовать нечто нерушимое. Это есть великий космический принцип, беспричинная причина бытия, которая после Маха Пролайи вызовет новое появление Вселенной. Так же, как после потухания огня, после его растворения в небытие остается принцип огня, который делает возможным повторное проявление огня, вызывание его к бытию. Этому великому божественному принципу или закону в легендах дано наименование Парабраман, то, что лежит за Браманом, что находится по ту сторону Брамана, космоса. Это единое бесконечное начало. Существуют от вечности, являясь пассивным либо активным в регулярной и гармонической последовательности. При начале периода деятельности совершается распространение этого божественного начала, и видимый мир является конечным результатом длинной цепи космических сил, последовательно приведенных в движение. Также, когда наступает возвращение к пассивному состоянию, происходит сокращение божественного начала, и предыдущее созидание постепенно и последовательно растворяется. В другой древней книге об этом сказано так. Выдыхание непознаваемого начала рождает мир, а вдыхание заставляет его исчезать. Этот процесс продолжается извечно, и наша Вселенная есть лишь одна из бесконечных серий, не имеющих ни начала, ни конца. Эта величественная причина всего сущего легендами древности полагалась в основу мироздания. Все древние народы поклонялись этому единому божественному началу под разными наименованиями, соответствующими каждому народу, каждой стране. Вот как словословит это великое понятие, один из гимнов Абсолюту Парабраману. Ты един, начало всех чисел и основа всех построений. Ты един, и втайне твоего единства теряются мудрейшие из людей, ибо они не знают его. Ты един, и твое единство никогда не умаляется и никогда не расширяется и не может быть изменено. Ты един, но не как элемент исчисления, ибо твое единство не допускает умножения, изменения или формы. Ты существуешь, но понимание зрения смертных не может постичь твоего существования, не определить твое где, как и почему. Ты существуешь, но в себе одном, ибо никто другой не может существовать с тобою. Ты существуешь прежде всех времен и вне всякого места. Ты существуешь, и твое существование так глубоко и сокровенно, что никто не может проникнуть твою тайну и открыть ее. Ты жив, но вне времени, которое можно установить или знать. Ты живешь, но не силой духа или души, ибо ты есть сам душа всех душ. Во всех легендах и гимнах указывается, что этот вездесущий, вечный, беспредельный и непреложный принцип превышает мощь человеческого понимания. Он может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями. Поэтому считается, что никакие рассуждения о нем невозможны. Так Сократ отказывался обсуждать тайну мировой сущности. Абсолют есть беспредельность, потому всякие суждения о нем неизбежно будут лишь ограничениями его. Величие и красота беспредельности не укладываются ни в нашем ограниченном представлении, ни в наших терминах и должны оставаться в пределах несказуемого. Поэтому непознаваемая причина космоса остается величайшей тайной навсегда непостижимой. Мы можем постигать лишь различные аспекты и проявления этого Абсолюта, этой вечно невидимой души космоса. Во всех легендах Парабраман или Абсолют является чисто философским понятием, принципом, законом или началом, на котором зиждется бытие и небытие космоса. Но служители религии персонифицировали это философское понятие, переделав его в идею единого Бога, Творца Земли и Неба. Таким умолением это великое понятие было низведено до Бога личности, до властелина Вселенной. Этот личный Бог обладает уже определенным характером. Он сердится, карает, награждает. Но его можно и у милости, ведь особенно если приносятся определенные жертвы слугам его. Да, такого Бога древние легенды не знают. Так повествует легенда о второй тайне космоса, о вечном и неизменном божественном начале Вселенной. Тайна третья Строители Вселенной Ты уже имеешь понятие о Парабрамане. Ты знаешь, что дает импульс началу каждой новой Манвантеры. Но каким же образом рождается космос после Маха Пралайи? Возникает ли сам собою без какой-либо посторонней помощи? Или кто-нибудь его созидает, строит? Послушай, что говорят об этом легенды. Кончается космическая ночь. Вечный незыблемый закон, который производит чередование великих периодов деятельности и покоя Вселенной, дает импульс пробуждению космоса к жизни. Занимается заря новой Манвантерой. Чем же начинается великое зарождение космической жизни. Когда пробил час из неведомого и непознаваемого Абсолюта Парабрамана, из беспричинной причины всего сущего, первым к бытию возникает первопричина космоса, великая божественная сущность, именуемая Логос. Это взятое из древнегреческой философии наименование, выражает идею древней легенды. Логос это первое слово, раздающееся из безмолвия. Это первый звук, посредством которого начинается вселенная. Это вибрация или движение божественной энергии, которая является одновременно и светом, ибо свет есть движение материи. Этот свет означает также божественную мысль, которая дает начало длиннейшему процессу созидания вселенной. Затем появляются другие великие существа. Это те, кто завершил свою человеческую эволюцию в прошлой Манванторе на той или иной планете, в той или иной Солнечной системе, так называемые планетарные духи созидателей миров. С началом новой Манванторы эти могучие духи становятся ближайшими сотрудниками космического логоса. Таким образом, проявленный логос начинает руководить целой иерархией сознательных божественных сил, духовных разумных сущностей. В этой иерархии каждое существо имеет свою определенную задачу в строительстве и управлении космосом на протяжении его существования. Иерархическое начало есть космический закон, есть ведущий принцип в космосе, потому каждая вселенная, мир или планета имеет своего иерарха. Всегда есть высшее духовное существо, принимающее на себя ответственность за планету на целую Манвантору и стоящее во главе своих высоких собратьев. Прежде чем начать работу над своей вселенной, логос создает на плане божественной мысли проект всей системы этой вселенной, какой она должна быть сначала и до своего конца. Он создает все прообразы сил и форм, эмоции мысли и интуиции и определяет, как и через какие стадии каждый из них должен осуществиться в эволюционной схеме его системы. Таким образом, до возникновения вселенной вся ее целостность заключается во вселенском разуме логоса, существует в нем как идея все, что в течение последующего процесса строительства вливается в объективную жизнь. Все эти первообразы, будучи плодами предшествовавших миров, служат посевом для будущего мира. Среди многочисленной иерархии творческих сил, подчиненных логосу, находятся обширные сонмы строителей, которые строят все формы по этим идеям, пребывающим в сокровищнице логоса, мировом разуме. Так эти строители созидают, или скорее воссозидают каждую систему после ночи. Логос является творцом Вселенной, в смысле употребляемым, когда говорится о зодчем, как о творце здания, хотя этот зодчий никогда и не дотронулся до единого камня его, но, начертав план, предоставил всю ручную работу каменщикам. Древние космогонические сказания Востока повествуют, что Вселенная после пролаяи строится очень медленно, постепенно, в течение многих сотен миллионов лет, и что над созданием космоса трудятся сонмы разумных существ, от великих божественных зодчих до рядовых каменщиков. Кто может вычислить, сколько эонов потребовалось на оформление одной только нашей крошечной земли? Не растянется ли это творение на сотни миллионов лет только для нашей планеты? Так повествует легенда о третьей тайне космоса, о великой иерархии творческих сил Вселенной. Тайна четвертая Создание космической материи Ты уже знаешь, что с зарей Манвантеры начинается созидание космоса. Тебе уже известно, что Вселенная строится по плану Логоса. Ты даже кое-что узнал о иерархии космических строителей. А теперь послушай, что говорит легенда о космической материи. Из нее создаются миры. С зарей новой Манвантеры начинается первый из трех великих этапов деятельности Логоса и руководимой им иерархии строителей. Это созидание материалов, из которых потом будет строиться Вселенная. Первичным материалом или сырьем для космической материи является прикосмическая субстанция, непроявленная девственная материя. В восточных легендах она называется мулопракрити, что значит корень материи. Мулопракрити, будучи аспектом парабрамана, вечно и существует также и во время пролаяи. Эта растворенная материя невообразимо разреженная тонкая субстанция. Из нее создаются все виды космической материи, от тончайшего до самого грубого. Легенды различают семь состояний космической материи, семь степеней тонкости ее. Подобно тому, как пар, вода и лед являются тремя состояниями одного и того же вещества нашего физического мира, также существует семь состояний космической духа материи. Из них только седьмое, самое низшее, самое грубое состояние видимо физическим глазом. Это материя нашего физического мира. Шесть высших состояний невидимы и нашим физическим чувствам недоступны. Каждая из семи градаций космической материи состоит из атомов различных для каждой градации. Атомы первого, самого тонкого состояния духа материи создаются следующим образом. энергия логоса, называемая в легендах фохатом, вихревым движением невообразимой быстроты просверливает дыры внутри прикосмической субстанции. Эти вихри жизни, облеченные в тончайшую оболочку из прикосмической субстанции, и суть первичной атомы. Такие атомы представляют в субстанции пустоты, заполненные энергией логоса. Каждое из семи состояний космической материи образует свою особую космическую сферу, свой особый план или мир. Бесчисленные мириады первичных атомов и их комбинации образуют духа материю высочайшей или первой сферы, называемой миром божественным. Затем логос строит атомы следующей, второй сферы, вокруг некоторых атомов первой сферы, образуя спиральные вихри из грубейших комбинаций материи той же сферы. Эти более грубые атомы образуют космическую материю второй сферы, называемой миром монадическим. Атомы всех следующих состояний духа материи создаются аналогично атомам второй сферы. Об этих наивысших космических сферах легенда говорит как о недоступных нашему пониманию, поэтому о них ничего и не известно. Кое-что известно о следующих двух сферах. Третий называемый миром духа или миром нирваны и четвертый называемый миром блаженства или миром интуиции. Значительно больше известно о пятой и шестой сферах. Это уже сферы или планы, доступные человеку. Пятая называется миром огненным, также миром мысли или миром ума, а шестая миром тонким или миром чувств, эмоций, желаний. Уже сами названия этих миров показывают, что они являются человеческими. О них будет рассказано в других легендах. Последняя же, седьмая сфера, это наш физический мир, в котором мы сейчас живем. В космогонических легендах он называется миром плотным. Каждая сфера это область, заключающая в себе духоматерию, в основе всех комбинаций которой лежат определенного рода атомы. Эти атомы однородные единицы, оживленные жизнью логоса, скрытые под большим или меньшим числом покровов, в зависимости от сферы, к которой они принадлежат. Во внутренних силах, которые скрыты в духоматерии физического мира, как бы завернуты в ней, коренится возможность эволюции. Весь процесс эволюции есть не что иное, как развертывание этих сил. В действительности идея эволюции может быть выражена в одной фразе. Это скрытые потенциальности, становящиеся активными силами. Слово духоматерия указывает на то, что в мире нет такой вещи, как мертвая материя. Вся материя живет тончайшей частицы ее, суть жизни. Нет духа без материи и нет материи без духа. То и другое соединены вместе на протяжении всей жизни. Материя есть форма и нет формы, которая не служила бы выражением для жизни. Дух есть жизнь и нет жизни, которая не была бы ограничена формой. даже логос верховный владыка жизни проявляясь облекается во вселенную, которая и служит для него формой. И то же самое повторяется везде, вплоть до мельчайшего атома. После того, как построены атомы каждой из семи космических сфер, логос создает в них подразделения, подпланы, которых в каждой сфере семь. Для этого атомы стягиваются в группы из двух, трех, четырех и так далее атомов. Первое или тончайшее подразделение каждой из семи сфер состоит из простых основных атомов, тогда как все прочие подразделения из комбинаций этих атомов. Так, в физическом мире первое подразделение состоит из простых атомов, второе образуется из довольно простых комбинаций однородных атомов, это электромагнитное состояние физической материи. Третье подразделение образуется из более сложных комбинаций атомов, это световое состояние материи или эфир. Четвертое из еще более сложных это тепловое состояние материи или огонь. Пятое подразделение состоит из комбинаций еще более сложных рассматриваемых химиками как газообразные атомы химических элементов, которые в этом подразделении получили определенные названия. Это газообразное состояние материи или воздух. Шестое подразделение — это жидкое состояние материи или вода. А седьмое состоит из твердых веществ — это земля. Жизнь или сознание Логоса проявляется как род энергии, род вибрации, все зиждется на вибрациях. Вселенная состоит из вибраций, стекающей божественной жизни, они обликаются в основные формы материи, из которых развивается все многообразие. Материя, образующая объективный мир, есть эманация Логоса, ее силы и энергии — суть токи его жизни. Он пребывает в каждом атоме, все проникая, все содержа и развивая. Он — источник и конец Вселенной, ее причина и ее цель. Он во всем и все в нем. Так повествует легенда о четвертой тайне космоса, о построении семи сфер космической материи. Тайна пятая Рождение планет Если ты знаешь о строителях космоса, если ты знаешь о материалах, из которых он строится, наверное, тебе захочется узнать, как создаются солнечные системы. Так слушай древнее сказание. Как на небе, так и на земле. Основание бытия проникает все сущее. Именно эта основа помогает понять иерархию беспредельности и создания миров. У кого же явится сомнение, что в каждом земном предмете выражается чья-то воля? Без воли не создать земного предмета и не привести его в движение. Так на земле, значит, так же и в высшем мире. Планеты, как земная твердыня, так и целые системы небесных тел, также нуждаются в импульсе воли. Такая воля особенно понятна, но даже средняя человеческая воля может быть как микрокосм примерный. Если принять среднюю человеческую волю за единицу при высшей напряженности, то можно вычислить силу импульса воли планетарной. Даже можно ринуться в бесчисленное количество нулей, чтобы представить импульс воли целой системы. Так познается величие несказуемого. Первозданная космическая материя находится в пространстве в разреженном состоянии. Из этого хаотического звездного вещества воля Логоса и его сотрудников создает миры и приводит их в движение. Как зачинаются небесные тела? О том знает простая молочница. Хозяйка, сбивая масло, уже познала тайну миров. Но прежде чем приступить к пахтанию, хозяйка послала об этом свою мысль. Также она знает, что из воды не получить масло. Она скажет, что можно пахтать молоко или яйцо. Тем самым она уже знает о материи, содержащей жизненную энергию. Также молочница знает, насколько полезно спиральное вращение. Таким образом, только от соединения мысли и пахтания слагается полезная масса. Затем происходит и сыр, уже с зачатками населения. Не будем улыбаться такому микрокосму. Та же энергия вращает и системы миров. Нужно только твердо осознать значение мысли, значение великой энергии. Та же энергия сияет в сердце каждого человека. По аналогии получения из молока куска масла, познается и космогония. Мысли энергия логоса вонзается в лученосное вещество и вращательным движением создает центры сил, вокруг которых нарастает космическая материя. Таким образом, первичная дифференциация материи представляется в сгустках и комках, наподобие створаживания в жидком молоке. Так логос зачинает миры. Так происходит пахтание космического Млечного океана. Миры создаются из звездного вещества, которое сворачивается и распространяется молочно-белыми сгустками в глубинах пространства. Энергия логоса дает взвихренной космической материи импульс, устремление к форме и начальное движение. Это движение поддерживается и регулируется никогда не отдыхающими иерархами, планетарными духами. Огненный вихрь раскаленной космической пыли магнетически следует, подобно железным опилкам, притягиваемым магнитом за их направляющей мыслью. Космическая материя проходит через все шесть стадий затвердевания, становится сфероидальной и заканчивает, преображаясь в шарль. Рожденное в неизмеримых глубинах пространства из однородного элемента, каждое ядро космической материи начинает жизнь при самых враждебных обстоятельствах. На протяжении ряда бесчисленных веков оно должно завоевать себе место в беспредельности, оно устремляется в пространство и начинает вращаться в глубинах бездны, чтобы укрепить свой однородный организм посредством накопления и добавления дифференцированных элементов. Так оно становится кометой. Это ядро вращается между более плотными и уже неподвижными телами, двигаясь прыжками и устремляется к точке или центру, который привлекает его. Подобно кораблю, вовлеченному в канал, усеянный рифами и подводными скалами, оно старается избежать другие тела. Многие погибают. Их масса разлагается в более сильных массах. Те, кто двигается медленно, рано или поздно осуждены к уничтожению, другие избегают гибели в силу своей скорости. Достигнув своей цели, подходящего места в пространстве, комета теряет свою скорость и, следовательно, свой огненный хвост. Здесь огненный дракон оседает для спокойной и организованной жизни, как уважаемый гражданин звездной семьи. Таким образом, сгустки, мировое вещество, становятся сначала странниками-кометами. Эти становятся звездами. И звезды, центры вращения, солнцами, чтобы охладиться до степени обитаемых миров, планет. Идея эволюции аналогична, если и не тождественной эволюции Дарвина. Идея борьбы за существование первенства и переживание сильнейшего принадлежит глубокой древности. Непрестанные битвы между звездами и созвездиями, между лунами и планетами. Великие войны в небе, в Пуранах. Войны титанов у Гезиода и других классических писателей. И даже битвы в скандинавских легендах. Все они относятся к небесам, к астрономическим и теогоническим битвам и к приспособлению небесных тел. Борьба за существование и переживание сильнейшего верховно царствовали с момента проявления космоса в бытие. Древние рассуждали о творении и развитии мира совершенно по дарвиновскому методу, опередив его и школу, что касается доестественного подбора, постепенного развития и трансформации видов. Не обошлось, как говорят легенды, без борьбы и в нашей Солнечной системе. Существует целая поэма, описывающая пригенетические битвы между развивающимися планетами перед завершительной формацией космоса. Вот содержание одной из таких легенд. Восемь сыновей были рождены из тела матери пространства. Восемь домов были построены матерью для восьми божественных сыновей. Четыре больших и четыре меньших. Восемь блистающих солнц, соответственно их возрасту и достоинству. Владыка Солнца был неудовлетворен, хотя его дом был наибольшим. Он начал работать, как это делают огромные слоны. Он втянул в чрево свое жизненные дуновения своих братьев. Он пытался поглотить их. Четыре больших находились далеко на крайнем пределе своего царства, планетной системы. Они не были затронуты и смеялись. «Делай все, что в силах твоих, Владыка. Ты не можешь достичь нас». Но меньшие плакали. То, что могло оказать слабое воздействие на Нептуна, Сатурна и Юпитера, уничтожило бы такие сравнительно малые обители, как Меркурий, Венера и Марс. Они пожаловались матери. Она сослала Солнце в центр своего царства, откуда оно не могло сдвинуться. С тех пор оно лишь сторожит и угрожает. Оно преследует своих братьев, медленно обращаясь вокруг себя. Планеты стремительно отворачиваются от Солнца, и оно издали следит за направлением, в котором движутся братья его, вдоль тропы, окружающей обиталище их. Согласно легенде, первое конденсирование космической материи началось вокруг центрального нуклеуса своего Солнца-отца. Но наше Солнце просто отделилось раньше, нежели все остальные, во время сжимания вращающейся массы, и потому является их старшим и большим братом, но не их отцом. Солнце и планеты — суть одноутробные братья, имеющие тоже туманное начало. Развившись из космического пространства, Солнце, как говорит легенда, перед окончательным образованием первоначальных и кольцообразных планетарных туманностей втянула в глубины своей массы всю космическую жизнеспособность, которую только могло, угрожая поглощением и своим слабейшим братьям. Согласно легендам, все миры и планеты являются индивидуальными существами. Они должны исполнить свои обязанности, они имеют свои периоды здоровья и болезни, рождений и зрелости, упадка и смерти, они являются настоящими плотными домами одушевляющих разумов, планетарных духов. Каждое небесное тело есть храм одного из божественных существ, каждая звезда есть священная обитель. Они называются также небесными улитками, «Ибо бесплотные для нас разумы, невидимо обитающие в своих звездных и планетных жилищах, в их вращении носят их с собою, подобно улиткам». Так повествует древнее сказание о пятой тайне космоса, о создании солнечных систем. Тайна шестая. Космические ступени жизни. Тебе уже известно, как создаются материалы, из которых строятся миры. Ты узнал, как эти миры вызываются к бытию. Теперь бросим взгляд за покрывало, скрывающее тайну жизни на этих мирах. Процесс созидания космической материи происходит в течение бесконечных веков. Когда эволюция материалов достаточно продвинулась, тогда из логоса начинает исходить вторая великая космическая волна. Она дает импульс эволюции жизни. Что такое жизнь? Это энергия логоса, которая из материи всех семисфер строит формы для своего проявления. Это та сила, которая на некоторое время соединяет химические элементы, образуя из них живые организмы. Эти формы строятся из всевозможных комбинаций ранее созданной космической материей. В строительстве их принимают участие бесчисленные сонмы сущностей, именуемых строителями, в том числе так называемые духи природы. Каждая форма существует только до тех пор, пока жизнь логоса удерживает материю в этой форме. Теперь впервые возникают явления рождения и роста, увядания и смерти. Организм рождается, потому что жизнь логоса имеет совершить определенную эволюционную работу в нем. Он растет по мере того, как эта работа идет к своему завершению. Он проявляет признаки упадка, когда логос медленно извлекает жизнь из него, ибо эта жизнь выросла настолько, насколько это было возможно в данном организме. Последний умирает, когда логос извлечет из него всю жизнь. То, что нам представляется смертью организма, есть не что иное, как удаление из него жизни. В течение некоторого времени эта жизнь будет существовать вне нашей материи, в соединении со сверхфизической, более тонкой. Когда жизнь покидает организм и последний умирает, опыт, добытый ею при его посредстве, сохраняется. Этот опыт, в виде новых навыков, переплавляется в новые созидательные способности, которые обнаружатся при последующих усилиях жизни создать новый организм. Хотя растение умирает, жизнь, которая его оживотворяла и побуждала реагировать на воздействие окружающего, не погибает. Когда роза вянет, мы знаем, что из ее материи ничто не пропадет. Каждая частица ее продолжает существовать, ибо материя не может уничтожиться вся. То же происходит и с жизнью, которая создает розу из химических элементов. Она временно отступает, чтобы затем вновь появиться и построить новую розу. Опыт, который она приобрела относительно лучей солнца, бурь и борьбы за существование в первой розе, используется ею для построения другой розы. Новая роза будет лучше приспособлена для жизни и для распространения своего вида. В природе не существует того, что называется смертью, если под смертью понимать растворение в небытии. Жизнь на время удаляется в свою сверхфизическую среду, сохраняя в виде новых способностей творчества результаты опыта, через который она прошла. Формы, которые возникают и погибают одна за другой, представляют из себя как бы двери, через которые жизнь то появляется, то исчезает со сцены эволюции. Ни одна доля опыта не теряется, так же, как не теряется ни единой частицы материи. Сверх того, эта жизнь эволюционирует, и ее эволюция происходит посредством форм. Жизнь подлежит эволюции, это значит, что она становится постепенно все более и более сложной в своих проявлениях. Жизнь по мере развития проходит через различные ступени. Она образует последовательно семь царств природы. Сперва три элементальных, затем минеральная, растительная, животная, и, наконец, человеческая. Эти семь стадий эволюции жизни, начиная от первого элементального царства до человечества, называются жизненной волной. Таким образом, жизнь существует не только в человеческом, животном и растительном царствах, но и в кажущейся мертвой материи минералов, и в организмах невидимой материи ниже минералов и выше человека. Но и человечество не является последней ступенью эволюции жизни. Ее развитие идет дальше. В мирах огненном и тонком первые ступени жизни Логоса называются элементальной эссенцией. В течение долгого периода времени, называемого цепью, она прежде всего проявляется в высших подпланах мира огненного и называется первой элементальной эссенцией. Когда для цепи наступает конец, она возвращается к своему источнику, Логосу, от которого вновь исходит в начало новой цепи для одушевления материи низших подпланов мира огненного. В этой стадии она называется второй элементальной эссенцией. И тогда она начинает работу второй цепи, сохраняя в себе все переживания первой цепи в виде наклонностей и способностей. В следующей цепи она становится третьей элементальной эссенцией и одушевляет материю мира тонкого. Комбинации материи мира огненного и тонкого имеют целью вызвать в материи этих миров пластичность, способность обликаться в организованную форму, дабы действовать как единицы и постепенно развивать все больше устойчивости в материалах, формирующихся в определенные организмы. Элементальная эссенция отливается в разнообразные формы, существование которых длится некоторое время, после чего они распадаются на составные части. Продолжая спускаться в материю, жизнь Логоса, одушевлявшая тонкую материю, одушевляет затем материю плотную, физическую. Первым действием этого нового одушевления является способность химических элементов различно соединяться друг с другом. Во время первой великой космической волны действием Логоса был сотворен водород и кислород. Но лишь с появлением второй космической волны два атома водорода могут соединиться с одним атомом кислорода, чтобы образовать воду. Так под воздействием Логоса возникает физическая материя. Под его руководством появляется минеральное царство, готовое построить плотную землю. Излитая жизнь Логоса, достигнув физического мира, начинает стягивать эфирные частицы и соединять их в эфирные формы, внутри которых двигаются жизненные токи. В эти формы вносятся построения из более плотного материала, служащие основой для первых минералов. Следуя законам ритма и красоты, материя начинает кристаллизоваться с математической точностью. Работа жизни происходит через посредство физических форм согласно великому плану. В этой кажущейся неподвижной материи все время работает Логос. В минералах идет работа жизни, хотя и стесненная, замкнутая, издавленная. Первое царство жизни, три ступени элементальной эссенции, проявляющейся в мирах огненным и тонком, есть инволюция жизни. Она опускается из более тонких сфер духа материи в более плотные. Здесь жизнь проявляется минимально, она почти незаметна. От этой ступени начинается уже эволюция жизни в точном смысле этого слова. После своего наиболее глубокого погружения в материю минерального царства, жизнь Логоса поднимается в следующее великое царство жизни, растительное. В начале этой стадии вещества Земли развивают новую способность, способность становиться оболочками для жизни, которую могут видеть наши глаза. Химические элементы соединяются в группы, и среди них появляется новая ступень жизни, которая строит из них протоплазму. Под руководством Логоса протоплазма преображается и становится с течением времени растительным царством. Когда некоторые из представителей минерального царства достигли достаточной устойчивости формы, развивающаяся жизнь начинает вырабатывать в растительном царстве большую пластичность формы, соединяя это новое свойство пластичности с ранее приобретенной устойчивостью. Оба эти свойства получают еще более гармоничное выражение в царстве животном и достигают своей высшей точки равновесия и гармонии в человеке. После долгих переживаний вырастая и медленно развиваясь в течение целой цепи, растительное царство появляется в следующей цепи, как царство животное. В свое время из животного царства выделяются высшие животные, которые способны к индивидуализации. Когда построена животная групповая душа и когда какое-либо животное готово для индивидуализации, тогда начинается действие следующей великой космической волны. Логос посылает частицу самого себя, монаду, для создания индивидуальности. Человеческая душа, созданная по образу Божьему, начинает тогда свою эволюцию, цель которой раскрыть божество в себе, в своих собратьях-людях и во всей жизни природы, окружающей его. Жизнь начинает строить индивидуальность, способную мыслить и любить, способную на самопожертвование и подвиг. Так повествует легенда о шестой тайне космоса, о ступенях непрекращающейся жизни. Наша планета, как и всякая другая, состоит из трех миров. Первый из них — это физическая часть планеты, наш земной шар. Он называется миром плотным. Второй мир — это тонкая часть планеты, мир чувств, желаний, эмоций. Этот мир называется миром тонким. И третий мир — это мир мысли. Он называется миром огненным. Все три мира совмещаются концентрически один в другом, образуя сложное тело планеты. Таким образом, наша планета Земля состоит из плотной физической материи, проникнутой сферами тонкой и огненной материи. Все виды материи проникают друг в друга. Тонкая сфера не только распространяется над поверхностью Земли на многие километры, но и проникает в земной слой. Точно так же и сфера огненной материи проникает как тонкий мир, так и плотную Землю. Все три сферы планеты, все три мира ее населены. Живущие в одном мире не видят других миров и не ощущают их. Но они переходят из одного мира в другой, умирая в одном, а не нарождаются в другом. Как мы уже знаем, на нашей планете существует семь ступеней космической жизни. Три элементальных царства, живущих в мирах огненным и тонком, представляют ступени жизни инволюционирующей. Минеральное царство плотного мира является поворотным пунктом. А следующее царство — это ступени эволюционирующей жизни. Растительное царство живет в плотном мире, своей физической формой в низших подразделениях его, физических, а своими ощущениями в высших, эфирных. Животное царство, кроме того, своими чувствами и желаниями участвует еще и в тонком мире. Наконец, человечество своим мышлением живет, кроме того, еще и в огненном мире. Оно участвует в жизни всех трех миров. Что представляет собой самая высшая ступень космической жизни на планете? Человечество. Это определенное количество, несколько десятков миллиардов жизней единиц, проявляющихся в человеческих формах. Эти жизни проходят свою эволюцию путем многочисленных воплощений в плотном мире планеты. В промежутках между проявлениями в плотном мире они пребывают в тонком и огненном мирах. Эти проявления повторяются столько раз, сколько требуется для полного развития сознания каждой человеческой жизни, от животного сознания в начале пути до божественного в конце его. Когда каждая ступень космической жизни заканчивает свою эволюцию и приходит время ей переходить в следующую, высшую ступень, а по плану эволюции такое время приходит для всех ступеней одновременно, тогда все ступени жизни, находившиеся на одной планете, переходят на другую. Таков космический закон. Это значит, что когда живущее на Земле человечество закончит свою эволюцию, а с ним вместе и другие царства, тогда все ступени жизни оставят Землю и перейдут на следующую планету, предназначенную планом Логоса для дальнейшей эволюции. На той, другой планете наше теперешнее человечество будет проходить следующую стадию своего развития, сверхчеловеческую. За неимением другого названия назовем ее Божественной. Наше теперешнее животное царство начнет человеческую стадию эволюции, а растительное — животную. Это также значит, что те жизни, которые сейчас составляют наше теперешнее человечество, проходили свою дочеловеческую, то есть животную ступень, но не на Земле, а на другой планете. Этой другой планетой была Луна, до начала развития планеты Земля. Тайна седьмая. Луна — мать Земли. Знаешь ли ты, что представляет собой планета Земля? Знает ли кто-нибудь по-настоящему, что такое человечество? И знаем ли мы, как в действительности протекает жизнь человечества на этой планете? Послушаем, как отвечает на эти вопросы легенда. Это поможет нам понять сказания о тайне рождения планеты Земля. Наша жизненная волна до своего вступления на нашу планету Землю была в продолжении бесчисленных веков с жизнью предшествующей лунной эволюции. Но на планете Луне жизненная волна появилась на одну стадию раньше, чем на планете Земле. Это значит, что человечество планеты Земли было животным царством на планете Луне. Наше теперешнее животное царство земной эволюции было растительным царством на Луне. Точно так же и все остальные царства лунной эволюции были на одну ступень позади тех же царств земной эволюции. Как произошел переход жизненной волны с Луны на Землю? Когда Луна завершила свой жизненный период, когда все ступени космической жизни на Луне достигли высшей точки своего развития и были готовы перейти на высшую ступень, а тем самым и на другую планету, тогда был создан новый центр планетной жизни, центр будущей планеты Земли. Вокруг этого центра начал формироваться огненный мир новой планеты путем переноса его с Луны. Затем был передан Земле тонкий мир. Наконец, на новую планету перешли и все эфирные, газообразные и жидкие части плотного мира Луны. Это произошло следующим образом. Новая туманность, из которой возникла Земля, развивалась вокруг центра, который находился приблизительно в том же отношении к умирающей планете, в каком в настоящее время состоят центры Земли и Луны. Но в состоянии туманности это скопление материи занимало гораздо больше объем, чем плотная материя настоящей Земли. Оно распространялось по всем направлениям так далеко, что заключило и старую планету в свои огненные объятья. Температура новой туманности значительно превышала известные нам температуры. Благодаря этому поверхность старой планеты нагрелась до такой степени, что вся вода и все летучие вещества пришли в газообразные состояния и сделали с таким образом доступными воздействию на них нового центра притяжения, который образовался в центре новой туманности. Таким образом, воздух и вода старой планеты были втянуты в состав новой планеты. Вот почему Луна в настоящем своем состоянии представляет бесплодную массу, лишенную воздуха, облаков и воды, необитаемую и неприспособленную для существования каких бы то ни было физических существ. Передав все свои жизнетворные начала новой планете, она стала действительно мертвой планетой, в которой со времени рождения нашего земного шара вращение почти прекратилось. Луна передала Земле все, кроме своего трупа. Луна является сейчас охлажденным отбросом, тенью, влекомой новым телом, которому переданы ее жизненные силы. Она обречена на протяжении долгих веков преследовать Землю, привлекая свое порождение и будучи сама привлекаема им. Постоянно вампиризуемая своим порождением, луна мстит Земле, пропитывая ее своими губительными, невидимыми и ядовитыми воздействиями, излучаемыми сокровенную стороной ее природы. Ибо она мертва, но тем не менее еще живое тело. Частицы ее разлагающегося трупа полны деятельной и разрушительной жизнью, хотя созданное ими тело теперь лишено души и безжизненно. Поэтому ее излучения одновременно благодетельны и вредоносны. Обстоятельства, находящие на Земле параллель в факте, что травы и растения нигде так не сочны, нигде не растут с большую силою, чем на могилах. Тогда как именно эманации кладбища или трупов приносят болезни и убивают. Прежде чем Земля достигнет завершения своей эволюции, распадение материи Луны будет закончено. Та материя, которая все еще держит ее в соединении, превратится в метеорную пыль. Когда закончатся задачи нашей планеты Земли, работа развивающейся жизни произойдет в царствах следующей, другой планеты. К тому времени задача нашей планеты будет закончена, и теперешняя Земля станет мертвой планетой без развивающейся жизни на ней. Она уменьшится в размере благодаря утрате жидкости и газов, и тогда ее притянет к себе новая планета, и она будет следовать за нею, как Луна. Каждое царство развивающейся жизни поднимется на одну ступень. Наше теперешнее растительное царство на следующей планете будет ее животным царством. Наше животное царство начнет жить тогда в качестве человека, а наше человечество поднимется на уровень сверхчеловеческий. Существуют и другие бесчисленные планеты, на которых обитают разумные существа, как в нашей Солнечной системе, так и вне ее. Также у них имеется плотный физический мир, тонкая и огненная сферы. Мир тонкий всех планет вполне отлично от мира тонкого нашей Земли. Так же, как нет физического сообщения через междупланетное пространство между Землей и другими планетами, так нет тонкого сообщения между миром тонким других планет и нашим тонким миром. То же можно сказать и о мирах огненных. Венера и Меркурий не имеют спутников, но они имели родителей, так же, как имела их Земля. Обе эти планеты гораздо старше Земли. Эволюция Венеры впереди земной на одну ступень. Нужно иметь в виду, что когда на физической планете благодаря высокой температуре и давлению не может быть еще органической жизни, подобно нашей земной, там все же находятся различные виды нефизической эволюции, могущие производить свою работу в тонком мире планеты. Благодаря тому, что эволюция Венеры на одну ступень впереди Земли и что среднее человечество Венеры приближается к уровню адептов, на помощь обитателям планеты Земли при ее начале пришли адепты Венеры в качестве владык, мацу, будд и других вождей эволюции. Итак, планета Земля является порождением и созданием Луны, ее воплощением, так сказать. Завершившая же свой жизненный период планета Луна умерла, вступила в свою пролаю. Планеты действуют в небесах подобно человеку на Земле. Они порождают себе подобных, стареют и потухают, и только духовные принципы их живут в их порождениях, как пережиток их самих. Планета есть живое существо, ибо в космосе ни один атом не лишен жизни или сознания, или духа. В древних легендах можно встретить сравнение Земли с большим животным, имеющим свою особую жизнь, и, следовательно, свое сознание, или проявление духа. Закон рождения, роста и разрушения всего в космосе, от Солнца до Светляка, ползающего в траве, един. Существует непрерывная работа совершенствования с каждым новым проявлением, но субстанция, материя и силы одни и те же. Так повествует легенда о седьмой тайне космоса, о рождении нашей планеты. Семь преданий о планетном человечестве. Зарождение человечества на нашей планете представляет собой начало третьего этапа великой космической жизни. Существует три эволюционных потока. Первый — эволюция космической материи, духа материи, это есть образование материалов. Второй — эволюция жизни и формы, это можно назвать к построениям дома из ранее созданных материалов. Третий — эволюция человечества, эволюция самосознания, это есть рост обитателя построенного дома. Развитие минерала в растение и растение в животное — это стадия второго эволюционного потока. Переход же от животного к человеку — это уже начало качественно новой ступени, начало нового, третьего эволюционного потока. Человечество представляет собой новый поток энергии и сознания божественной жизни, совершенно отличный от того потока жизни, который оживотворяет царство ниже человеческого. поэтому животное не становится человеком тем же путем, каким растение развивается в животное. Как же совершился этот переход? Он происходил в течение многих миллионов лет. Обратимся к легендам о том, как началось и развивалось человечество нашей планеты. Первая легенда Луна населяет Землю А. Пролог творения человека Семь планетарных духов, правителей семи главных планет, вращались, устремляя свои колесницы вокруг владыки своего Солнца. Дух Земли, вращающий и охраняющий наш земной шар, сказал Духу Солнца, владыка лико-блистающего, «Дом мой пуст, пошли сынов твоих населить Землю!» Ты послал семь сынов твоих владыки премудрости Меркурию, пошли же ныне их в слуге твоему! Сказал Дух Солнца, владыка лико-блистающего, «Я пошлю тебе огонь, когда начнется работа твоя!» Подни голос твой до других планет. Обратись к отцу твоему, владыке Луны, проси его сынов. Народ твой будет управляться отцами, владыками Питри. Великие владыки призвали владык Луны в воздушных телах. «Породите людей», было сказано им, «людей вашего естества, дайте им внутренней формы, монады, а мать Земля, природа, сложит внешние оболочки, тела». Б. Лунные предки. Луна сыграла самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Монады, которые проходили животную стадию эволюции на Луне, закончив свой цикл, должны были начать новую ступень жизни на Земле, начать здесь человеческую эволюцию. Они были теми плодами, которые Луна должна была передать Земле для дальнейшего развития. Тогда, как сказано в легенде пролога, великие владыки дали приказ владыкам Луны Питри созидать людей. Эти владыки Луны были двух видов. Высшие боги владыки пламени, именуемые Агнишватта, и лунные боги, называемые Бархишадами. Агнишватта, Питри были на одну ступень выше. Они были на уровне мира огненного, тогда как Бархишады были на уровне мира тонкого. И вот случилось так, что Бархишады или лунные боги повиновались приказу Логоса творить, они пошли на Землю, а Гнишватта же или высшие боги отказались. Они не захотели идти, они не пожелали творить. Агнишватта, Питри были лишены творческой страсти, ибо они были слишком божественны, и потому не способны создать физическое тело. Тем не менее, лишь они могли завершить человека, то есть сделать его самосознательным, дать ему зачаток ума, зачаток способности мышления. Бархишады же, будучи на уровне мира тонкого, могли создать только тонкое тело, прообраз физического. В. Рождение первой расы человечества. Эволюция человечества на нашем земном шаре является собой семеричное подразделение. Жизненный цикл человечества разделяется на семь человеческих рас, называемых коренными. Они появляются последовательно одна за другой. Также в каждой коренной расе последовательно появляется семь подраз. Первая коренная раса, то есть первые люди на земле были потомством лунных предков или питрий. Бархишады выделили свои тонкие тела из себя самих и стали творцами тонких форм человека. Вокруг этих форм природа строила эфирные тела. Таким образом, прародители человека, питрий или отцы, есть мы сами, как первичные личности. Мы есть они. Высшие питри или огнишватта не приняли участие в этом творении. Первая раса не получила ту сокровенную священную искру, которая горит и развивается в пламе человеческого разума и самосознания. Питри Бархишады могли облечь человеческие монады только своей собственной тонкой сущностью с ее животными инстинктами. Они могли дать лишь то, что было присуще их собственной природе и не более. Лунные боги могли выявить из себя лишь тени людей. Первоначальный человек, исшедший из тел своих прародителей, был существом эфирной формы, лишенным плотности. Монады, воплощавшиеся в эти пустые оболочки, были бессознательными. Первоначальный человек мог стоять, ходить, бегать, лежать и летать, но все же он был только чхая, тень бессознательная. Первые создатели были пигмалионами первобытного человека. Они не могли оживить эту стадию разумом, ибо чтобы закончить семеричного человека, чтобы добавить к его низшим телам и скрепить их с духовной монадой, нужен был связующий принцип живой огонь, который дает человеку самопознание и самосознание. Нужен был манос, тело мысли. Г. Эволюция второй расы. Из первой коренной расы развелась вторая. Она произошла и с первой путем почкования и выделения. Первичный процесс размножения, посредством которого вторая раса образовалась и с первой, происходил следующим образом. Эфирная форма, облекавшая монаду, была окружена, как и сейчас, яйцеобразной сферой ауры. Когда наступило время размножения, эфирная форма выталкивала свое миниатюрное подобие из яйца, окружающей ауры. Этот зародыш рос и питался аурую до тех пор, пока его развитие не заканчивалось, затем он постепенно отделялся от своего родителя, унося с собой собственную сферу ауры. Первая раса стала второй коренной расой без того, чтобы породители создать ее. Так как первая раса была составлена просто из эфирных теней прародителей творцов, и не имела своих физических тел, то эта раса не умирала. Вместо того, чтобы умереть, она исчезала во второй расе, как переходят некоторые низшие жизни в свое потомство. Ее люди постепенно растворялись и поглощались телами своего собственного потомства, более плотными, нежели их собственные. Материя первичных форм, облачная и эфирообразная, была притянута или поглощена, и таким образом стала дополнением форм второй расы. Первичная или родительская материя была употреблена на создание нового существа, на построение тела потомства. Первые подрасы второй расы были рождены посредством вышеописанного процесса. Последние же постепенно, параллельно с эволюцией человеческого тела, начали воспроизводиться иным способом. Последние люди из второй расы были рождены потом. Первая и вторая расы, а также первая половина третьей расы существовали на протяжении 300 миллионов лет. Первые расы не имели никакого отношения к климатам, так же, как они не были подвержены никакому воздействию температуры или ее изменениям. Земные условия, существовавшие тогда, не имели отношения к плану, на котором происходила эволюция эфирообразных тонких рас. Геологические и физические затруднения не существовали для первоначального эфирного человека. Существо, ставшее первичным человеком, могло прекрасно оставаться непроницаемым для любого состояния атмосферических условий, окружавших его. Первичный предок мог действовать и жить с одинаковой легкостью как под землею и в воде, так и на земле. Вторая легенда. Миф о Лемурии. А. Начало третьей расы. Первая раса создала вторую посредством пучкования. Вторая раса, потом рожденной, дала начало третьей коренной расе аналогичным, но уже более сложным процессом. Она развела рожденных из яйца. Пот усилился. Капли его увеличились и стали шаровидными телами, большими яйцами, служившими внешним вместилищем для зарождения в нем плода и ребенка. сфероид сфероид яйцами развивалась в большую мягкую яйцевидную форму и постепенно затвердевала. Отец-мать выделял зародыш, в котором человеческий утробный плод нарастал в течение нескольких лет. После периода нарастания яйцо разбивалось, и молодое человеческое животное выходило из него без всякой помощи, подобно птицам в наше время. В начале третьей расы спустились на землю сыны мудрости, для которых наступила очередь воплотиться как эго человеческих монад. Они увидели низкие формы первых людей третьей расы и отвергли их, пренебрегли первыми потом рожденными, они еще не совсем готовы. Сыны мудрости не захотели войти в первых яйц рожденных. Мы можем избрать, сказали владыки мудрости. Воплощающиеся силы избрали наиболее спелые плоды и отвергли остальные. Некоторые вошли в чхая, другие устремили искру. Прочие воздержались до четвертой расы. Те, что вошли со временем, сделались архатами. Те, кто получил лишь искру, остались лишенными высшего звания, искра горела слабо. Третьи остались разума лишенными. Монады их были не готовы. Они стали узкоголовыми. Б. Разделение полов. Приблизительно до середины третьей расы как люди, так и животные были эферообразными и бесполыми организмами. С течением времени тела животных становились все более плотными. также и формы допотопных животных эволюционировали и умножались. К присмыкающимся были добавлены драконы глубин и летающие змеи. Те, которые присмыкались на земле, получили крылья. Те, с длинной шеей, обитавшие в водах, стали прародителями птиц. Так, птеродактиль и плезиозавр были современниками человека до конца третьей расы. Млекопитающие вначале были гермафродитами, все живущие присмыкающиеся гигантские рыба-птицы и змеи с панцирными головами. Затем произошло разделение полов. Животные разделились в самца и самку и стали порождать. После того, как животные получили плотные тела и разъединились, начало тоже разъединяться и человечество. Третья раса при своем первом появлении была почти что бесполой. Затем она стала двуполой или андрогинной, конечно, весьма постепенно. И только после долгого времени третья раса разделилась на два определенных пола. Переход от первого преображения к последнему потребовал бесчисленных поколений. Зародышевая клетка, исшедшая от породителя, сначала развивалась в двуполое существо. Затем она стала развиваться в настоящее яйцо, которое начало рождать постепенно и почти незаметно в своем эволюционном развитии сначала существа, в которых один пол преобладал над другим и, наконец, определенных мужчин и женщин. Отдельные единицы третий расы начали разъединяться в своих оболочках или яйцах еще до рождения и выходили из них младенцами определенного мужского или женского пола. И по мере смен геологических периодов вновь нарождаемые подрасы начали утрачивать свои прежние способности. К концу четвертой подрасы третьей расы младенцы утратили способность ходить, как только освобождались из своей оболочки, и к концу пятой человечество уже рождалось в тех же условиях и посредством тождественного процесса, как и наши исторические поколения. На это потребовались, конечно, сотни тысяч лет. После разделения полов и установления зарождения человека через половое сочетание третья раса познала смерть. Люди первых двух рас не умирали, но лишь растворялись и исчезали, поглощенные своим потомством. Подобно Фениксу, первичный человек воскресал из своего старого тела в новом теле. С каждым новым поколением он становился более плотным, физически более совершенным. Смерть появилась лишь после того, как человек стал физической тварью. Смерть пришла с завершением физического организма. Все это преобразование, разделение человека на два различных пола и создание физического человека с костями произошло в середине третьей расы 18 миллионов лет тому назад. В первое падение После разделения полов третья раса больше не творила. Она стала рождать свое потомство. Будучи все еще лишенной разума в эпоху разъединения полов, она порождала кроме того и анормальных отпрысков. Те, кто не имел искры, узкоголовые, сочетались с самками некоторых животных. Они породили от них немых сагбенных чудовищ, покрытых рыжими волосами, ходивших на четвереньках. В этот период люди физиологически были другими по сравнению с тем, что представляют они сейчас. Самки животных настолько же отличались от тех, которые известны нам сейчас, насколько те люди отличались от людей наших дней. Первобытный человек был человеком лишь по своей внешней форме. Он не имел разума в то время, когда он с самкой у животного чудовища породил предка целого ряда обезьян. Предок настоящего антропоидного животного обезьяны есть прямое порождение человека, еще не обладавшего разумом, осквернившего свое человеческое достоинство, опустившись физически до уровня животного. Сыны мудрости предупредили третью расу не прикасаться к плоду запрещенному природою. Цари и владыки третьей расы наложили печать запрета на греховное совокупление. Но предупреждение не было принято. Люди осознали непристойность содеянного ими, лишь когда было уже поздно, после того, как ангельские монады из высших сфер воплотились в них и одарили их пониманием. Г. Одарение человека разумом. Каждый мир имеет свою матерь-звезду и сестру планету. Так Земля, усыновленная чадо и младшая сестра Венеры, хотя обитатели ее принадлежат к своему роду. Так как Венера не имеет спутников, то эта планета усыновила Землю порождение Луны. Правитель планеты настолько возлюбил свое усыновленное дитя, что воплотился на Земле и дал ей совершенные законы, которые в позднейшие века оказались в пренебрежении и даже были отвергнуты. Планета Венера, предвестница зари и сумерек, самая лучезарная, наиболее сокровенная, мощная и таинственная среди всех планет. Венера получает от Солнца вдвое больше света и тепла, нежели Земля. Она маленькое Солнце, в котором солнечное тепло складывает запас своего света. Она отдает Земле одну треть запаса, получаемого ею, и оставляет себе две части его. Эволюция Венеры впереди земной на одну ступень. Человечество Венеры являет собой следующую высшую ступень по сравнению с человечеством Земли. Люди Венеры настолько выше нас, насколько мы выше наших животных. Поэтому планета Венера является духовным прообразом нашей планеты, а владыка Венеры духом-хранителем ее. Третья раса нашего земного человечества находилась под непосредственным воздействием планеты Венеры. В середине эволюции третьей расы с Венеры пришли на Землю представители ее высокоразвитого человечества, сыны разума, Манаса Путра. Светлые существа, о которых упоминается как о сынах огня, благодаря их сверкающему виду. Они поселились на Земле как божественные учителя юного человечества. Некоторые из сынов разума действовали как проводники для третьей волны жизни Логоса, внося в животного человека искру монадической жизни, из которой образуется разум Манас. Луч божественного разума осветил область до сих пор спящего человеческого разума, и зачаточный Манас оказался оплодотворенным. Результатом этого соединения явилось зачаточное пребывающее тело, огненное тело человека. Таким образом, произошла индивидуализация духа, его инволюция в форму, и этот дух, заключенный в пребывающее тело, и есть душа, индивидуум, истинный человек. Это и есть час рождения человека, ибо, хотя сущность его вечно не рождается и не умирает, его рождение во времени как индивидуума вполне определенно. Человеческая душа, созданная по образу Божьему, начала тогда свою эволюцию. Д. Материк и люди третьей расы. В то время, когда жила третья раса, то есть 18 миллионов лет назад, распределение суши и воды на земном шаре было совершенно не такое, как сейчас. Большая часть теперешней суши была тогда под водой. Ни Африка, ни обе Америки, ни Европа не существовали в те времена, все они покоились еще на дне океана. Также мало что существовало из теперешней Азии. Предгималайские области были покрыты морями, за пределами же их простирались страны, называемые теперь Гренландией, Восточной и Западной Сибирью и так далее. Вдоль экватора простирался гигантский континент, покрывавший большую часть теперешнего Тихого, а также и Индийского океана. Этот материк покрывал всю область от подножия Гималаев, отделявших его от внутреннего моря, которое вкатило свои волны через то, что мы знаем, как нынешний Тибет, Монголию и великую пустыню Шамо, Гоби. От Читтагонга в западном направлении к Хардвару и в восточном к Осаму. Оттуда он распространялся к югу через то, что известно нам сейчас как Южная Индия, Цейлон и Суматра. Затем, охватывая на своем пути по мере продвижения к югу Мадагаскар с правой стороны и Тасманию с левой, он спускался, не доходя несколько градусов до Антарктического круга. И от Австралии, которая в те времена была внутренней областью на главном материке, он вдавался далеко в Тихий океан за пределы Рапануи, Теапи или остров Пасхи. Кроме того, часть материка простиралась вокруг Южной Африки в Атлантический океан, загибаясь к северу до Норвегии. Этот материк Третьей коренной расы сейчас называется Лемурией. Самое раннее человечество было расой гигантов. Первые лемурийцы были высотой 18 метров. С каждой следующей подрасой рост их постепенно уменьшался и через несколько миллионов лет дошел до 6 метров. О размерах лемурийцев свидетельствуют статуи, воздвигнутые ими в размер своих тел. Большинство гигантских статуй, открытых на острове Пасхи, части затопленного материка Лемурии, были от 6 до 9 метров высоты. Останки на острове Пасхи являются наиболее поразительными и красноречивыми памятниками первобытных великанов. Они также велики, как и таинственны. Достаточно обследовать головы этих колоссальных статуй, оставшихся целыми, чтобы при первом же взгляде признать черты типа и характера, приписываемого великанам третьей расы. Они кажутся вылитыми из одной формы, хотя и разнятся чертами. Они имеют определенный чувственный тип. Лемурийцы были людьми страшной сверхчеловеческой физической силы, дававшей им возможность защищаться и удерживать на расстоянии гигантских чудовищ мезозойского и ксенозойского периодов. Фантастические и ужасные животные сосуществовали с человеком и нападали на него, так же, как и человек нападал на них. Будучи окруженным в природе такими чудовищными тварями, человек мог выжить только потому, что он сам был колоссальным гигантом. Е цивилизация лемурийцев Когда третья раса разъединилась и впала в грех, порождая людей животных, животные сделались свирепыми, и люди, и они стали уничтожать друг друга. До этого времени не было греха, не было отнятия жизни. После разъединения блаженство первых рас пришло к концу. Вечная весна стала постоянно меняться, и времена года воспоследовали. Люди не могли дальше жить в первой стране, Эдеме первых рас, которая обратилась в белый замерзший труп. Холод принудил людей строить укрытие и изобрести одежду. Тогда люди взмолились к высшим отцам, богам. Мудрые змии и драконы света пришли, также и притечи озаренных, Будды. Они спустились и стали жить среди людей, наставляя их в науках и искусствах. На заре своего сознания человек третьей расы не имел верований, которые можно было бы назвать религией. То есть он ничего не знал о какой-либо системе веры или внешнем поклонении. Но если взять этот термин в его значении, как нечто объединяющее массы в одной форме почитания, выказываемого тем, кого мы чувствуем выше себя, в чувстве благоговения, подобно чувству, выражаемого ребенком по отношению к любимому отцу, то даже самые ранние лемурийцы с самого начала своей разумной жизни имели религию и весьма прекрасную. Не имели ли они вокруг себя своих светлых богов даже среди себя самих? Не протекало ли детство их около тех, кто дал им рождение и окружил их своими заботами и вызвал их к сознательной разумной жизни? Это был золотой век тех древних времен, век, когда боги ходили по земле и свободно общались со смертными. Когда век этот кончился, боги удалились, то есть стали невидимыми. Итак, боги были от начала времен правителями человечества, воплощаясь как цари божественных династий. Они дали первый импульс цивилизации и направили ум, которым они одарили человечество, к изобретениям и усовершенствованиям всех искусств и наук. Они появились как благодетели людей. Огонь, добываемый посредством трения, был первой тайной природы, первым и главным свойством материи, которая была раскрыта человеку. Фрукты и злаки, неизвестные до того на земле, принесены были владыкам мудрости из других планет для пользования ими теми, кем они управляли. Так пшеница не есть продукт земли, она никогда не была найдена в диком состоянии. С пришествием божественных династий заложено было начало первым цивилизациям. И тогда, как в некоторых областях земли часть человечества предпочла вести жизнь намадную и патриархальную, в других же, дикарь едва лишь учится сооружать очаг для огня и защищать себя от стихии. Его братья с помощью божественного разума, одушевлявшего их, строили города и занимались искусствами и науками. Тем не менее, в то время, как их братья-пастухи пользовались по праву рождения чудесными силами, строители, несмотря на цивилизацию, могли теперь овладеть своими силами лишь постепенно. Цивилизация всегда развивала физическую и интеллектуальную сторону за счет психической и духовной. Овладение и управление своей собственной психической природой были среди раннего человечества свойствами врожденными и такими же естественными, как хождение и мышление. Цивилизованные народы третьей расы под руководством своих божественных правителей сооружали обширные города, насаждали искусство и науки и знали в совершенстве астрономию, архитектуру и математику. Лемурийцы строили свои огромные скалообразные города из редких почв и материалов, из изверженной лавы, из белого мрамора гор и черного подземного камня. Первые большие города были построены в той части материка, которая ныне известна как остров Мадагаскар. древнейшие останки развалин циклопических сооружений все были произведением рук последних подрасли мурийцев. Каменные останки на острове Пасхи также были циклопического характера. Этот остров принадлежит к самой ранней цивилизации третьей расы. Внезапное вулканическое извержение и подъем океанского дна подняли эту маленькую реликвию архаических веков после того, как она была потоплена вместе с остальными, нетронутую, со всеми ее статуями и вулканом и оставили как свидетельницу существования Лемурии. Изумительные гигантские статуи, яркие красноречивые свидетели о погибшем материке с цивилизованным населением на нем. Ж Конец Лемурии Рождению и гибели коренных рас всегда сопутствуют и геологические изменения земного шара. Они вызываются изменениями в наклоне земной оси. Старые материки поглощаются океанами, появляются другие земли. Огромные горные цепи поднимаются там, где их раньше не было. Поверхность земного шара каждый раз совершенно меняется. Это есть закон, действующий в свое назначенное время, в точном соответствии согласованности с законом кармы. Переживание наиболее приспособленных народов и рас утверждалось своевременной помощью. Неприспособленные же, неудачные уничтожались, будучи сметены с поверхности земли. После того, как третья раса достигла апогея своего расцвета, она стала клониться к упадку. Это отразилось и на главном материке расы Лемурии. Он начал медленно погружаться. Огромный материк, царствовавший и возвышающийся над индийским, атлантическим и тихим океанами, стал дробиться во многих местах на отдельные острова. Эти острова вначале огромные, постепенно исчезали один за другим. Большим остатком огромного материка является сейчас Австралия. Теперешний остров Цейлон в период Лемурии был северным плоскогорием огромного острова Ланки, на котором третья раса закончила свою судьбу. Лемурия была разрушена действием вулканов. Она погрузилась в волны вследствие землетрясений и подземных огней. Катаклизм, разрушивший огромный материк, произошел в силу подземных судорог и разверзания дна океана. Лемурия погибла около 700 тысяч лет до начала того, что ныне называется третичным периодом, эоценским. Остатками древних лемурийцев в настоящее время являются народы так называемого эфиопского типа, чернокожие, негры, бушмены, австралийцы и тому подобное. Третья легенда предания об Атлантиде А. Третья легенда цвет кожи первой подрасы был темно-красный, а второй красно-коричневый. Состояние первых Атлантов можно назвать младенческим, их сознание не достигало уровня последних подраслей мурийцев, поэтому развитие их происходило под непосредственным руководством великих наставников человечества, одаривших его разумом в третьей расе. Иерархи Великого Братства воплощали среди первых Атлантов в лице их правителей. От руководивших ими божественных учителей Атланты воспринимали веру в существовании высшего космического существа, проникающего все сущее. Так был установлен культ Солнца как символа этого наивысшего понятия. Для его прославления Атланты поднимались на вершины гор. Там из цельных камней они сооружали подобие кругов, представлявших годовое вращение Солнца. Эти камни были расположены таким способом, что для того, кто становился перед жертвенником в центре круга, Солнце появлялось во время летнего солнцестояния позади одного камня, а во время весеннего равноденствия позади другого. Эти же круги камней служили и для других астрономических наблюдений, касающихся отдаленных созвездий. Б. Расцвет Атлантиды. Третья подраса атлантов, Толтеки, достигла вершины развития своей расы. Они тоже были высокого роста, достигали двух с половиной метров. Со временем рост их уменьшился, дойдя до роста человека наших дней. Цвет кожи этой подрасы был медно-красным. Черты лица их были правильны. Потомками талтеков являются чистокровные представители перуанцев и ацтеков, а также краснокожие индейцы Северной и Южной Америки. Приблизительно один миллион лет тому назад, когда атлантская раса находилась во всем своем расцвете, континент Атлантиды занимал большую часть Атлантического океана. В северной своей окраины Атлантида простиралась на несколько градусов восточной Исландии, включая Шотландию, Ирландию и северную часть Англии, а южный до того места, где находится сейчас Рио-де-Жанейро, включая Техас, Мексику, Мексиканский пролив и часть Соединенных Штатов Америки и Лабрадора. Экваториальные области включали Бразилию, и все пространство океана до золотого побережья Африки. Теперешние Азорские острова были недосягаемыми снежными вершинами наивысшей горной гряды континента Атлантиды. Существовали также отдельно, как бы оторванные от Атлантиды части в виде островов различной формы, превратившиеся впоследствии в континенты Европы, Америки и Африки. Толтеки создали самую могущественную империю среди народов Атлантиды. Приблизительно около миллиона лет тому назад, после долгих междоусобных войн, отдельные племена объединились в одну большую федерацию, во главе которой стал император. Наступило время мира и процветания всей расы. В течение многих тысяч лет царствовали Толтеки над всем континентом Атлантиды, добившись огромного могущества и богатства. Город Золотых Врат, расположенный в восточной части Атлантиды, являлся резиденцией императоров, власть которых распространялась не только на весь континент, но и на острова. В течение всей этой эпохи посвященные водители всегда поддерживали связь с сокровенной иерархией, подчинялись ее предписаниям и действовали согласно ее планам. Следствием этого та эпоха была золотым веком Атлантиды. Управление было справедливым и благотворным, искусство и науки процветали. Руководители страны, пользуясь сокровенным знанием, достигли поистине необыкновенных результатов. В эту эпоху культура и цивилизация Атлантиды достигли своей кульминационной точки. В эпоху расцвета под влиянием императоров-адептов народ достиг наиболее чистого истинного понимания божественной идеи. Символ является единственной формой, при помощи которой можно было подойти к идее той сущности космоса, которая, будучи невыразимо, проникает все. Таким образом, символ Солнца был одним из первых воспринят и понят. Культ огня и культ Солнца прославлялся в великолепных храмах, возвышавшихся на всем протяжении континента Атлантиды, особенно же в городе золотых врат. В те времена запрещались всякие изображения божества. Диск Солнца являлся единственной эмблемой, достойной изобразить голову божества, и это изображение находилось в каждом храме. Этот золотой диск обыкновенно помещался таким образом, чтобы первый луч Солнца озарял его во время весеннего равноденствия или летнего солнцестояния. В культура и цивилизация атлантов Науки и искусство достигли максимального развития в толтекской подрасе. Ни одна из остальных подрас Атлантиды не могла сравниться с толтеками. Письменность была изобретена атлантами и применялась ими. Они писали на тонких металлических листочках, поверхность которых напоминала белый фарфор. Они умели воспроизводить и размножать текст. Школы эпохи расцвета были двух категорий. Начальные, где обучали чтению и письму, и специальные школы, куда переводились дети в возрасте приблизительно 12 лет, проявившие особые дарования. В этих высших школах они получали более обширное образование. Здесь изучались ботаника, химия, математика и астрономия. Большое внимание обращалось на то, чтобы каждый образованный человек знал в общих чертах медицину и способы лечения магнетизмом. Все науки проходились в школах иначе, чем у нас. Главной задачей учителя было развитие скрытых психических сил ученика и в связи с этим экспериментальное знакомство с тайными силами природы. Сюда входило ознакомление с сокровенными особенностями растений, металлов и драгоценных камней, а также и химический процесс трансмутации металлов. Большинство людей обладало тогда способностями управления психическими силами. Особенно выдающиеся люди обучались в высших школах или университетах, где специально занимались развитием скрытых индивидуальных сил. Вопросы, касающиеся одной из главных отраслей жизни талтеков сельского хозяйства и земледелия, подробно изучались в высших школах. Здесь учили разводить особые породы животных и выращивать специальные сорта растений и злаков. Овес и некоторые другие сорта злаков являются результатом скрещивания пшеницы с различными травами, растущими в естественном виде на нашей планете. Пшеница же не есть продукт нашего мира. Она была вынесена учителями мудрости из другой планеты. Все опытные исследования в этой области производились в агрономических школах Атлантиды. Одним из результатов этих исследований было поразительное видоизменение банана, который в диком состоянии был почти без мякоти и как дыня полон косточек. Лишь после многих столетий, а может быть и нескольких тысячелетий огромное число прививок и особые условия выращивания дали тот фрукт без косточек, который мы знаем теперь. При многих опытах скрещивания и выращивания новых пород животных и растений толтеки пользовались применением искусственного тепла и окрашенного света. из домашних животных толтеки разводили особый вид свиней, похожих на маленьких топиров, больших животных, похожих на кошек, предков собак с волчьей внешностью. В качестве дойных животных они имели особый вид скота, похожий на верблюдов, но меньше их ростом. Ламы из Перу происходят от этих животных. Мудрое руководство иерархии сказалось также в предначертании основных типов растительного и животного царства, которые проходят свою эволюцию формы и сознания при помощи непосредственного воздействия со стороны человека. Например, развитие формы такого благородного животного, как лошадь, было результатом многих опытов, которые человек того времени производил по начертаниям иерархии и при посредстве ее помощников, посвященных. В земледелии большое значение придавалась астрономии, которая в то время не была отвлеченным знанием. Сокровенные влияния, воздействующие на жизнь животных и растений, также были предметом изучения, и атланты умели использовать эти знания. Способ вызывать по желанию дождь также был известен. Что касается развития искусства, то музыка даже в эпоху расцвета была очень несовершенной. Форма музыкальных инструментов была совсем примитивной. Живопись также никогда не достигала высокой степени развития. Скульптура, наоборот, достигла высокой степени совершенства. Каждый, кто имел средство или возможность, считал своим долгом поставить в храме свое скульптурное изображение из дерева или камня, напоминающего базальт. Более богатые граждане отливали свои изображения из золота, серебра или орехалька. Главной страстью искусства была в то время архитектура. Жилые дома даже в городах были окружены садами. Характерной чертой дома Талтеков была башня, возвышавшаяся на углу или в центре здания. Башня заканчивалась остроконечным куполом и служила обыкновенно как обсерватория. Фасады зданий украшались фресками, скульптурой или цветными орнаментами. Атланты любили яркие краски и расписывали свои дома как изнутри, так и снаружи. Особое вещество, похожее на стекло, но менее прозрачное, пропускало свет во внутренность домов. Общественные здания и храмы поражали своей массивностью и гигантскими размерами. Храмы состояли из огромных зал, похожих на гигантские залы Египта, но еще более грандиозных размеров. Как и частные жилища, храмы украшались башнями, орнаменты и фрески, которых соответствовали их богатству. Башни служили обсерваториями и для культа солнца. Храмы и общественные здания украшались художественными инкрустациями и пластинками золота. Постройки, имевшие общественное значение обыкновенно состояли из четырех зданий, окружавших центральный двор, посреди которого бил фонтан. Столица Атлантиды, город Золотых Врат, была расположена по склонам холма у морского берега. Покрытая великолепными лесами местность, подобно парку, окружала город. Находящаяся неподалеку горная цепь давала городу воду. На вершине холма возвышался дворец императора, окруженный садом, через который протекал поток, снабжавший водой сначала императорский дворец и садовые фонтаны. Затем он низвергался каскадами наподобие рва, окружавшего территорию дворца, отделяя ее таким образом от города, который был расположен ниже. Четыре канала, вытекавшие из этого рва, доставляли воду городу и питали кольцевые каналы, расположенные ниже, которых было три. Внешний из них, расположенный ниже двух других, еще возвышался над окружающей равниной. Четвертый каскад находился уже на самой равнине, собирая все сбегающие воды и, в свою очередь, низвергал их в море. Таким образом, город делился при помощи каналов на три концентрических пояса. К самым верхним из них, примыкавшим непосредственно к территории дворца, были расположены беговое поле и огромные общественные сады. Большая часть правительственных учреждений находилась в этом поясе. Там же находилось здание для иностранцев, настоящий дворец, в котором все иностранцы, посещавшие город, на все время своего пребывания пользовались гостеприимством. Частные дома и храмы занимались следующие два пояса. По обширной равнине раскинулись повсюду виллы, резиденции богатого класса. Сравнительно бедная часть населения жила в районе нижнего пояса, а также по ту сторону внешнего канала у самого моря. Их дома более тесно жались друг к другу. В дни своего наибольшего расцвета город Золотых Врат насчитывал более двух миллионов жителей, а общее число народонаселения всей Атлантиды в эпоху расцвета Талтекской подрасы достигало двух миллиардов. Атланты пользовались высоко развитой техникой. Они осуществили идею воздушного судна и летающей машины. Обычно машины вмещали не более двух человек, но некоторые могли принять до шести и даже восьми. Для сооружения воздушных судов пользовались особой смесью из трех металлов. Эта белая металлическая смесь была очень легкой. Поверхность воздушного судна покрывалась листами этого металла. Воздушные суда атлантов сверкали в темноте, как если бы были покрыты блестящей штукатуркой. Они имели вид корабля с закрытой палубой. Двигательной силой был рот эфира. В центре судна помещался ящик, служивший генератором этой силы. Оттуда она передавалась посредством двух труб к нечто с тем судна. От этих труб вниз отходило восемь дополнительных. При подъеме судна открывали клапаны последних. Ток, проходя по этим трубам, ударялся о землю с такой силой, что судно поднималось кверху, причем дальнейшей точкой опоры служила сама плотность воздуха. Большая часть тока направлялась по главной трубе, конец которой был обращен к низу в конце судна, образуя при этом угол около 45 градусов. Труба эта служила для взлета и одновременно с этим производила движение судна. Атланты имели также и морские суда, приводимые в движение силой, подобной описанной выше. В этом случае двигающая сила была более плотного состава. Позже, когда воины и междоусобицы положили конец Золотому веку, военные суда, предназначенные для воздушного плавания, заменили собой значительной частью морские. Тогда их стали строить по типу военных транспортов, так что они вмещали и до ста бойцов. Г. Упадок Атлантиды. Приблизительно около ста тысяч лет после Золотого века начался упадок великой расы Атлантов. Во времена третьей расы звероподобие умалишенных проявилось в порождении огромных человекообразных чудовищ, потомства человеческих и животных родителей. По мере прохождения времени потомство этих тварей изменилось вследствие внешних условий, пока наконец порождения эти, уменьшившись в своих размерах, не кульминировали в низших обезьянах миоценского периода. С этими обезьянами позднейшие Атланты возобновили грех умалишенных, на этот раз с полной ответственностью. Результатом их преступления явились обезьяны, известные сейчас как антропоиды. За падением моральным последовало падение духовное. Эгоизм взял верх, и войны положили конец Золотому веку. Люди, вместо того, чтобы работать на общую пользу под руководством великих наставников, в сотрудничестве с космическими силами природы впали в безумие самоистребления. Беря пример со своих хозяев, животные тоже бросали стерзать друг друга. Это аморальное воздействие человека на животных простирается и до наших дней. Примером этого обстоятельства могут служить породы больших кошек, выдрессированных атлантами и приспособленных ими для охоты, которые с течением времени превратились в кровожадных леопардов и ягуаров. Каждый человек начал тогда бороться лишь за самого себя, утилизировать свое знание в целях чисто эгоистических и начал верить, что во Вселенной ничего не было выше человека. Всякий являлся для самого себя своим законом, своим Богом. Тогда культ, прославляемый в храмах, не относился больше к невыразимому идеалу, но стал культом человека, такого, каким он является, каким его понимали. Атланты начали создавать свои собственные изображения по размеру и подобию своему и поклонялись им. Статуи высекались из изверженной лавы, из белого мрамора гор и черного подземного камня, а также отливались из серебра или золота. Ниши, заключавшие в себе такие статуи, высекались из дерева или камня и вделывались в стены храмов. Эти ниши строились довольно обширными, такими, чтобы шествие священнослужителей во время торжеств в честь данного лица могло обходить вокруг его изображения. Так люди сами себе поклонялись. Наиболее богатые содержали целые штаты священников, чтобы служить этому культу и заботиться об алтаре, в котором находились их статуи. Им приносились жертвы, как богам, апофеоз поклонения себе не мог быть большим. Короли, большинство духовенства и значительная часть народа начали применять сокровенные силы, не считаясь законами, предписанными, посвященными, легкомысленно пренебрегая их советами и указаниями. Связь с иерархией порвалась. Личные интересы, жажда богатства и власти, разорение и уничтожение врагов с целью обогащения все более и более овладевали сознанием масс. Сокровенные знания, направленные в сторону, противоположную целям эволюции, в сторону самости и недоброжелательства, превратились в черную магию и колдовство. Роскошь, зверство и варварство увеличивались все больше и больше, пока зверские инстинкты не стали действовать безраздельно. Колдуны и адепты темных сил широко распространяли черную магию и число людей, постигших и применяющих ее, непрестанно увеличивалось. Д. Гибель Атлантиды. Когда извращение эволюционных законов достигло своего апогея и город золотых врат сделался настоящим адом по своей жестокости, первая ужасная катастрофа потрясла весь континент. Столица была сметена волнами океана, миллионы людей были уничтожены. Об этой катастрофе неоднократно предупреждались как император, так и отпавшие от высшей иерархии священнослужители. Под влиянием светлых сил, предвидевших катастрофу, лучшая часть народа эмигрировала из этой местности до катастрофы. Это были самые развитые члены расы, которые не поддались общему безумию, которые знали закон мира, сохранили правильное понимание ответственности и контроль над психическими силами. Эта первая катастрофа произошла в эпоху Миоцена, примерно 800 тысяч лет тому назад. Она значительно изменила распределение суши на земном шаре. Большой Атлантический континент потерял свои полярные области, а средняя часть его уменьшилась и раздробилась. Американский континент в эту эпоху отделился проливом от породившей его Атлантиды, последняя простиралась еще по Атлантическому океану, занимая пространство от 50 градусов северной широты до нескольких градусов к югу от экватора. Произошли также значительные опускания и поднятия материков и в других частях света. Так из оторвавшейся северо-восточной части Атлантиды образовалась громадная площадь, острова Великобритании составили часть огромного острова, охватывающего Скандинавию, север Франции и все ближайшие окружавшие их моря. Остатки Лемурии еще уменьшились, тогда как будущие территории Европы, Америки и Африки значительно расширились. Вторая, менее значительная катастрофа, произошла около двухсот тысяч лет тому назад. Материк Атлантиды разъединился на два острова, северный, больший, назвавшийся Рута, и южный, меньший, именовавшийся Доития. Остров Скандинавия тогда присоединился к европейскому материку, произошли некоторые изменения и на континенте Америки, а также затопление Египта. После катастрофы усилия светлых сил, действующих подводительством иерархии, еще некоторое время давали благие результаты и воздерживали спасенное население от занятий черной магией, но прежнего блеска подраса Талтеков уже никогда не могла достигнуть. Позже потомки Талтеков на острове Руте повторили в миниатюре историю своих предков. Правители и их династия достигли там опять известного могущества и царили над большую частью острова. Впоследствии эта династия подпала также под влияние черной магии, которая, распространяясь все больше и больше, привела вновь к космически неизбежной катастрофе, очистившей мир для его дальнейшего эволюционного развития. Около восьмидесяти тысяч лет тому назад произошла третья катастрофа, по силе ярости превысившие остальные. Доитие почти совершенно исчезло, между тем, как от острова Рута сохранилась лишь сравнительно незначительная часть, остров Посейдонис. В указанную эпоху и до исчезновения острова Посейдониса все же в какой-то части континента всегда царствовал император из Светлой династии. Он действовал под водительством иерархии, противился распространению темных сил, вел за собой меньшинство, соблюдавшее чистую и возвышенную жизнь. Перед катастрофами всегда происходила эмиграция лучшего меньшинства. Этими эмиграциями руководили духовные вожди, предвидевшие бедствия, угрожавшие стране. Посвященные короли и учители, следующие благому закону тел, были предупреждаемы заранее о надвигающихся катастрофах. Они являлись как бы центром пророческих предупреждений и спасали верные избранные племена. Такие эмиграции происходили тайно, под прикрытием ночи. В 9564 году до нашей эры мощные землетрясения разрушили Посейдонис, и остров погрузился в море, создав огромную волну, затопившую низины, оставив по себе память в умах людей, как об огромном разрушительном потопе. Вот одно сказание о последних днях Посейдониса. И пожаловался великий царь блистающего лика, глава всех желтоликих, видя грехи черноликих. И выслал он свои воздушные корабли Вимана с благочестивыми людьми в них ко всем своим братьям-правителям, главам других народов и племен, говоря, готовьтесь, восстаньте вы, люди доброго закона, и переправьтесь через землю, пока она еще суха. Владыки бури грядут, колесницы их приближаются к земле. Лишь одну ночь и два дня проживут владыки темного лика, колдуны на этой терпеливой земле. Она осуждена, и они должны низвернуться вместе с нею. Владыки огней недр, гномы и стихийные духи огня изготовляют свои магические огненные доспехи. Но владыки злого глаза сильнее, нежели стихийные духи, и они рабы могущественных. Они сведущи в астро-виде, высшем магическом искусстве. Восстаньте и употребите ваши магические силы, чтобы противостать силам колдунов. Пусть каждый владыка блистающего лика, адепт белой магии, заставит вимана каждого владыки темного лика попасть в его владение, чтобы ни один из колдунов не смог бы, благодаря ему, спастись отвод, избежать жезла четырех кармических божеств и спасти своих злых последователей. Пусть каждый желтолики нашлет сон на каждого черноликого, пусть даже колдуны избегнут боли и страдания, пусть каждый человек, верный солнечным богам, парализует каждого человека, верного лунным богам, чтобы он не страдал и не избег своей участи, и пусть каждый желтого лика даст свою воду жизни кровь говорящим животным, принадлежащим черному лику, чтобы они не разбудили хозяина своего. Говорящее животное, изумительно искусно сделанный зверь, в некотором роде сходный с созданием Франкенштейна, который говорил и предупреждал своего хозяина о каждой приближающейся опасности. Хозяин был чернокнижником, и механическое животное одушевлялось джинном, элементалом. Лишь кровь чистого человека могла уничтожить его. Е наследники Атлантов Египет Около четырехсот тысяч лет тому назад Великая Ложа Посвященных была перенесена из Атлантиды в Египет. Золотой век Толтеков давно кончился, моральный упадок и занятия черной магией распространились все шире и шире. Белая Ложа требовала более чистого окружения и потому была перенесена в Египет, в то время пустынную, малонаселенную местность. Там Великая Ложа Посвященных смогла в течение двухсот тысяч лет продолжать беспрепятственно свою работу. Около двухсот тысяч лет тому назад Белая Ложа основала империю, в которой царила первая божественная династия Египта и начала просвещать народ. В это время появились первые отряды переселенцев из Атлантиды. В продолжении десяти тысяч лет, которые оставались до второй катастрофы, были выстроены две большие гезехесские пирамиды с большими залами, где происходили обряды посвящения учеников и в которых должны были быть сохранены могущественные талисманы на время космических катастроф ими предвиденных. В эпоху второй катастрофы, 200 тысяч лет тому назад, и первого потопления Египта, население его эмигрировало в горы Абиссинии, которые в то время были островом. Когда затопленные территории появились опять над морем, они стали заселяться частью потомками прежних обитателей, частью переселенцами Атлантов, главным образом аккадийцами. Их смешение с другими и создало тип египтян. К этому времени относится правление второй божественной династии Египта, когда посвященные адепты еще управляли страной. Третья катастрофа с Атлантидой, происшедшая 80 тысяч лет тому назад, вызвала второе затопление территории Египта. Когда вода схлынула, то воцарилась третья божественная династия, упоминаемая Манифоном. В царствовании первых правителей этой династии был построен великий храм Карнака и множество других величественных построек. Погружение в океан острова Посейдониса вызвало еще одно затопление Египта. Оно было совсем кратковременным, но положило конец божественной династии, потому что ложа посвященных перенесла свое местожительство в другую страну. Человеческая династия древнейших египтян, начавшаяся с Менеса, обладала всем знанием атлантов, хотя в их жилах больше не было крови атлантов. Во время потопления острова Посейдониса пустыня Сахара являлась еще дном океана, так же, как и пустыня Гоби была дном моря внутри Центральной Азии. Острова Великобритании были еще соединены с европейским континентом, а Балтийского моря еще не было. Начиная с этого времени, очертания континентов принимают уже ту форму, в которой они существуют в наши дни. Ж. Другие подрасы атлантов и их потомки. Туранцы, четвертая подраса, были желтого цвета. Эта подраса была буйной и недисциплинированной, грубой, жестокой. Туранцы никогда не властвовали на континенте Атлантиды, они были колонизаторами. Большая часть из них эмигрировала в местности, расположенные на восток от Атлантиды. Затем они направились еще дальше на восток, к берегам Центрального моря Азии. Некоторые из них перекочевали еще дальше, вдоль Желтой реки и окончательно обосновались в центре Китая. Эта подраса представлена в некоторых частях современного Китая высокими китайцами, легко отличаемыми от китайцев седьмой подрасы. Первичные семиты, пятая подраса, были белые. Подраса очень воинственная, задорная, энергичная, склонная к грабежам. Они были по преимуществу кочевниками. Характерными признаками этой подрасы были подозрительность и неуживчивость, вечные войны с соседями. Их потомками являются чистокровные иудеи и кабилы Северной Африки. Шестая подраса аккадийцы были белые. Они появились уже после катастрофы, происшедшей 800 тысяч лет тому назад. Они вели много войн с семитами, которых аккадийцы отличались коммерческими, навигационными и колонизаторскими способностями. Большой интерес, проявляемый аккадийцами к мореплаванию, заставил их усиленно заниматься наблюдением над звездным небом. Потому огромные успехи были достигнуты ими в астрономии и астрологии. Они построили несколько крупных торговых центров и установили связь с самыми отдаленными частями земного шара. Их потомки были финикинии, торговавшие по берегам Средиземного моря. Последняя, седьмая или монгольская подраса, зародилась в татарских степях Восточной Сибири. Монголы произошли непосредственно от туранской подрасы, которую они заменили в большей части Азии. Они не имели никакого отношения к древнему континенту Атлантиды. Зародившись на широком пространстве татарии, они имели достаточно мест для переселения в собственной стране. Эта подраса разрослась неимоверно. По условиям местности монголы стали кочевниками, затем земледельцами. Они были высшей подрасой по сравнению со своими предшественниками, грубыми туранцами, так же, как и последние, они были желтого цвета. Рассеявшись на равнинах Китая, они представляют собой современных китайцев. Японцы не принадлежат целиком ни к одной из подрас, являясь помесью нескольких подрас. Японцы как бы последняя накипь всей коренной расы. Вот почему в них много качеств, отличающих их от седьмой подрасы китайцев. Пятая коренная раса, которая стоит ныне во главе человеческой эволюции, произошла из пятой подрасы атлантов, первичных семитов. Наиболее выдающиеся семьи этой подрасы были выделены и водворены вокруг южных берегов Центрального моря Азии задолго до гибели Атлантиды. Пятая раса делится тоже на семь подрас, из которых пока появилось только пять. Первая подраса из Центральной Азии перешла в Индию и основалась на юге Гималаев. Она стала господствовать на обширном Индостанском полуострове, подчинив своей власти народы четвертой и третьей расы, которые населяли в ту эпоху Индию. Первую подрасу представляют не только арийские индусы, но также один из типов Древнего Египта, тот, которому принадлежал высший правящий класс. Ко второй подрасе относятся арийские семиты, отличающиеся от первоначальных семитов Халдея, Осирия, Вавилон, а также современные арабы и мавры. Третья подраса иранская, которой принадлежали древние персы, потомки которых современные персы. Четвертой подрасе кельтской принадлежат древние греки и римляне, а также современные итальянцы, греки, французы, испанцы, ирландцы, шотландцы. К пятой тефтонской подрасе принадлежат славяне, скандинавы, голландцы, немцы, англичане и их потомки, рассеянные по всему свету. З. Эпилог. В Центральной Азии, в Афганистане, на полдороге между Кабулом и Балом есть город Бамьян. Вблизи этого города возвышаются пять колоссальных статуй. Самая большая в 52 метра высоты. Вторая большая статуя, вырезанная так же, как и первая в скале, имеет только 36 метров. Третья статуя измеряется лишь в 18 метров, две другие еще меньше, последний же из них лишь немного больше среднего высокого человека нашей настоящей расы. Первый и самый большой из этих колоссов изображает человека, задрапированного в нечто вроде тоги. Эти пять фигур принадлежат к созданию рук, посвященных четвертой расы, которые после потопления их материка нашли прибежище в твердынях и на вершинах центрально-азиатской горной цепи. Эти фигуры являются иллюстрацией учения постепенной эволюции рас. Самая большая изображает первую расу, ее эфирное тело было запечатлено в твердом несокрушимом камне. Вторая в 36 метров высоты изображает потом рожденных. Третья в 18 метров увековечивает расу, падшую и зачавшую первую физическую расу, рожденную от отца и матери, последнее потомство которых изображено в статуях на острове пасхи. Эти были лишь в 6 и 7 с половиной метра ростом в эпоху, когда была затоплена лемурия. Четвертая раса была еще меньше размерами, хотя и гигантская по сравнению с нашей настоящей пятой расой, и ряд заканчивается последней. Четвертая легенда в потусторонних мирах. Много существует рассказов о жизни разных людей от рождения до смерти, но есть легенда о пути человека от смерти до рождения. Ее рассказал сам путник. Послушаем легенду. Познаем другую сторону или изнанку мира. Поймем, что такое человек. А. Ухожу из мира плотного. Итак, я покинул свое физическое тело навсегда. Хотя я и уходил из него каждый день на несколько часов, но всегда возвращался. Это называлось сном. А на сей раз я скинул его совсем, чтобы, как изношенное старое платье, больше не надевать. Ибо пришел срок моего ухода из мира плотного. Этот срок был установлен владыками кармы при моем рождении. Длительность жизни в мире плотном определена каждому человеку. Оставленное мною плотное тело служило мне проводником жизни в плотном мире. Оно было инструментом для действия в нем, не более. Отбросив его, я тем самым лишился возможности жить в этом мире, и он перестал для меня существовать. Правда, я пока еще не совсем ушел из плотного мира. Я сбросил только плотную часть физического тела, состоящую из твердых, жидких и газообразных частиц, то, что затем получило название холодного трупа. Я унес с собой всю жизнь этого тела, теплоту, электричество и прочие энергии, то, что на Востоке называется эфирным телом. Имея своей внешней оболочкой только это эфирное тело, я стал невидимым для находящихся в плотном мире. При сильном желании я мог бы принять видимость привидения и показаться своим близким в виде облачной фигуры. Но я не сделал этого, ведь увидевшие меня могли бы испугаться. Тем более, что в момент ухода из плотного тела я был очень занят, я переживал свою жизнь вновь. В эти короткие секунды передо мной прошла панорама всей моей жизни. Из всех забытых закоулков и углов выступили картина за картиной, одно событие за другим. В мой смертный час выявился преобладающий смысл всей жизни, выяснилась ее руководящая мысль. Я увидел себя таким, каков я есть на самом деле. Торжественно была та минута, когда я стал лицом к лицу со своей жизнью. Как было хорошо, что все, кто присутствовал у моего смертного адра, держали себя тихо и благоговейно. Они сознавали себя в торжественном присутствии смерти и торжественно молчали. Ничто не отвлекало меня от обзора проносящейся перед моим внутренним взором истекшей жизни. Никто не нарушал покойного течения мыслей. Те, кто врывается со своим личным огорчением в тишину, так нужную для отходящего, поступают эгоистично и грубо. Громкие плачи, шумные жалобы могут потревожить умирающего и нарушить сосредоточенное внимание. Недопустимо звать в земные сферы, когда дух уже оторвался. Примерно через 36 часов после смерти я вышел и из эфирного тела, которое некоторое время носилось над могилой тела плотного. Скинутое эфирное тело может быть иногда видимо сенситивным людям на кладбище как привидение. Через несколько недель оно распадается и рассеивается в воздухе. Б. Живу в мире тонком. Освободившись от физических тел плотного и эфирного, я очутился в другом мире, мире тонком, который стал теперь для меня видимым и реальным. Я сам остался тем же, как и был, только теперь моим внешним телом стало тело тонкое, носитель и проводник желаний, чувств, эмоций. Обладая этим телом, с его органами восприятия, тонким зрением и прочим, я сразу же мог принять участие в жизни тонкого мира и его обитателей. Это тело я имел и раньше, в мире плотном, только там оно было невидимо, скрыто за грубой оболочкой плотного тела. Посредством этого тонкого тела я мог желать, выражать свои чувства. Эта возможность оставалась в полной мере и в мире тонком. Только в земной жизни я мог скрывать свои чувства, желания, эмоции, теперь же в тонком мире они стали зримыми, как в мире плотном было, видимо, плотное тело. Тонкий мир есть не столько какое-то особое место, сколько состояние, в которое я погрузился после утраты физического тела. Мое сознание осталось таким же, каким оно было в плотном мире. Все ушедшие продолжают нести в тонком мире такую же жизнь, какой они вели, будучи на земном плане существования, часто даже не сознавая, что они перешли в иной мир. Всякий вовлекается в порожденный им самим мир и в такое состояние, которое порождено самим человеком. Все чувствования в тонком мире зависят от развития и состояния сознания, поэтому каждый находит там свой ад или свое чистилище или свой рай. Тонкий мир содержит семь планов или сфер, соответственно, различным устремлением его обитателей и соответственно разным ступенем их духовного интеллектуального развития. Это деление слоев тонкого мира не совпадает с условными классами земли. Если в плотном мире человек притворяясь может скрывать свою истинную сущность и занимать несоответствующие его развитию место, то в тонком мире это абсолютно невозможно. Там всякий попадает в такую сферу, которой он своим духовным развитием достиг. Да, в тонком мире никак нельзя быть лицемером и облекать грязные мысли покровом кажущейся добродетели. Если даже в земной жизни люди преображают свою видимость по страстям и лицо развращенного испившегося негодяя принимает самое отталкивающее выражение, то в тонком мире внутренний характер непременно выражается и внешним образом. Каков человек есть на самом деле, таков и его внешний облик. Он или сияет красотой, если его душа благородна, или же отталкивает своим безобразием, если природа его грязна. В тонком мире каждое побуждение сразу же вызывает соответственное изменение внешнего вида. Зверские аппетиты формуют тонкое тело в звериной облике, дурные страсти обезображивают его до ужасных степеней. И что самое замечательное при этом, сам человек никогда не видит своего самопреображения. Предвидя такую участь, не стоит ли позаботиться о своем облике заблаговременно, не стоит ли приучиться в мире плотном мыслить так, чтобы в мире тонком ни перед кем не устыдиться. Ведь если сам человек вполне уверен в добром качестве своих мыслей, то ему нечего опасаться, ему ни на миг не придется смущаться своим обликом, а он может быть и прекрасным. В тонком мире существует и подобие ада. Состояние преступников и порочников в низших слоях тонкого мира очень мучительно. яры злоб и жив и жив чув чув и наслаждениями они очень страдают из-за невозможности утолить свою злобу и плотские страсти, ибо у них здесь нет орудия для этого физического тела. Они буквально горят в пламени своих неутоляемых страстей. Сферы тонкого мира отличаются одна от другой по плотности. Эти различия в свойствах материи тонкого мира являются причиной того, что существа, пребывающие в одной сфере, отделены от существ, находящихся в другой, и только обитатели одной и той же сферы способны приходить в общение. Мир тонкий устроен так чудесно, что обитатель любой сферы может посещать все ниже лежащие сферы, но для того, чтобы подняться в более высшие сферы, он должен достигнуть соответствующего развития. Обитатели тонкого мира являются источниками света, они сами светятся, освещая собой и то пространство, в котором находятся. Но светоносность каждого существа тонкого мира зависит от достигнутого им большего или меньшего духовного совершенства, отсюда понятно разделение на светлых и темных. Светлый тот, кто светится, а темный света не излучает. В низших слоях тонкого мира царят сумерки, ибо свет их жителей слабый, они не умеют думать о свете. Чем выше сознание и мысль, тем светлее нерукотворное сияние. Жители тонкого мира, которые хотят света, не имеют недостатка в нем, светлая мысль рождает свет. В тонком мире голос не нужен и заменен быстрой мыслью. Тут воспринимаются не слова, но мысли. Тут сообщаются мысленно и не нуждаются в разных языках. Чудесна возможность думать на своем языке и в то же время быть понятным жителями разных стран. Очень увлекательная возможность в тонком мире творить из тонкой материи своею мыслью все, что угодно, что только человек желает. Чем богаче воображение человека, тем разнообразнее творчество его, и чем культурнее человек, тем прекраснее оно. Поэтому все мечтатели, поэты, художники имеют здесь безграничные возможности применить все свои способности и устремления. Освободившись от физического тела, я почувствовал себя свободным от многих стеснительных обязанностей. В тонком мире не нужно готовить себе пищу, не нужно заботиться ни о квартире, ни об одежде, также нет надобности и в отдыхе. Поэтому я имел здесь много свободного времени, которое я посвятил расширению сознания, наблюдению небесных миров и изучению законов природы. Возможности обитателя мира тонкого с точки зрения плотного мира удивительны. Здесь я мог с недоступной для земного понимания быстротой переноситься от одного предмета к другому, из одного места в другое. То, что для земного человека является фантазией, сказкой, чудом, здесь есть самая настоящая действительность и реальность. Все те сказки, в которых говорится о шапке-невидимке, о ковре-самолете, о добрых и злых феях и прочем, все это написано авторами, которые помнили о законах и явлениях тонкого мира. Тонкий мир есть не только наше состояние, он целый мир со всеми возможностями и препятствиями. Только законы и условия жизни тонкого мира совершенно иные. Так пространство и время там воспринимаются совсем иначе. В тонком мире тысячи земных лет могут показаться мигом и один миг вечностью. Но ведь и на земле бывает, что человек, погруженный в радость творчества или счастья, не замечает, как протекают годы, а одна какая-нибудь страшная минута кажется человеку бесконечно долгой. Да и во снах можно убеждаться, что для самых содержательных сновидений не требуется времени. Мгновенно воспринимаются самые сложные действия и усваиваются долгие беседы. Обитатели тонкого мира совершают перелеты в тысячи земных миль в несколько секунд. Там нет понятия близко и далеко, ибо все явления и вещи одинаково доступны зрению, вне зависимости от удаления их от наблюдателя. Также там всякое существо и всякая вещь прозрачны и видимы и внутри и со всех сторон одинаково. Внешний вид тонкого мира тоже иной. Светящиеся материи этого мира не походят на покровы земные. Цветы успевают в богатстве форм, но цвет их несказанно сложнее красок земли. Снега белее и кристальнее и гуще земных. Также и образы гор и морей в преображенном состоянии. Кто видел цвета тонкого мира и слышал его звучание, тот понимает, что для такого мира лучшее определение тончайший. И вот кончился срок моего пребывания в тонком мире. Пришло время мне умереть и здесь. Это значит сбросить себя уже изношенное тонкое тело и самому перейти в следующий высший мир. Сброшенное тонкое тело, ставшее тонким трупом, через некоторое время распадается, возвращая свои материалы в общий резервуар тонкой материи. В. Блаженствую в мире огненном. Когда связь с тонким телом окончательно порвалась, я погрузился в короткую бессознательность. Затем я пробудился от ощущения блаженства, яркого, безграничного, невообразимого для земного сознания. Я проснулся с чувством невыразимой радости, мира и покоя, превышающего всякое представление. Самые очаровательные мелодии тихо звучали вокруг меня. Нежнейшие оттенки светящихся красок волновались перед моим открывшимся зрением. Самый воздух казался световой музыкой, все существо насквозь прониклось светом и гармонией. Затем сквозь золотую дымку начали нежно выступать любимые лица, утончившиеся в красоту, которая отражала их благороднейшие эмоции, незапятнанные тревогами и страстями низших миров. Как передать словами блаженство этого пробуждения, сияние этой первой зари небесного мира? Что же это за мир, в котором я очутился? Это был мир огненный, вернее, та часть его, которая называется миром мысленным. Это мир сознания, работающего как мысль, мир разума, но не того, который проявляется через мозг, а того, который свободно действует в своем собственном мире, нестесняемой физической материи. Здесь моим внешним телом стало тело огненное или тело мысли, проводник или носитель мышления, конкретный ум, интеллект. Он создает конкретные мысли, его метод логика внешнего мышления, он показывает, рассуждает, делает выводы. Я имел это тело и в земной жизни, только тогда оно было скрыто за покровами тонкого и плотного тела, а теперь оно обнажилось и стало внешним. оно построено из духоматерии мира мысленного и обладает более или менее развитыми органами восприятия этого мира, в зависимости от культурного и духовного развития человека. Жизнь в мире огненном более деятельна, чем в мире тонком, и формы ее более пластичны. Духоматерия этого мира гораздо сильнее, оживотворена и более утончена, чем наивысшая материя тонкого мира. Материя мысли заставляет материю чувства казаться неуклюжей, тяжелой, тусклой, хотя по сравнению с физической материи она казалась столь волшебно прозрачной и светлой. Нет теней в огненном мире, светоносность всех частей этого мира дает непрерывное свечение, сияние аур, как своды облачные, лучи, как потоки и водопады. Святые огненные отличаются сиянием, их можно сравнить со строением роз, малые вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков, запах, как преображенный озон, может дать как бы воздух хвои. В мире мысленном все, что человек думает, воспроизводится немедленно формы, ибо разреженная и тонкая материя этого мира есть та же, из которой состоят формы наших мыслей. Она есть та среда, в которой проявляется наше мышление. И материя эта складывается немедленно в определенные очертания при каждом воздействии на нее мысли. Вот почему каждый человек действительно создает сам свое небо, и красота всего окружающего бесконечно повышается, соответственно, богатству и энергии его мысли. По мере того, как человек развивает свои духовные силы, его небо становится все более и более утонченным и прекрасным. все ограничения в мире мысленном создаются самим человеком, и поэтому небо каждого расширяется и углубляется одновременно с расширением и углублением души. Разделения во времени и пространстве в огненном мире не существует. В этих небесах мы постоянно находимся с теми, кого мы любили и почитали во время земной жизни, ушедших ранее или все еще живущих на земле. Мы видим их около себя таких же счастливых и блаженных, как мы сами в той форме, которую мы любили на земле и сохраняем полное сознание наших земных отношений, ибо в мире огненном расцветают все земные ростки любви. Когда дело идет об истинной связи между двумя душами, общение в мире огненном или мысленном теснее, ближе, нежнее, чем все, что мы знаем на земле, ибо тут нет преград между одной душой и другой. И в полном соотношении со значительностью душевной жизни на земле будет и значительность душевного общения в огненном мире. Пространство не имеет здесь разъединяющего значения, и каждая душа может прийти в соприкосновение с другой душой, лишь направляя свое внимание к ней. Такие сообщения происходят не только с быстротой мысли, но и с совершенной полнотой, если души стоят на одинаковом уровне эволюции. Вся мысль молниеносно переносится от одной души к другой, вернее сказать, каждая душа видит, как создается мысль в другой душе. В течение этого состояния человек пожинает награду своего бескорыстия на земле. Он совершенно поглощен блаженством своих личных земных привязанностей, предпочтений и мыслей и собирает здесь плоды своих достойных действий. Никакая боль, печаль, ни даже тень горя не омрачает светлый горизонт его чистой радости. Мир огненный есть мир блаженства и радости невыразимый. Но он представляет собой еще и нечто большее, чем место блаженного успокоения для утомленной души. Все, что было ценного в умственных и нравственных переживаниях человека в последней его земной жизни, здесь подвергается глубокой внутренней переработке и постепенному притворению в определенные умственные и нравственные качества, которые он понесет с собой в следующее воплощение. Жизнь в мире мысленном вовсе не блаженный сон, в стране цветов и небесцельная праздность. Это страна, в которой ум и сердце развиваются, свободная от грубой материи и от мелочных забот, страна, где обеспечивается прогресс будущего. Продолжительность времени, протекающего в этих небесах, зависит от количества материалов, которые человек приносит с собой из своей земной жизни. Житва, пригодная для питания и притворения в мысленном мире, состоит из всех чистых мыслей и эмоций, зарожденных в течение земной жизни, всех умственных и нравственных усилий и стремлений, всех воспоминаний о бескорыстном труде на пользу ближних, всего, что может быть введено в душевный строй и, следовательно, может служить развитию души. Так я пребывал в мире мысленном в течение периода, соответствующего принесенному духовному запасу. Здесь все доброе, совершенное в последней жизни, получило свое полное осуществление. И когда все уже было исчерпано, когда выпито последняя капля из чаши радости, когда все, что было переработано в способности, все, что обладает вечной ценностью, вошло в меня самого, и я сбросил с себя последнюю из всех своих временных оболочек тело мысли, которое растворилось в мире мысленном, я же достиг своей истинной родины, мира огненного. Да, мир огненный это истинная родина человека, это его страна, в которой он дома. Сюда он возвращается после путешествия в мир земной, в долину слез, куда он отправляется как в школу, чтобы поучиться и собрать опыт. Здесь сам человек, его бессмертная часть, переживает ничем не обремененный свою собственную жизнь, в полной мере того самосознания и ведения, которых он успел достичь. Мир мысленный и мир огненный в сущности являются одним большим миром мысли. Первый – мир конкретной мысли, второй – абстрактной огненной мысли. Поэтому мир мысленный можно считать низшей сферой мира огненного. В высшей сфере подлежит притворению все сверхличное мышление, то есть те мысли, которые относятся до высшей абстрактной области. Высшая сфера мира огненного – место пребывания бессмертного человека состоит из трех подразделений и человек остается в одном или другом сообразно ступени своей эволюции. На первом, низшем уровне пребывает огромное большинство из 60 миллиардов душ, составляющих массу нашего человечества. Это отсталое большинство поднимается только до низшей сферы мира огненного и то лишь на короткое мгновение после того, как все временные оболочки сброшены. На один миг такая душа пробуждается к сознательности, молниеносные воспоминания освещают все ее прошлое, и она видит все зачавшие его причины. Такая же вспышка предвидения освещает ее будущее, и она видит все последствия, которые произойдут в ее ближайшем существовании. Это все, что большинство людей способны испытать в этой области мира огненного. Но есть души, которые во время своего земного существования приготовили мышлением и благородной жизнью тот посев, с которого жатва снимается именно в этой области мира огненного. Здесь они начинают испытывать истинную жизнь человека, достойное существование самой души, нестесненной оболочками, которые все принадлежат низшим мирам. И здесь человек узнает свое собственное прошлое и разбирается в причинах, которые он сам вызвал к жизни. Он отмечает их взаимодействия и проистекающие из них последствия, и даже видит нечто из их влияния на предстоящие ему будущие жизни. Следующий, второй области мира огненного, пребывает сравнительно небольшое число душ высокой эволюции, которые проявляются во время их пребывания на земле врожденной культурностью и природной утонченностью. Это те души, которые во время земного существования посвящали всю свою энергию высшей умственной и нравственной жизни. Для них уже нет покрова, скрывающего прошлое, их память совершенна и непрерывна. В третьей, наивысшей области пребывают бессмертные «я» учителей и посвященных, адептов и их ближайших учеников. Г. Что такое «я»? Я пережил несколько смертей, сбросив через определенные промежутки времени одну за другой все свои временные оболочки. Тело плотное и эфирное, затем тело чувств, наконец, тело мысли. И теперь я остался сам с собой, не имеющий более что сбросить, значит, более не умирающий, значит, бессмертный, вечный. Что же такое это бессмертное вечное «я»? Оно троично. Самая высшая часть — это частица божества, искра духа огня, луч абсолюта. На востоке она называется атма. Это божественное ядро заключено в буддхи, духовную душу, духовный разум, тело блаженства, то, что называется сердцем, способность прозрения, способность проникать в сущность вещей путем мгновенного озарения, интуиция или чувствование. Соединение атма и буддхи образует зерно духа, божественную вечную монаду. Это огненное зерно духа неуничтожаемо и неизменно, нерушимо и вечно. Оно одинаково у всех людей, оно является бессознательной основой каждого человека. Манас или мыслитель — это высший разум, ум абстрактного мышления, ум идей, самосознание. Он соответствует логике огненного синтеза, озаренного светом интуиции. Это нетленная сокровищница всех результатов жизненных опытов и переживаний, достойных сохранения. В ней хранятся расприобретенные умственные и нравственные качества, иначе они не могли бы возрастать. Атма, буддхи и манас вместе составляют бессмертное я-человека. Этот вечный человек, индивидуализированное божественное я, является действующим лицом в телах, в которые он облечен. Его присутствие и дает это чувство я, одинаково и телу, и душе. Будучи самосознательно, это я часто самообманчиво отождествляет себя с той из оболочек, в которой оно действует наиболее энергично. Например, у человека чувственного его я сливается с физическим телом и с природой желаний тонким телом. Из них извлекает он свои радости и мыслит себя и эти тела как одно, ибо вся его жизнь в них. Для ученого его я заключается в разуме, потому что из деятельности последнего вытекают все радости ученого, в нем сосредоточена вся его жизнь. И только немногие могут подняться до абстрактных высот духовной философии и почувствовать вечного человека как свое истинное я. Влияние и воздействие высшего я на свои тела называется совестью, когда дело касается нравственности, и вспышками интуиции, когда они просветляют интеллект. Если эти последние настолько постоянны, что становятся нормальными, их совокупность называется гением, и каждый из нас носит в себе это вселенское сокровище, этот огонь единый, неизменный для всей вселенной. Этот вечный человек не имеет непосредственного проявления в низших мирах. Для этого он нуждается в проводниках, телах, соответствующих тем мирам, в которых он проявляется. Совокупность приходящих оболочек, посредством которых человек действует в мирах мысленным, тонком и плотным, называется на востоке личностью. Она создается для каждого земного воплощения. А высшая триада атма Буддхи Манос это бессмертное древо, которое выделяет из себя личности, подобно листьям, существующим в весеннюю, летнюю и осеннюю пору земной жизни, называется индивидуальностью. Она живет вечно. Она облекается в тела и сбрасывает их так же, как человек надевает на себя одежды новыми и снимает старыми. Она вечный собиратель достижений множества воплощений. Процесс ухода из физического воплощения, называемый смертью, не составляет никакой разницы для индивидуальности. Сбросив все тела, вечный человек остается самим собой. И тогда он снова у себя дома, хотя в сущности он и не покидал свои обители. Он лишь сосредоточивал часть своего сознания и воли через посредство проводников из низшей материи. Человек живет и проявляет свою деятельность в трех мирах, в плотном своими поступками, в тонком своими желаниями, в мысленном своими мыслями. Для каждого из этих миров человек обладает телом или проводником сознания, из материи этого мира, которое служит ему средством познавания этого мира и для общения с ним. Человек пользуется этими проводниками в течение более или менее продолжительного времени, а когда он перестает нуждаться в них, он отбрасывает их прочь. То, что мы называем жизнью и смертью, для индивидуальности есть лишь временное устремление части ее сознания на низшие миры, а затем возврат сознания на высшие миры. Смерть лишь перемена, освобождающая человека от самой тяжелой из всех связывающих его цепей. Смерть лишь рождение в более широкую жизнь, возвращение после краткого изгнания на землю в истинную обитель человека, переход из темницы к свободе горного воздуха. Смерть есть величайшие земных иллюзии. Смерти нет, есть только перемена в условиях жизни. д собираюсь снова родиться. Когда кончился срок моего пребывания в мире огненном, для меня, как и для каждого мыслителя, пришел момент ясновидения. На одно мгновение я увидел свое прошлое и причины, созданные в этом прошлом, которые будут действовать в моем будущем, и общее очертание моего ближайшего воплощения развернулись передо мною без покрова. Каждый, приступающий к новой земной жизни, имеет искру просвета, когда он понимает, какой груз заставляет принять то или иное испытание. Так обуславливаются задания земной жизни. Что заставляет возвращаться на Землю? Закон космический. Как голод толкает голодного к пище, так закон воплощения устремляет готовый дух к сроку его воплощения. Наступает момент, когда он начинает остро чувствовать магнитное притяжение к земному воплощению, ибо лишь Земля есть то горнило, в котором трансмутируются наши энергии и получается обновление и накопление новых. Высокий дух не противится естественной смене бытия, он радуется возможности совершенствовать новую сторону своей жизни. Он помогает находить трудные задачи, чтобы на них испытать обновленное сознание. Высокий дух стремится к трудному пути. Нелегко подойти к земным сферам от мира высшего. Это ныряние можно сравнить с работой водолазов. Как водолаз должен надевать тяжкий доспех, чтобы противостоять давлению океана, так идущий на землю должен окружить себя тяжкой плотью. Опытный пловец с высоты бросается вглубь вод, возвращаясь на поверхность, он ощущает смелость и радость. Так и сознательный дух погружается в материю плоти, чтобы вознестись опять в горные сферы. Опыт делает такое испытание радостным. И вот когда кончился срок моего пребывания в мире огненном, я опустился в мир мысленный. Я излучил некоторую часть энергии в вибрациях, которые привлекли ко мне материю мира мысленного и облекли меня в нее. Из нее я построил при помощи высших сущностей тело мысли для начинающейся новой главы из вечной истории моей жизни. Когда было построено тело мысли, я вместе с этим телом опустился в мир тонкий. Мои энергии, продолжающие стремиться наружу, собрали вокруг меня также материю тонкого мира. Из этой материи было построено мое тонкое тело, тело желаний. Дальше я построил эфирное тело из эфирной материи плотного мира. Эфирное тело есть точная копия будущего физического тела, вернее, его оригинал, ибо оно существует раньше физического, периоде точно копирует его. Когда все эти оболочки были созданы, наступило время физического рождения. Высокоразвитый человек, который живет высшим сознанием, выбирает семью, в которой ему надлежит родиться сам. Для неразвитых людей этот вопрос решается владыками кармы. Они определяют семью и условия, в которых такой человек должен родиться, руководствуясь теми желаниями и стремлениями, которые человек обнаружил в прежней жизни, иначе говоря, теми следствиями, которые он создал. Физическое тело дается человеку его родителями, причем они могут передать ему лишь физическую наследственность, характерные особенности той расы и нации, в которой человек вновь рождается. Это единственная наследственность, которую человек получает от родителей, все остальное в новую жизнь он приносит сам. Умственные и нравственные качества не передаются от родителей к потомкам. Так гений не бывает преемственным, гений не передается от отца к сыну. Вместо того, чтобы быть завершением постепенно совершенствуемой семьи, гений появляется совершенно внезапно. если он имеет потомство, то передает ему только свои телесные качества, а не духовные. Ребенок гения часто родится тупицей, а обыкновенные родители дают жизнь гению. Пятая легенда. Легенда о вечной жизни. А. Из зверей становимся богами. В предыдущей легенде было рассказано, как человек после смерти в плотном мире и жизни в мирах тонком и огненном снова возвращается на землю для следующей жизни. Так повторяются жизни каждого человека. Надо вдуматься в слово человек. Оно означает дух или чело, проходящее веками. В одном слове выражена вся смена воплощений, вся ценность сознания. Бесконечным рядом последовательных жизней человек приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями, то есть во время нахождения в мире огненном, притворяется в способности и в характер человека. С этими способностями и с тем характером, который создался в предыдущих жизнях, человек появляется в новую жизнь, причем всякая новая жизнь, продолжая предыдущую, начинается с той ступени развития, на которой человек остановился в предыдущей жизни, так развивается его сознание. Эта эволюция сознания каждого человека происходит по определенному плану, который состоит в раскрытии его дремлющей божественности. Выполняя этот план, человек оживает свои отдельные жизни, и каждая его жизнь, как бы один день в школе вечной жизни. так люди наставляемые великими учителями мудрости учат уроки необходимые для перехода из одного класса в другой. Для молодой души, недавно вышедшей из животного состояния, план учения, эгоизм с его неумолчно настойчивым «я хочу это», чтобы усилить центр ее индивидуальности. Так учатся люди первого класса. Они еще совершенно не развиты. Их умственное развитие только в зачатке. Они не умеют обуздывать свои буйные страсти, свою грубую природу. Рождаются они среди дикарей и в полуцивилизованных расах, а также в отсталых и преступных типах цивилизованных обществ. Они воплощаются подряд много раз в одной и той же подрасе, имеют небольшой перерыв между воплощениями, хотя и могут быть задержаны на долгое время в низших областях тонкого мира. Но после многих жизней в классе дикарей план меняется, и урок, который человек должен постепенно выучить, это не я, а мы. Он должен теперь научиться делиться с другими, а не требовать для себя одного. Второй класс — это люди заурядного развития, с ограниченным мировоззрением, умственный горизонт их не выходит за пределы их семьи, государства или национальности. перевоплощаются много раз в одной и той же подрасе, имеют небольшой отдых в небесных областях, продолжительность которого зависит от достигнутых в жизни успехов в своем духовном развитии. Эти два первых класса, дикарей и цивилизованных, представляют собой более девяти десятых всего человечества. Затем приходит следующая духовная ступень, когда желание разделить бремя других становится основной нотой жизни человека. Дайте мне помочь вам, так говорит план логоса сердцу человека, стремящегося к духовности. Третий класс — это культурные люди, которые стремятся к каким-нибудь высоким целям, имеют какие-нибудь высокие идеалы. Их умственный горизонт расширился до понимания единства человечества. Перевоплощаются они два-три раза в каждой подрасе. Срок между воплощениями различный и может продолжаться до столетий и тысячелетий, в среднем 700-1200 лет. Четвертый класс — ученики учителей мудрости, сознательно творящие свое будущее. План логоса для ученика — жить во имя своего учителя, становясь с каждым днем все более благородным стражем и более благородным проводником той благодать, которую учитель создает для мира. Ученики добровольно отказываются от продолжительного блаженства в мире огненном, на который имеют право для того, чтобы ускорить свою эволюцию и перевоплощаются тотчас после смерти. Каждый из них имеет учителя, который сам выбирает для него семью и условия, в коих он должен родиться. На самой последней ступени, на ступени учителя мудрости, план логоса завершается вполне, и душа живет в невыразимом единстве человека и Бога. Не своей воли ищу, но воли Отца, молитва его действия. Пятый класс. Редкие цветы человечества, которые закончили свою человеческую эволюцию, достигнув богочеловеческого состояния, руководят нашей эволюцией. Они не нуждаются в перевоплощениях и воплощаются лишь по своему желанию для целей эволюции, для блага человечества. Когда учитель принимает рождение, он сам решает, когда и где ему родиться, ибо он абсолютный хозяин своей судьбы. Итак, сроки пребывания в иных мирах чрезвычайно различны. Условия могут меняться от нескольких месяцев до тысячелетий. Все зависит от развития и зрелости человека. Всякая жизнь есть определенный урок, определенное задание, которое нужно выполнить. Если человек был успешен в разрешении поставленной ему задачи, он двигается в своей эволюции быстрее, если он менее успешен, он много раз возвращается в те же условия, в ту же обстановку, в которых он не оказал успеха. Б. Шагаем по эпохам. Коренные расы и их подрасы выполняют свои роли в драме жизни, чтобы дать опыт нам. Вот почему иерархия вносит в подрасы физические различия и помещает их то среди гор, то по берегам морей. Вот почему иерархия посылает в подрасы различные аспекты единой истины, выраженной в религиях и философиях, которые появляются в различных подрасах под ее руководством. Представим себе душу, рождающуюся поочередно в каждой подрасе. Начиная с рождения в первой подрасе атлантов, какой своеобразный опыт будет у души, воплощенной в примитивном, великаноподобном человеке. И как различен будет этот опыт во второй подрасе, у горца, молчаливого и выносливого, чуткого к переменам солнца и облаков. Воплотившись в Толтека в Атлантиде или Перу, она будет иметь опыт администратора в одном из удивительнейших патриархальных правлений, которые составляли славу Толтеков. Такой администратор взял бы на себя всю тяготу забот о благосостоянии какой-нибудь деревни или провинции, учась при этом подавлять свою личность в пожизненном служении своим согражданам. В качестве туранского колониста человек привыкает странствовать в поисках за новыми землями и бороться с природой на новых поселениях. В качестве воинственного первобытного семита он учится быть прежде всего борцом, развивающим быстроту решения и сознающим, что его жизнь принадлежит не ему самому, а племени. Как мореплаватель и торговец в аккордийской подрасе человек познает магическую силу моря, он познает необходимость учитывать психологические моменты в распределении товаров и разовьет умственную силу в деловом соревновании. А затем, как китаец-земледелец, не оставляющий никогда фермы, унаследованные от предков, как близко узнает он немногочисленных жителей своей деревни, деля их заботой и горести и научась познавать внутренний смысл жизни вдали от шума войн и торговли. Следя за странствованиями души в ее новых рождениях, остановимся на ее появлении среди пятой расы. Наверное, жизнь в Индии оставила свой неизгладимый отпечаток на ней, дав ей нечто из присущего индусу философского и отвлеченного взгляда на жизнь. Позднее, в Древнем Египте, среди его практического и счастливого народа, не отдававшегося мечтам, она развивает другую сторону своей природы. И если бы человек родился арабом в самом сердце пустыни, неужели та пустыня не оставила бы на его душе своего отпечатка, снабдив его тонкую чуткостью, ощущением невидимой жизни в природе и ее величия. В качестве иранца, рожденного в цивилизации, направляющей его усилия к успеху путем торговых предприятий, он должен был научиться изобретательности и инициативе, и честному ведению своего промысла. Затем, как кельт, возможно, грек в Афинах, какое новое восприятие жизни возникнет у него, уверенного, что боги повсюду, как на воде, так и на суше, уверенного в своем божественном происхождении, рожденного для того, чтобы преобразить жизнь в искусство, имея идеалом всестороннее знание, которое развивает цельность природы и здоровое настроение сердца. Как римлянин, твердый в уверенности, что религия, семья и государство представляют одно, с глубоким чувством законности и готовностью подчиняться закону, чтобы научиться искусству управлять. Либо как француз или итальянец, чутко и быстро отвечающий на эмоции, увлекающийся идеями, как идеями, помимо всяких материальных соображений. Или же как ирландец, быть может, как потомок Таута де Данаан с его мечтательностью и интуицией, с его экзальтацией, чередующейся с грустью. А затем, рожденный как представитель тефтонской подрасы в Скандинавии или Англии или же в Америке, какие новые способности может приобрести его душа в добавлении к уже имеющимся свойствам? Практичность и благодаря научным исследованиям способность сверхличного суждения, добросовестность в деловой сфере и индивидуализм? А разве Бетховен, Вагнер и Шекспир не дадут ему нового понимания жизни? В будущей подрасе шестой, возникающей теперь в Австралии, Новой Зеландии, Америке и других новых местах, мы можем уже предсказать некоторые качества. Чувство братства и новое понимание отношений между родителями и детьми, сотрудничество в делах и в материальной эволюции, интуиция, умение подходить по-новому к мировым проблемам, освобождение от традиций старого мира, любовь к солнечному свету, свежему воздуху и ко всему, что сближает людей. Представим себе также, как различны должны быть опыты души в тех же самых подрасах, если она воплотится в тело женщины, выполняя женские обязанности. В ней разовьются новые чувства и новые точки зрения, без которых душа была бы, наверное, беднее. И так как человек должен обладать не только качествами, присущими людям различных положений и состояний, но и качествами, присущими разным полам, то он воплощается то в мужском, то в женском теле. Число воплощений мужских или женских зависит от способности души, притворять добрый жизненный опыт в способности. Обычно бывает не более семи и не менее трех воплощений подряд в одном поле. Так возвышаются и падают цивилизации, развивая в людях то или другое качество. Но в основе всего процесс перевоплощения. Цивилизации появляются и исчезают только для того, чтобы стать для нас полем опыта, дать нам новые переживания в различных жизнях. Они создаются из праха, им дается сыграть свою особую роль и затем или погружаются в пучины морские или разрушаются в огненном катаклизме. Но все они служат только сценами в драме, начертанной логосом для нас, дабы хорошо и верно исполняя в них наши роли, мы смогли бы когда-нибудь уподобиться и ему. Человек проходит поочередно через все эпохи и расы, через все культуры, через все общественные положения, для того, чтобы своим собственным усилием, своим собственным творчеством развить до полноты все те божественные свойства, которые заложены в нем как возможности. Каждая смена жизни подобно лекарству исцеляет какую-то нездоровую сторону человека. Не будет сиять камень недостаточно отшлифованный. Великие воплощения иногда сменяются как бы незаметными, кто знает, какой ценой предмет должен быть найден во время трудного пути. Царь может оказаться чернорабочим, и сапожник сенатором, смена воплощений по основам психическим, но не по земным отличиям. Знатные воплощения чередуются с трудовыми. Трудовое воплощение может повысить сознание превыше всех владык мира сего. Все области тяжкого труда полны наслаждений. Гонимые научатся большему, нежели гонители. В. Встречаемся через века. Каждая душа развивается под влиянием своей собственной отдельной вечности, но она следует по пути к осуществлению своей божественности не одна, но совместно с другими душами, которые она учится любить. Истинная связь любви между ними сохраняется навсегда, и каковы бы ни были их земные оболочки, истинная любовь пробьется через них как искра от одной души к другой. Физическое родство не так важно. Сила истинной любви всегда проявится как любовь и служение, каков бы ни был земной проводник души, намеченный для нее владыками кармы. Проследим два примера таких встреч, разделенных веками, две легенды о вечной любви. В первом примере души Л, К и Б связаны между собой тесными узами любви, выкованными за многие прошлые жизни. Л и К принадлежат к тем типам душ, которые имеют 1200-летнее пребывание в потусторонних мирах, тогда как Б принадлежит к типу, имеющему промежуток лишь в 700 лет между двумя жизнями на Земле. Ясно, что и Л и К не могут участвовать во всех жизнях Б. В течение того времени, когда Б имел 31 воплощение, Л имел их только 20, а К 24. Л встречает Б, и они становятся мужем и женой, но в этой жизни они не встречают К. Когда Л рождается вновь, он становится мужем К и Шурином Б, но в промежутке Л и Б оба имели по одной жизни, в которой они не встретили К. В течение 31 жизни Б встречает Л 12 раз, тогда как Л и К вместе, он встречает всего только 8 раз. Связь между Л и Б особенно сильна. Каковы бы ни были физические взаимоотношения, как мужа и жены, или жены и мужа, или как брата и сестры, или как влюбленных, которым не улыбается судьба, и они не могут вступить в брак, всегда душа говорит душе. В одной из жизнек в женском воплощении усыновляет маленькую девочку Л. Позднее Л в мужском воплощении усыновляет маленького мальчика К. Во втором примере можно проследить, как различно проявляются узы любви, существующие между субъектами Р и Д в течение 14 жизней, когда они встречаются. Когда Р меняет пол и два раза воплощается женщиной, любимый ею субъект в первом случае воплощается как ее сын, во втором как ее муж. Когда Д меняет пол и в течение трех жизней воплощается мужчиной, он в третьей жизни встречает Р тоже мужчину и между ними возникает чувство необычной взаимной симпатии дружбы. В другом воплощении Р священник и к нему приносят маленькую девочку сиротку Д для посвящения в храм. Через короткое время между ними возникает чувство горячей дружбы и священник становится ее духовным отцом и руководителем. Затем является жизнь, когда они вновь муж и жена. В двух следующих жизнях любовь вновь загорается в их сердцах, но их чувство протекает при тяжелых условиях. Следует жизнь, когда Д не встречается с Р и лишь в новом воплощении они опять соединяются как муж и жена. В настоящей их жизни они не встретились, но постановлено ли в плане владык кармы жить им врозь или вновь соединиться, все равно узы любви между душами остаются сильными и неразрывными, и несомненно, что они вновь встретятся в следующих жизнях, или как супружеская чета, или как отец и сын, или как друзья. Во всяком случае, они впредь будут встречаться любящими друг друга, способными проявлять всю любви, которая выражается преданностью и самопожертвованием ради любимого, независимо от проводников, которые им будут присуждены владыками судьбы. Г. Накопляем сокровище. Цель многообразного опыта многочисленных жизней человека — раскрытие разнообразных сторон нашего сознания. Полное выявление скрытых в нас в потенциальном состоянии силы, красоты и величия, которыми единая жизнь наделила каждого из нас. Индивидуальность человека слагается веками в продолжении его многочисленных жизней. Его стремления, его способности есть результат накоплений прежних жизней. Новая жизнь на Земле дается ему для того, чтобы он усовершенствовал свою индивидуальность, чтобы прибавил нечто положительное в чашу накоплений. В этом смысл человеческой жизни на Земле и в этом цель перевоплощения. Наблюдаемая разница в способностях есть результат большего или меньшего развития, большей или меньшей зрелости человеческой индивидуальности. Резкие различия в умственных и нравственных задатках, которые постоянно встречаются внутри семьи, объясняются тем, что умственные и нравственные качества принадлежат самой индивидуальности. Среди духовных странствований человек накопляет свой груз, который хранит среди своего сознания. В детском возрасте уже проявляются сведения и наклонности, которые нельзя объяснить никакими другими причинами, кроме прежних накоплений. Настояние наблюдений за многие жизни, сложенные в глубине сознания, называется спящей мудростью. Так называемый дар распознавания не есть дар, но следствие трудов и опыта распознавание приобретается многими накоплениями. Воображение есть отражение прежних опытов. Человек познал многие положения и тем утончил суждение свое. У некоторых людей чрезвычайно развита терпеливость, тогда как другие совершенно лишены этого качества. Причина в том, что обладатель терпения укрепил его во многих жизнях. Терпение принадлежит качествам особенно трудно заработанным как в земном, так и в тонком пребывании. Таким образом, терпеливый человек есть многоопытный труженик, но нетерпеливый есть новичок в жизни. Весь опыт прежних жизней и знаний их сохраняется в чаше, одной для всех воплощений, которые находятся в неприходящем теле, в бессмертном человеке. Помнить о своих прежних жизнях может лишь человек высокого духовного развития. Лишь для ученика учителя мудрости наступает однажды такой момент, устанавливаемый учителем, когда для него становится доступным понимание многих тайн, в том числе и тайн своих прежних жизней. Каждый человек носит и в себе тайну. Лишь редко приоткрывается завеса прошлого в земном существовании. Только перейдя за грань земли, человек просветляется в познании части своей тайны. Замечателен процесс, когда открывается чаша накоплений, память внезапно озаряется и прошлое встает во всей справедливости. Нетленное накопление может оказаться истинным сокровищем. Преждевременное знание воплощений очень вредно для восходящего духа, потому они так мудро скрыты природой, действующей всегда и во всем законам целесообразности. Часто преждевременное знание своих воплощений может остановить дальнейшее восхождение, ибо оно может ввернуть дух в бездну отчаяния. В случае раскрытия какого-либо предательства в прошлом или же усилить самомнение одно из самых преграждающих качеств. Потому следует благословлять мудрый покров тайны. Тем более, что по мере восхождения дух сам снимает покров этот, видит свои воплощения и смысл их становится ему понятен. В сущности, не все изглаживается из памяти человека, когда он появляется для новой жизни на земле. В первые годы жизни многие дети полны воспоминаниями о прошлой жизни, также и о пребывании между земными жизнями. Иногда они пытаются рассказывать о себе странные вещи, на которые не обращают внимания или относятся как к фантазии. Кое-какие воспоминания из прежних жизней бывают и у взрослых людей. Когда человек бывает поставлен в условия, аналогичные тем, которые были с ним однажды в одной из прежних его жизни, то по ассоциации идей он может вспомнить подходящие события из прежней жизни, соответствующие обстановке текущей жизни. Не все способны только дать правильную оценку такому воспоминанию. Человеческая эволюция есть эволюция сознания. Можно сравнить эволюцию человеческого существа с ожерельем, каждая буса которого есть одно из физических проявлений, нанизанное на нить духа. Но ближе представить себе эту эволюцию как сложную настройку, в которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. Можно рассматривать ряд воплощений как ряд отдельных жизней, но лучше смотреть на смену воплощений как на одну жизнь. Промежутки воплощений можно называть сном или днем. В прошлом может быть это сон, в будущем может быть день. Это зависит от успеха эволюции. Мы не умрем, но изменимся. Как же еще яснее сказать о вечной жизни? Неумирающий человек, феникс, возрождающийся из пепла, заповедан издревле. Жизнь не прекращается. поняв это, совершенно изменится отношение к земному существованию. Зная всю непреложность и вечность жизни, можно эту ценность положить на чашу весов. Только по знаниям краткости пути здешнего можно понимать величие беспредельности и научиться совершенствованию духа. Лишь понимание единства пути заставит людей жить красотою и умирать как путники, продолжающие свое странствование. Беспощадный рог судьбы превратится в зов космической жизни. Шестая легенда. Закон космической справедливости. А. Загадка судьбы. Говорится, от судьбы не уйдешь. Кто распоряжается судьбой человека? Кто наделяет одних людей счастьем, а других страданием, иногда на всю жизнь? Почему одни родившиеся в рубашке, которым все в жизни удается, а другие бедные макары, на которых все шишки валятся? Почему одни здоровые и красивые, а другие калеки от рождения и безобразные? Почему такое неравенство в удаче и неудаче, такой произвол счастье и несчастье? Наблюдая жизнь, можно прийти к выводу, что в мире нет справедливости, ибо сплошь и рядом мы видим, как страдают люди хорошие, а наслаждаются жизнью недостойные. Часто говорится о незаслуженном счастье и страдании. Но неужели в космосе, где все так стройно, так целесообразно и закономерно, неужели в таком космосе царит произвол и случайность, когда дело касается жизни человека? врожденное чувство справедливости в человеке протестует, восстает против такой явной несправедливости в жизни людей. Легенды Востока говорят, что о несправедливости в дарах судьбы рассуждают те, кто имеет в виду только одну данную жизнь человека. Легенда утверждает, что нельзя выводить суждение о случайности и произволе в космосе лишь по одному отрывку из вечной жизни человека только по последнему его воплощению. Они говорят, что все будет понятно, что все станет на свои места, если проследить жизнь человека в его прошлом, если рассмотреть ранее прожитые жизни его. Утверждается, что наша теперешняя жизнь есть точный результат наших предыдущих жизней. Так как наше неведение затемняет наше зрение относительно прошлого, события кажутся нам как бы появляющимися из пустоты, как бы случайными, но это иллюзия, и происходит она от недостатка нашего ведения. Люди, незнакомые с космическими законами, не видят, из каких причин исходят жизненные события, а результат неизвестных им законов считают хорошей или дурной судьбой. Много жизней человек прожил на Земле, и в них он думал, желал, действовал, то по-хорошему, то по-дурному. Он создавал силы, которые помогали или задерживали как его, так и других. Каждый из нас, когда вступает в эту жизнь, приходит из далекого прошлого, обнимающего многие жизни, и когда мы беремся снова за нашу земную задачу, мы приносим с собой нашу судьбу, такую, какую мы сами создали. Легенда настаивает, что случайностей в мире нет, что все происходящее связано с предыдущей причиной, что мир, в котором мы живем, все же есть мир закона, справедливости и порядка. Б. Что посеешь, то пожнешь. Да, малой земной справедливости нет, но зато существует великая космическая справедливость. Эта космическая справедливость осуществляется законом причин и следствий, законом кармы. Это есть безошибочный закон воздаяния, который говорит, что посеет человек, то и пожнет. Согласно этому закону, страдающие в жизни и наслаждающиеся жизнью одинаково пожинают плоды того, что они посеяли. Если человек живет счастливой жизнью, то он заслужил ее прежней хорошей жизнью, а если он ведет жизнь недостойную, то он готовит себе будущее страдание. Космическая справедливость воздает каждому по делам его, и есть обратный удар за добро добром и за зло злом. Это воздаяние людям за их поступки производит космический закон. Око за око и зуб за зуб. Как аукнется, так и откликнется. Как постелишь, так и выспишься. Не плюй в колодец, придется воды напиться. Эти изречения народной мудрости относятся к закону кармы. Судьба человека складывается его делами, по которым закон кармы является соответствующей результатой. Следствие поступков, слов, желаний и мыслей человека неизбежно возвращаются к нему. Либо в виде наказания и страдания, либо в виде счастья и радости. Карма есть порождение человека. Вся его жизнь есть результат его кармы. Следовательно, человек исключительно сам творит свою судьбу. Когда человек кричит «За что?» он не думает ни о прошлом, ни о будущем. Он ропщет на свою судьбу, но забывает, что сам суровым наказанием себя карает. Человек не должен обвинять небеса и судьбу за явную несправедливость, царствующую среди человечества. Он сам свой спаситель и разрушитель. В задолжал расплачивайся. Легенда говорит, что ничто не проходит бесследно. Каждый поступок человека, каждое слово, каждое его желание и даже каждая мысль запечатлеваются автоматически на невидимых нам скрижалях. Все заносится в книгу жизни человека и за все раньше или позже приходится отчитываться. Таким образом, ничто не может коснуться человека, чего бы он не заслужил сам. И недостаток памяти и знания с его стороны не может воспрепятствовать выполнению закона. Ни в каком случае человек не может пострадать, не заслужив того. Не извне приходит то, что принято считать кармой. Вредящий прежде всего вредит себе. Откуда столько несчастных? Они перевоплотившиеся предатели, воры, убийцы. Обычно в сумме их найдутся старые долги, явно несут они плату. Мудрый философ, проданный в рабство, воскликнул «Благодарение! Очевидно, могу заплатить древние долги». Император прозванный «Золотым» ужасался. Роскошь преследует меня. Когда же смогу заплатить долги мои? Так мудрые люди мыслили о скорейшей уплате своих долгов. Они понимали, что бывшие жизни, наверное, не обошлись без задолженности. Часто легкая карма является тяжким испытанием, ибо чрезвычайно редко, чтобы человек мог подняться среди благополучия на следующую ступень духовного совершенствования. Лучше быть платящим, нежели получающим, ибо каждая плата кончает прошлое между тем, как получение может снова связать. Человек может идти по своему пути так, как он находит нужным. Кто пошел по правильному пути, тот и придет к цели. Каждое искривление отнесет от прямого пути. Когда путник заблудился в зарослях, ему приходится преодолевать многие препятствия. Избыток самомнения и недостаток знания порождают массу ошибок, за которые приходится расплачиваться. За каждой ошибкой неизменно будет следовать страдание, до тех пор, пока человек не поймет, что нарушать космические законы нельзя. Страдание есть главный учитель человечества. Человек, не знающий космических законов, не сообразуется с ними и направляемый эгоистическими побуждениями совершает поступки, которые причиняют ему страдания. Таким образом, незнание космических законов является для человека источником постоянных страданий. И до тех пор, пока он этих законов не будет знать и будет их нарушать, он будет страдать, его будет сознавать свою плохую карму. Наблюдая жизнь людей во всем мире не будет привлечением сказать, что в большинстве этих жизней больше плохой, чем хорошей кармы, то есть, что в общем больше утомительного труда и печали, чем счастливой деятельности и радости. На современном уровне человеческой эволюции в запасе собранных всеми нами сил заключается больше страдания, чем удовлетворение и радости. Наш дурной баланс превышает хороший, ибо в прошлых наших жизнях мы не хотели руководствоваться мудростью, предпочитая вести эгоистические жизни, не заботясь о том, вредны ли мы кому-нибудь нашим эгоизмом. Карму создает не только каждый человек отдельно, но и различного рода коллективы. Создавая свою карму, человек связывает себя при этом с другими людьми, становясь таким образом членом различных групп – семейной, национальной, расовой. Как член этих групп он участвует в карме каждого коллектива. Поэтому, кроме своей индивидуальной кармы, человек может иметь карму семейную, групповую, партийную, народную, государственную, общечеловеческую. Групповая карма образуется действиями и стремлениями к достижению какой-нибудь цели семьей, обществом, определенным классом, партией и так далее. Все, принимавшие участие в образовании подобного рода кармы, должны будут встретиться не только со своими противниками, которым они причинили какой-нибудь вред, но и между собою, чтобы распутать те узлы кармы, которые когда-то были ими же завязаны. Карма больших коллективов, как народ и государство, ввергает народы в такие коллективные бедствия, как война, г. Пути создания кармы. Некоторая часть кармы, которую человек создает в своей текущей жизни, погашается в той же жизни. Остальная часть откладывается до того времени, когда создадутся условия для ее погашения. Таким образом, по времени исполнения карма бывает зрелая, это та часть из общего количества нажитой кармы, которая владыками кармы определена к изжитию в текущей жизни, и поэтому она неизбежна. Накопленная – это такая, которая по разным причинам не могла быть ни изжита, ни погашена, так как требует для своего погашения особых условий. Эта карма всегда доступна изменению. Зарождающаяся – это та карма, которую мы создаем своими поступками, желаниями и мыслями в продолжении текущей жизни. Это посев для будущего. Есть несовместимые между собой виды кармы, которые не могут быть изжиты в одном и том же теле, но требуют различных физических тел для своего проявления. Иногда образуется обязательство по отношению к каким-нибудь людям, которые для этого должны снова встретиться. Иногда карма должна осуществляться среди определенного народа или определенного общественного положения, ибо когда-то было положено основание для подобного рода кармы. Поэтому для каждой души при ее воплощении делается тщательное прилаживание условий жизни. Это производится владыками кармы, теми невидимыми разумными существами, которые управляют великим законом космической справедливости. В плане логоса они действуют как распределители кармы. С всеведущей мудростью владыки кармы выбирают и соединяют различные части кармы человека, чтобы образовался общий план данной его жизни. Они не вознаграждают и не наказывают. Они только приспосабливают собственные силы человека, идущие из его прошлого, так, чтобы его карма содействовала его движению вперед в эволюции. Чтобы не дали владыке кармы человеку радость или горе, благополучие или несчастье, они имеют в виду только истинную цель человека, которая на настоящей его стадии состоит не в том, чтобы быть счастливым или несчастным, но чтобы прогрессировать по линии, намеченной планом эволюции. Так владыки кармы распределяют карму людей с бесконечным состраданием и с бесконечной мудростью, но не отступая ни на волос от справедливости. Они строят для одной души тело, подходящее для гения, а для другой тело, подобное бревну. И не их дело заботиться о счастье или несчастье человека, его добром или злом характере. Их единственная забота подвести человека на шаг дальше по пути эволюции. Содействие и затруднения, радости и горести, возможности лишения вот кирпичи, которые готовит эго для своей временной обители. Владыки кармы не прибавляют ничего и не отнимают ничего. Они лишь распределяют силы, творимые душой, так, чтобы конечная цель человека была бы достигнута возможно скорее в период прохождения им цикла рождений и смертей. Создавая карму, мы имеем дело с силой и ее последствиями. Сила та принадлежит или плотному миру действия, или тонкому миру желания, или огненному миру мышления. Мы пользуемся всеми тремя видами силы. Устремляясь, мечтая, думая, желая, действуя, мы приводим в движение силы всех трех миров. С каждым поступком, с каждым желанием и с каждой мыслью человек меняет свое отношение к космосу и отношение космоса к себе. В сущности, вся карма имеет свое начало в мысли человека. Карма творится, утяжеляется и облегчается главным образом мыслями. Мысль наиболее могучий фактор в создании кармы. Именно наши побуждения и мысли творят карму, а поступки факторы второстепенные. Мотив гораздо важнее, чем сам поступок. Поэтому люди слагают большую карму не внешней, а внутренней жизнью. Внутренняя жизнь влияет на карму в 100 крат больше. Любое преступление является только малой частью внутренней подготовки, которая бывает часто очень длительной. д. Как жить, чтобы святу быть? Если закон кармы есть закон возмездия, то надо ли брать на себя исполнение этого возмездия? Легенда предупреждает, что сам человек не имеет права брать на себя выполнение закона кармы, ибо этот закон не приложен сам по себе. Человек не должен мстить за причиняемую ему несправедливость. Этим ведает высший суд, закон кармы. Слова «мне отмщение и аз воздам» относятся к закону космической справедливости. И кто из нас может знать, что полученный нами удар не есть заслуженный обратный удар кармы? Возвращая же этот удар с местью в сердце, мы тем самым не только не исчерпываем свою карму, но продолжаем ее и даже усиливаем в тяжком для нас направлении. Поэтому мы должны прощать нашим личным врагам, иначе мы не выйдем из заколдованного круга кармы. Легенда говорит, что уничтожение земного врага посредством убийства есть создание сильного врага в тонком мире. Древние говорили врагу если убьешь тем хуже для тебя. На небе битва удобнее и там поражу тебя. Так своеобразно выражали древние вечность жизни и непреложность кармы. Но противиться злу мы должны указует легенда. Противление злу есть необходимые условия эволюции. Есть много способов противиться злу не усугубляя карму. Прежде всего силами духа. Отпор врагу нанесенный без злобы в сердце по существу в остократ мощнее. Долг каждого духовно развитого сознания всегда быть на страже и по мере сил пресекать зло. Человек призван к мировому строительству посреди хаоса и должен воспитывать в себе мужество вечного дозора и участие в космической битве. Неустанно происходящее вокруг него. Если он не хочет, чтобы его затопили волны хаоса, он должен быть всегда готов противостоять всякому закону. Мы не можем стать непротивленцами злу, не став в то же время предателями всего человечества. По мере того, как изживается жизнь человека, карма погашается. Но в то же время создается новая карма. В зависимости от мудрости человека будет и качество этой новой кармы. Если его страдания научат его безропотности и симпатии, если его горести и тревоги побудет его исправить содеянные им ошибки, если он заплатит свои кармические долги разумно, разумно, в таком случае его новая карма будет хорошей, а не дурной. Но если он ожесточится и вследствие этого причинит бедствие другим, в таком случае его карма будет плохой. Человек, удрученный всевозможными горестями и несчастьем, не должен роптать на своих ближних и на отсутствие справедливости, ибо суть его затруднения результаты его же прошлых ошибок и прегрешений. Надо принять их стойко, с покорностью и смирением и таким отношением устранить от себя многие тревоги и мучения, которыми незнающие закона еще более усиливают бедствие своей жизни. Будущее человека зависит от его собственных усилий, и тот же закон, который несет ему страдания, принесет ему с такой же неизбежностью радость, если он посеет добрые семена. Человек сам делает свою карму, создавая одинаково как свои способности, так и свои ограничения, и действуя этими созданными им же самим способностями и сталкиваясь с вызванными им же самим ограничениями, в его власти усилить или ослабить свои способности, расширить или сузить свои ограничения. Цепи, связывающие его, скованы им самим, и он может либо распилить их, либо стянуть их еще сильнее. Таким образом, мы все господа нашего завтра, как бы мы ни были стеснены сегодня результатами нашего вчерашнего дня. Нерушимость и неизменность космических законов является необходимым условием для верного успеха и для ясного предвидения своего будущего. Человек может сделаться господином своей судьбы только потому, что он живет в мире управляемым законом, где знание может дать человеку проникновение в деятельность своей души и силу направлять свое будущее, строить и личный свой характер и будущие условия своей жизни. И тогда знание закона кармы становится для него силой поддерживающей, поднимающей и вдохновляющей. Обычно большинство из нас, выплачивая кармические долги, создают себе смешанную новую карму, соединяющую хорошее с дурным, но у более мудрого из нас будет большее количество хорошего, чем дурного. В сущности, пока человек не отнесется сознательно к плану эволюции, не может быть для него больших перемен из жизни в жизнь. Подъемы и падения удачной и неудачной судьбы, горести и радости чередуются в изживаемых жизнях. И только тогда, когда человек определенно решается следовать плану Логоса, жить не для себя, а для своих собратьев, тогда начинает ускоряться его эволюция. Тогда его прогресс становится быстрым, увеличиваясь как бы в геометрической прогрессии. Мы не должны воображать, что судьба, выбранная для индивидуума, не поддается изменению. Человек может изменить свою судьбу, реагируя на обстоятельства необычным образом. Безудержным устремлением вперед, к совершенствованию, человек может свою карму обогнать, и она его не настигнет. Остановившийся в своем развитии получает полный ливень кармы. Когда человек, стремясь к совершенству, не развивает свои духовные силы, направляя их на пользу эволюции и для блага ближнего, он не только погашает всю свою карму, но облегчает от последствий дурной кармы все человечество. Силы света, силу закона свободной воли, не вторгаются в кармы человеческие. Но, повинуясь другому великому космическому закону, закону жертвы, они часто принимают на себя карму человеческих ошибок, заблуждений и преступлений, освобождают человечество от тяжести его кармических последствий. Они являются, как Христос, теми искупителями, которые время от времени появляются в мире, чтобы дать необходимый толчок эволюции человечества планеты. Седьмая легенда. Боги пришли с Венеры. Это случилось давно, невообразимо давно. Тысячелетиями измеряются шаги нашей молодой истории. А что значит давно в космическом масштабе? Космические шаги исчисляются миллионами земных лет. Итак, 18 миллионов лет тому назад это была заря зарождения физического человечества. Тогда в нашей Солнечной системе произошло событие воистину космического значения. Боги спустились с небес на землю. Что такое боги? Разве есть в природе что-нибудь выше человека? Человек знает многое ниже себя. Сперва животное, затем растение, еще ниже камень, а может есть и выше? Камень переходит в растение, растение становится животным, животное развивается в человека, а человек, а может быть следующая ступень, это божественное существо? Нет ничего законченного в космосе, все изменяется, развивается, совершенствуется, и мы уже знаем, что космос беспределен. Так может быть в размахе космическом все возможно? Итак, слушай легенду. Она повествует о том, что тогда произошло. Ни один человек не видел, как пришли на землю божественные существа, но легенда знает, она знает от них самих, от тех, кто называется кумарами. Как человек не есть последняя ступень, в цепи существ. Также земля людей не есть высшая планета в Солнечной системе. Существуют планеты сверхчеловеческие Венера, Юпитер, на целую ступень, опередившие нашу Землю. Семь великих духов, семь кумар пришли тогда с Венеры. Ты помнишь сказание о том, как космос был создан иерархией строителей? Также управляется Вселенная великой иерархией творческих сил космоса. Принцип иерархии заложен во всех космических проявлениях, он есть вечный и неизменный закон мироздания. Множество иерархов различных степеней власти и могущества принимают участие в управлении космосом. Иерархия не есть принуждение, она закон мироздания. Вся Вселенная насыщена принципом иерархии. Подчинение низшего высшему лежит в основе космоса. Поэтому человечество, будучи частью космоса, не может отделиться от этого принципа. Существует единая цепь иерархии света, продолжающаяся в беспредельность. Все истинные носители света, появляющиеся и пребывающие еще и сейчас на нашей Земле, суть звенья ее. Братья человечества работают с космическими энергиями в соответствии со всеми течениями светил. Кто же они, эти иерархи, называемые великими белыми братьями? Все они были когда-то людьми в других мирах, в предыдущих манванторах. Они, бывшие люди, выросшие в богов. Нет богов, которые не были бы когда-то людьми. Каждое существо должно завоевать себе право стать богоподобным путем личного опыта. Все иерархи должны были пройти через человеческую ступень. На протяжении многих и многих жизней проходили они тяжкую тропу человеческой эволюции. Только этим путем выковываются водители человечества. Если они не пройдут страдания земные, они не могут отзвучать на людские страдания. Если они не познают пот труда, они не смогут руководить людьми в их работе. Самотвержение, милосердие, сострадание, мужество хуются в жизни. Ничто отвлеченное не может слагать силу духа. Каждый иерарх должен пройти человеческую эволюцию, чтобы затем встать во главе той или иной планеты. Махатмы — это великие души, завершившие свой земной путь. Это значит достигшие нирваны высшей ступени бытия, но и отказавшиеся от нее для утверждения человеческой эволюции. Они пришли на нашу планету тогда, когда человечество находилось в младенческом состоянии. Они пришли к нам, чтобы быть нашими учителями, нашими наставниками. Они пришли помочь человечеству на пути его от зверя-человека к Богу-человеку. Они пришли, чтобы проводить план Логоса на земле. Ибо расцвет и падение цивилизации не есть механическое развитие. Народы появляются и исчезают соответственно божественному плану. С самого начала существования человечества Логос предначертал, какие расы и народы и какие подходящие для них религии и науки появятся одна за другой на земле. Исполнителем же его воли на нашей планете и является великое белое братство, которое и приводит его план к осуществлению. Случайность не может руководить прогрессом человечества. Мир управляется космическим разумом. Венец космического разума есть коллективный разум иерархии света. Великие братья являют все избранные пути для прогресса. Они являются двигателями эволюции. Их творчество веками ведет человечество. Иерархия света, принесшая свет на заре человечества, продолжает приносить его и на всем протяжении медленного процесса эволюции. Великие кумары пришли на землю для ускорения эволюции человечества. Не вмешиваясь насильственно в нашу карму, они дают нам эволюционное направление. Их деятельности постоянно мешают нежелание людей, но так как они не могут насиловать волю людей, они действуют с безграничным терпением, вдохновляя и направляя все и всех, наблюдая за человечеством с бесконечной любовью. На протяжении эонов они неустанно появляются на всех поворотных пунктах истории нашей планеты, на пороге всех рас, всех великих событий. Они воплощаются во всех расах и народностях, как основатели религий и философии, как великие мудрецы и наставники народов. Они принимают земную оболочку, чтобы каждый раз дать новый сдвиг сознанию человека. На всех путях человечества стоят эти руководители, эти огненные хранители света. От них исходит все направление мышления. Они дают человечеству основу сознания и руководят ростом его. Они продвигают сознание человечества к пониманию космических законов. Они напитывают сознание людей единой истиной, приносимой ими в одеяниях разных философий и религий в соответствующих времени. Все великие учения, все религии, все философии исходили из единого источника. Неисчерпаемая чаша мудрости хранится в нерушимой твердыне. Вековые хранители ее знают, когда и сколько капель нужно пролить из нее, чтобы омыть сознание человечества. Всегда, во все времена, давалась миру та часть истины, которую человечество могло воспринять. Человечество черпало свою мощь не из самого себя, но из великой иерархии. Ей мы обязаны всем самым ценным, самым высоким, самым насущным. Если бы не великое самопожертвование этих величайших духов, и если бы не усилие их учеников и близких, то человечество наше находилось бы и по сейчас в состоянии пещерных жителей. Без этого водительства человеческая эволюция не только задержалась бы на миллионы лет, но явило бы не раз полное крушение. Во всей истории человечества можно видеть осознание высшего духа, святого духа утешителя и множество других наименований. Свидетельство всех веков и народов. Не может ошибаться все человечество. Под различными названиями люди ощущали то же самое высшее и прекрасное начало. Можно находить самые разнообразные признаки великой действительности, сохраненные народами. Это не корыстное внушение, но осознание правды. Об ангелах-хранителях знали все народы и сохраняли предания тысячелетиями. Все учения знали о мощных покровителях человечества, которые водительствовали народами. Существует твердыня знаний и любви. Существует братство махатму, этих старших братьев человечества, посвятивших себя великому знанию во имя общего блага и следящих за эволюцией мира. Все великие открытия, все великие идеи неизменно исходили и исходят из этого источника знаний света. Этот маяк человечества существует и не в заоблачных сферах, но на нашей земле. Есть среди грез одиноких одна, больше всех на земле одинокая. Есть среди стран заповедных страна, больше всех для стремления далекая. В радостный миг неземной полноты эта греза зорницей светится, счастлив, чьей доле приход темноты этой ласкою звездной отметится. Юргис Болтрушайтис Книга вторая Современные легенды Семь сказаний о конце темной эпохи Сотворенные великими душами Востока в наше время между двумя мировыми катастрофами созданными безумием человеческим Да не будет третьей Первая легенда Планета Земля больна Сказания о безумии человеческом В космическом шествии времени проходят десятки и сотни тысячелетий А за ними и миллионы лет И жизнь далеких времен становится легендой Далекое прошлое человечества стало для нас легендой А будущее Как беспредельность прошлого Так существует беспредельность будущего Что мы знаем о нем И далекое будущее для нас тоже легенда Так между двумя легендарными беспредельностями прошлого и будущего проходим мы краткое мгновение настоящего Через некоторое время и это наше разумное и рациональное настоящее превратится в архаическое и примитивное прошлое и тоже станет легендой А издали многое кажется совсем не таким каким оно казалось вблизи И очевидность настоящего становится миражную перед строгими величественными контурами космической действительности Посмотрим на нас на нашу современную жизнь глазами далекого будущего глазами легенды Ведь по отношению к этому далекому будущему мы сейчас живем в далеком прошлом осмыслим настоящее с точки зрения вечности и беспредельности Найдем свое место в великой космической действительности неизвращенной миражом очевидности Послушаем что говорит о нашем времени далекое будущее языком иерархии языком легенды Люди так называемого 20 века гордились своими достижениями Они были горды своей цивилизацией забыв что когда-то цивилизация Атлантиды была не менее великолепной но погибла без остатка из-за неразумия человеческого Да многое было забыто в той высокомерной эпохе Может быть даже нарушено Кто знает Люди конца темного века Кали-юги не хотели знать о том что в космосе нет ничего случайного Они не хотели знать что на заре космического проявления Вселенной Логос разработал план эволюции космоса на всю Манвантору и что план Логоса для людей нашей планеты состоит в развитии сознания от животного темного сознания в начале человеческого пути до светлого божественного в конце его И поэтому люди того времени совсем не заботились о качестве своего сознания И так оно далеко отстало от уровня намеченного планом эволюции Основные свойства сознания человеческого почти не изменились в течение последних тысячелетий ум ушел вперед создал чудеса техники а сердце человека застыло на уровне каменного века оно осталось каменным тот век назван современниками веком достижения науки и техники осчастливил ли он человечество стали ли тогда люди любить друг друга больше чем в примитивной эпохе нет ускорение механических открытий не облагородило жизни но зато с помощью науки и техники люди совершенствовали способы брата убийства механизировали их автоматизировали и сделали их воистину массовыми люди того времени утеряли способность мыслить об основах жизни ведь столько эпох множества душ устремлялись к явлению быта но не бытия самые высшие истины не вызывали внимания но множество пустых ничтожных соображений занимало человеческое сознание ничтожное заслонило великое забыв об основах человек эпохи науки и техники забыл о своем назначении лишил себя пути совершенствования ушел от истинного созерцания мира уничтожил все высшие стремления отбросил этику духа и заключил себя в духовную неподвижность и стук машин окончательно заглушил голос духа и последний вопль сердца человеческого люди пренебрегли космическими законами человечество оторвалось от высшей воли разобщилось с высшим сознанием от противодействия иерархии зародилось большое зло религии периода конца Калии юги выродились вместо пользы стали приносить вред служители культов извратили великие истины преподанные основателями религии через три столетия после ухода Будды учение наполнилось религиозными спорами не прошло века как христианство проявило крайнюю нетерпимость последнее возглашение Магомета началось с фанатизма религиозные споры уничтожили смысл учений и жрецы и брамины и священнослужители все искажали космическое назначение суеверные последователи вместо устремления к общему благу стали ограждать заветы отрицаниями получилась губительная формула наша вера лучшая или мы верные они же все неверные отсюда один шаг до крестовых походов до инквизиции и до кровавых морей во имя тех кто осуждал убийство и люди отошли от извращенных религий ринулись в безбожие прониклись так называемым научным мировоззрением но и молодая наука того времени не научила как жить не охранила от брата убийственных войн и не уничтожила человека ненавистничество материальная наука стала отрицать все грубым глазом невидимое невежды стали утверждать оскорбительное суждение обо всем что им недоступно наука позволила себе тупо ограничивать и отвечать о том чего не знает так ложная наука препятствовала познанию мироздания антагонизм ученых тормозил эволюцию ведь совершенно исключается эволюция где не признается возможность познавания беспредельного точно во времена религиозных войн и гонений смелые прозорливые познаватели должны были прятаться как алхимики от инквизиции ведь сущность инквизиции преследование необычного темные инквизиторы средних веков пытались заключить вселенную в темницу неподвижности также и разные стороны 20 века находились под инквизиционным давлением да нетерпимость есть зло не может быть доброй нетерпимость она непременно содержит в себе и ложь ибо скрывает правду человек утверждающий что служа своему идеалу он уничтожает все другие не совпадающий с этим путем есть разрушитель основ эволюции и планетная жизнь того времени разделилась по границам бесчисленным ненависть между людьми приняла необычные размеры вражда старых родов была детская игра сравнительно со злобой тогдашнюю век науки и техники стал периодом постоянных войн очень разновидны были такие войны но един был принцип их вражда везде и во всем человеконенавистничество дошло до тотальных способов уничтожения ложь и тьма наполнили конец кали-юги но невозможно пребывать в злобе не отравив сознание люди своим гадким и злобным мышлением отравляли окружающее и притворяли его в хаос мыслящие обитатели планеты не хотели знать никакой ответственности ведь предполагалось что они венец планеты но в венце вместо драгоценных камней оказались угли и вред был в планетарном размере мышление было настолько отравлено ядом самомнений и злобы что нарушилось все космическое равновесие каждое проявление жизни было наполнено ядом созданным человеческую средою следствие человеческих деяний как газы отравляли землю таково было самопроизводство яда оно равнялось убийству или самоубийству эманации человеческих действий напитали земную кору кристаллы мрака мышления человечества насытили ее слои которые человечество творило окружая ими планету становились все более и более уплотненными атмосфера земли образовала как бы кору испещренную темными пятнами эта крепкая сфера окружила землю тисками она представила сопротивление тверже камня зная насколько миры нуждаются в питании высокими энергиями можно себе представить следствие такой изоляции люди планет не могли проникать через загрязненную ауру земли удушливые газы от нагромождения низших слоев тонкого мира отрезали планету от миров могущих нести помощь сферы земные зараженные удушающими газами не могли пропускать токи огненные человечество своими деяниями запретило космическим силам входить в орбиту планеты когда дух человечества находится на ступени отрицания то силы космоса не могут проявиться высшее излучение тогда не доходили до земли обособленность человечества уничтожила провода от высших сфер невозможно было считать такое состояние мира нормальным планета была больна легко представить что планетное тело может болеть подобно всякому другому организму как можно было назвать такую болезнь планеты лучше всего горячкое отравление состояние земли требовало неслыханного врача мы братья человечества постоянно напоминали об опасности происходящей от несоизмеримости и нецелесообразности человеческого поведения каждый совет наш давался много раз но жизнь людей не изменялась перед бедствиями мировых войн было дано множество предупреждений даже не очень дальнозоркие люди замечали их но безумие ослепляло большинство так же призывалось человечество и в дни кончины Атлантиды к сожалению то время совершенно соответствовало последнему времени Атлантиды те же войны те же предательства и духовное дичание атланты тоже владели воздухоплаванием они употребляли мощные энергии они изощрялись в убийственных орудиях в 20 веке гордились крохами цивилизации так же точно атланты умели промчаться над планетой чтобы поскорее обмануть друг друга так же восставали против иерархии и удушались собственным эгоизмом так же нарушали равновесие подземных сил и взаимными усилиями создали катастрофу жестокую карму сложили люди конца калий-юги не желая помыслить о сущности творимого ими мир покрылся язвами человеческих пороков и порождений мир погрузился в следствие созданные человеческими деяниями газы образованные духовным удушием человеческих построений запрудили пространство и окутали планету во мрак слои земные и подземные насытились явлениями созданными злодеяниями человечества деяния человеческие привели человека к своему руку нельзя безнаказанно убивать миллионы людей не учредив самую тяжкую карму даже если эта карма не будет личная тем хуже если она умножает карму стран и всей планеты люди решили наполнить тонкий мир множествами не в срок пришедшими нельзя наполнять низшие слои тонкого мира ужасами несовершенной кармы нельзя думать что это не отразится на состоянии планеты никто не подумал тогда какие последствия явятся для самих себя нужно при всякой болезни изучать симптомы ее так мы обращали внимание человечества на многие космические знаки очень больна была планета что же случилось тогда чем кончилась болезнь планеты земля выздоровлением или катастрофой не обо всем можно говорить остановимся на время вернемся в настоящее и посмотрим более внимательно на то что происходит тоже глазами иерархии каждый день усиливается напряжение среди людей и природы природа больна людскими безумиями судороги планеты учащаются уже можно видеть как нарушены гармонические вибрации и планета содрогается в толчках жара и холода уже несколько десятков лет происходят ежедневные землетрясения уже несколько десятков лет земля находится в непрерывном трепетании в нарастании волн трепета земли можно бы насторожиться и помыслить все ли в порядке землетрясения извержения бури туманы обмеления нарушения климата болезни обнищания войны восстания неверия предательства каких еще признаков грозного времени ждет человечество не нужны пророки самый ничтожный писец может сказать что не собиралось никогда столько страшных предвестников разложения земли но глухо ухо и затемнены глаза уже видите как одним ураганом погибают тысячи людей явление зловещих бурь разве оно не заставит человечество подумать откуда такая неуравновешенность что не только ураганы землетрясения но и наводнения могут достигать высших размеров скажут что миллионы людей уже погибали но сознание продолжает ухудшаться справедливо было бы спросить человечество во сколько десятков миллионов жертв оно оценивает перемену сознания много раз мы указывали на потерю равновесия в условиях земли если люди не обратят внимания на эти растущие смены небывалого холода и жара то вероятно скоро им придется испытать огненные восстания действия человечества вызывают подземные огни на поверхность планеты огненные энергии стучатся в темницах своих приходит срок когда они или приложатся разумно или должны будут излиться в огненной болезни или в космические катаклизмы люди не думают что огненные энергии зальют планету как естественное следствие закона природы нарушение равновесия планеты вызовет многие манифестации не только могут быть зримы новые небесные тела но сам химизм светил может измениться и поражающе подействует на обитателей земли и так когда люди утешатся базарами и ярмарками уже готовятся грозные события просыпаются вулканы велики огонь ищет выхода знают об этом люди и не поступаются ни одной привычкой на пороге смены калий юги мы все должны понять что самое светлое будущее возможно но лишь зло людское может препятствовать наступлению светлой эпохи людям дается полная возможность вступить в счастливую эпоху великих открытий но если свободная воля удержит их от новых продвижений они могут создать катастрофу любого размера злая воля может толкнуть народы к планетным катаклизмам история земли может кончиться гигантским взрывом к этому направлены усилия врага рода человеческого Люцифера вторая легенда князь тьмы легенда о Люцифере почему человечество дошло до такого мрачного состояния почему наша планета очутилась на краю гибели неужели люди являются такими злыми сами по себе неужели зло коренится в природе человека легенда утверждает что в этом повинен также хозяин земли Люцифер послушаем что повествует легенда давно давно на заре человечества на нашу землю пришли высокие духи эти божественные существа пришли чтобы ускорить эволюцию планеты и ее человечество вместе с ними пришел на нашу планету и Люцифер он также вначале участвовал в пробуждении в человеке его высших способностей он тоже вначале был светодателем и по космическому праву он был истинным хозяином нашей земли он был князем мира сего в полном значении этого слова но Люцифер не был высшим среди своих собратьев когда ему пришлось облечься в земные плотные оболочки дух его не удержался на прежней высоте в беспредельном совершенствовании не исчезает ни одно человеческое чувство наоборот все чувства растут беспредельно они или преображаются в высшее восприятие в добре или же утончаются во зло когда Люцифер достиг сознания своего потенциала неограниченной мощи и нерушимости когда он овладел многими космическими тайнами силами когда он почувствовал что может стать создателем того или иного мира когда он увидел невежественность масс окружавших его тогда нужна была огромная сила сердца чтобы удержаться от многих соблазнов и прежде всего от гордыни духа а Люцифер не обладал всеми совершенствами он не смог побороть в себе чувство гордыни и ревности к другим светлым духом когда человеческое естество в нем взяло перевес над божественным он возревновал он начал губительную борьбу против великих собратьев отход Люцифера от пути света наметился уже во времена Лемурии его восстание зародилось в конце третьей расы падение Люцифера началось с первых времен Атлантиды его окончательное падение совершилось в четвертой расе во всех последующих веках он явился ярым противником своих великих собратьев великая битва в четвертой расе между сынами света и князем тьмы упоминается во всех древних традициях она 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 окончилась победой первых и гибелью Атлантиды индусские сказания увековечили князя тьмы во многих образах наиболее известный среди них облик царя Раванны с острова Шри-Ланки Цейлон он показан противником богоподобного царя Рамы героя эпической поэмы Махабхарата и похитителем его жены Ситы в чем было восстание Лицифера став хозяином земли он задумал вести развитие человечества своим особым путем он пошел против закона эволюции или воли космоса он не пожелал сотрудничать с другими планетами он захотел остаться в пределах земли как создалась эта психология в особленности но в каждом крупном феодале имеется пример случившегося кроме того зерно духа Лицифера в потенциале своем заключало все тождественные энергии заложенные в ядре нашей планеты и этот факт был для него роковым ибо тем самым он был особенно привязан к земле восстание Лицифера и проведение плана обособления земли вызвало сопротивление белого братства оно оказало противодействие Люциферу и все время выправляло курс корабля нашей планеты восстание Люцифера дало миру Христа восстание Люцифера вызвало появление других великих учителей до Христа и после него в то время когда Люцифер превозносит свет одной земли Христос указывает на красоту всего мироздания Христос показал преимущество движения за пределы земли Христос говорил могу переночевать на прекрасной земле чтобы продолжить путь и так один восхитился только материей другой же идет к мирам возможностей света Люцифер предпочел оградиться от соседей а великие белые братья строят вечное движение они говорят к чему одна земля когда осуждены все миры они создают правильный путь человечества когда широким сотрудничеством с дальними мирами будет заложен настоящий обмен но при единстве бытия при законе взаимообмена всякая обособленность приводит лишь к отмиранию или смерти потому Люцифер мог только затруднить но прервать поток жизни он не мог все это задержало развитие земного человечества а происходящее все время борьба между силами света и восставшим Люцифером создала опасное положение для земли и ее обитателей Люцифер имеет много помощников силы тьмы образуют черную ложу стройную организацию возглавляемую Люцифером в которой существует и поддерживается железная дисциплина существует заблуждение что темные являются антитезом света и потому неизбежны это ошибочно тьма антитеза света ничто иное как непроявленный хаос непроявленный хаос является противоположной полярностью творческого вселенского начала непроявленный хаос действует во всем космосе тогда как Люцифер существует только на нашей планете его проявление чисто местное и влияние его не распространяется дальше низших сфер нашей планеты существующие на земле особые положения есть временное явление и не есть непреложный закон природы законы развития жизни не предусматривают существования в космосе сознательной злой силы которая противодействовала бы благим творческим силам все усилия творческих сил космоса всегда направлены на одоление хаоса на приведение его в гармоническое состояние эта вечная борьба хаоса с космосом есть вечная борьба света с тьмою истинно следует сопоставить великий свет с великою тьмою но нельзя считать великими строящих на эгоизме темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать хаос вместо притворения его в рабочую силу преступление это велико и нельзя считать антитезу желание потушить свет творческое одоление хаоса или дракона есть постоянный подвиг но битва с темными есть лишь судорога затрудняющие движения тьма хаоса представляет средство для мысленного творчества но поединок с иерархией темных сил есть лишь пропущенный срок так нужный для созидания но мало того темные постоянно вызывают мощные стихии не зная конечно управления ими не сами темные опасны но силы вызываемые ими так запомним где великая тьма и где свирепый враг ищущий погибели света но забывший что без света он не может существовать главным фактором воздействия темных сил на человечество есть сила мысли прежде служили черные мессы и воздвигали статуи Бофамеду теперь они стали опаснее ибо отставили многие ритуалы и обратились к силе мысли будучи существами тонкого мира они воздействуют на тонкую природу человека видя нашу ауру и читая наши мысли которые усиливают их отрицательное мышление на низших ступенях своего развития человек может быть пойман все эти темных низшими свойствами своей природы как пьянство зависть корыстолюбие чревоугодие и другие на более высших ступенях его ловят на тщеславие на гордости на признание своей непогрешимости и так далее темные очень любят большие интеллекты развившиеся за счет сердца ибо через них можно особенно тонко действовать черное братство распространяет учение всех позорных свойств никто из учителей не завещал человеку самости корысть не от света родились эти ехидны силы разложения очень подвижны они являют разложение заразу и отступление ко всему прекрасному мысли образа служителей тьмы как когти бесчисленные существует сказка дар люцифера дух тьмы мыслил как еще крепче привязать человечество к земле пусть будут сохранены обычаи привычки ничто так не прикрепляет человечество к обычным обликам но это средство годно лишь для множества гораздо опаснее одиночество в нем просветляется сознание созидаются новые построения одиночество духа дает представление о дальнейших формах нужно ограничить часы одиночества не следует людям оставаться одним снабжу их отражением и пусть привыкают к своему облику слуги тьмы принесли людям зеркало зеркало дьявола есть символ привязанности человека к своей личности или самости тогда как божественный микрокосм должен отображать макрокосм дьявольское зеркало отображает лишь свою самость можно вспомнить еще одну сказку один мыслящий понес людям чудесное целебное средство но его нужно было нести в закрытом ларце никто из людей не решился открыть ларец ибо по своему свойству люди полагали что там яд или ехидна так можно предложить самое прекрасное сокровище но люди примут это за яд остается чтобы люди приняли сокровище побуждаемые ужасами несчастья что же делать если сатана так прочно обучил неверию главная масса сил тьмы находится в невидимом тонком мире для владения умами и волей земного человечества силы тьмы нуждаются в сотрудничестве представителей плотного мира темные силы высших степеней чтобы не быть опознанными общаются с людьми через посредников представитель тьмы выбирает себе таких сотрудников которые возбудили бы наименьшее подозрение при каждом общении темной силы с человеком участвует не менее трех посредников приемы черных изысканные они терпеливо подползают к цели и выбирают плечи за которыми скрыться не черненьких видите но сереньких и почти беленьких сеть тьмы плетется искусными руками наиболее крупные города являются и центрами главных темных сил невежественные массы их лучше оружия черные ложи действуют массами и лучшие служители вербуются из слабых умов много страшного творится сейчас в мире много самого отвратительного колдовства распространено по всему миру черная магия необычайно развивается это одно из оружий противников света они собирают сознательных и бессознательных сотрудников заклинания гримуары и все накопления темных применяются широко кроме темных центров возникают многие малые круги часто основанные на самых примитивных ритуалах но общий вред велик много черных лож но некоторые предаются злу как таковому без особых ритуалов но за последнее время можно видеть возрождение самых древних служений тьме между ними есть очень вредные которые своим ритмом могут быть разрушительны черные ложи обычно не понимают что причиняют зло лишь в желаемом направлении но на самом деле они затрагивают целые слои атмосферы особенно теперь когда приближается время огненное и многие нарушения равновесия уже очевидны вред темных вызываний особенно ужасен темных лож очень много часто люди самые хорошие не допускают мысли что такая мерзость может существовать но можно видеть как темные вторгаются в разные слои людей под видом самых почтенных служителей общего блага как же противостоять темным как бороться с ними первым шагом к борьбе с сотрудниками тьмы будет осознание их существования признав что они существуют чувство самосохранения подскажет быть настороже ведь только благодаря тому что существование темной силы оспаривалось она приобрела огромную власть над человечеством невежды смеются над существованием сатаны тем подтверждают правильность сказанного одним тонким европейским философом победа дьявола в том что он сумел внушить людям что он не существует ведь когда мы во что-то не верим или отрицаем мы перестаем этого остерегаться и тем легче попадаем в тенеты расставленные многочисленными приспешниками тьмы закрытие глаз на существующее зло и на его породителя низвергает человека еще ниже ошибочно пренебрегать силами темными очень часто победа их заключается в таком небрежении люди часто говорят не стоит думать о них но следует думать обо всем существующим если люди справедливо ограждаются от воров убийц то тем более нужно оберечься от убийц духа нужно оценить их силу чтобы противостать важно относиться к ним активно для чистоты дома запасаются разными метлами когда же в доме находят скорпиона то немедленно удаляют его только знающие силы противников могут надеяться на победу не мудро не оценивать их силы особенно когда любимое имя Кали-Юга кончается натиск сил тьмы на земное человечество никогда не был так силен и не грозил столь грозными бедствиями как сейчас борясь за свое существование хозяин земли князь тьмы поставил на карту существования нашей планеты борьба с силами света наполняет князя мира с его отчаянием он знает что в очищенной атмосфере пронизанной новыми огненными лучами или энергиями пребывание его в сфере земной станет нестерпимым невозможным он знает что не может победить и хочет избежать последней борьбы посредством заражения всей планеты князь мира сего направляет все свои усилия к взрыву планеты надеясь уплыть на обломках забывая что океан тоже уйдет он предпочитает взорвать планету лишь бы удержаться еще некоторое время в атмосфере взрыва князь тьмы сейчас достиг апогея человека ненавистничества и собирается явить апофеоз своего разрушительного владычества так на нашей планете сам хозяин земли теперь предает планету плохой хозяин но такую природу он воспитал в себе он заслужил название противника и предателя рода человеческого носитель света люцифер давно утратил право на это имя сознание людей он стал дьяволом и сатаной и придется ему отойти на сатурн потому уже давно его называют сатан а состояние сатурна очень тяжкое сколько эонов должно пройти прежде чем эта планета вступит в состояние при котором на ней может развиться вполне сознательная жизнь светлые силы препятствуют темным уничтожить вас казалось бы нетрудно уничтожить мирных людей но поверх всех темных богатств существует сила духа третья легенда великое белое братство откровение о спасителях мира все ужасы порожденные заблуждением князя тьмы покрываются тем светом который был принесен и постоянно изливался и изливается сейчас на человечество великими белыми братьями это те великие души кумары которые пришли на землю на заре человечества это те что были руководителями народов на протяжении истории Лемурии и Атлантиды эти высокие духи веками жертвовали собой и продолжают жертвовать заслуженным ими высшим счастьем лишь бы удержать планету от гибели наивысший среди них принял ответственность за планету он стоит на несменном дозоре если бы люди знали что братья человечества несут всю тягость людского сознания если бы люди знали что братья человечества несут ответственность за их умыслы но забыло человечество представителей народов молятся люди каким-то неизвестным и непонятным богам а о существовании наших старших братьев сейчас почти никто не знает нетрудно представить кому противно понятие братства эти сущности отлично знают о существовании братства и трепещут чтобы это знание не проникло к людям но все совершается в срок братство существует оно как якорь земной содержит равновесие оно остается в мечтах человечества как непреложная действительность ведь воображение есть лишь память о существующем за дальними пустынями за горами за снегами в несменном служении пребывают великие души можно порадоваться что в наше время здесь на земле существуют учителя путь которым не воспрещен одна мысль о существовании великого братства уже наполняет человека мужеством как мало знают люди о тех огненных служителях человечества которые добровольно утверждаются в одиночестве служа великой насыщающей силой вселенной они взяли на себя великий жертвенный труд каждое проявление огненного служителя есть творчество на благо человечества не угроза но сердечный зов и предупреждение и наставление ко благу принести явление продвижения эволюции дать утвержденную истину знания и приобщить человечество к токам эволюции этот стимул движет каждым жестом махатмы братья человечества отказываются от паронирваны для утверждения человеческой эволюции добровольно стремясь к основанию лучшей ступени высочайшие духи принявшие на себя всю заботу за эволюцию человечества непрестанно воплощались на земле в тех или иных великих обликах длинен список самоотверженных жизней высочайших духов боровшихся с темной силой первооснова братства была заложена не как убежище но как средоточие мысли если объединение мысли дает увеличение энергии в поразительной прогрессии то естественно было собрать воедино мысли сильные такая основа есть распространение мысли спасения не насилуя волю они незримы и терпеливо направляют на благо каждую пригодную силу силы света наблюдают за действиями человеческими давая направление но не вторгаясь в жизнь братья человечества намечают путь всему утвержденному эволюцией все направление мышления исходит из этого источника вот что говорят махатмы сами о себе наши думы заботы и труды выражаются в посылках мысли на улучшение жизни самые мощные мысли летят из нашей обители мы шлем постоянно мысли чтобы они подобно стрелом будили сознание человечества из нашей обители сеем мы зерна общего блага по всем частям света мысли наши производят эволюцию в самых разнообразных странах мы привыкли что преемники очень неожиданны так зарождаются мысли в разных частях света часто ученые получают как бы случайные импульсы наши мыслительные посылки летят по всему миру мы не скупимся и сеем в пространстве пространство полно разных идей мы насыщаем пространство течением эволюции великой задачей наших действий является помощь человечеству в сдвигах сознания сдвиг мысли есть главный целитель человечества потому миссия наша привести сознание к сдвигу на возрождение духа мы направляем все усилия в этой огненной транспутации заключается ключ нашего труда мы поглощены сущностью дела суть дела есть наша цель такой сутью будет преображение сознания подобно воятелям мы трудимся чтобы обработать наиболее костные места человеческого омертвения много раз бывали мы в ваших городах нельзя назвать нас ушедшими от мира у нас бывали пароходные билеты и костюмы разных стран мы имели разные имена и являлись когда обстоятельства настоятельно требовали в разные времена мы появлялись в странах запада мы даже имели кроме восточных ошрамов и наше убежище в западных городах в Лионе в Нюрнберге в местности недалеко от Лондона недалеко от Петербурга и в Италии так кроме ошрамов восточных и египетских мы должны были иметь оплоты и в некоторых больших городах борьба с силами тьмы вызвала и надобность многих мер сейчас мы не покидаем обители и лишь в тонком теле мы бываем на дальних расстояниях нас называют мировым правительством люди страшатся таких наименований но сами охотно молятся высшему понятию и готовы принять его руку и если существует невидимое темное правительство то как же не существовать правительству света чаще чем люди думают невидимое правительство заявляло свои решения можно собрать целый ряд исторических событий имевших в основе явления предупреждения и предписания ряд событий от древности до наших дней которые были как бы звеньями руководящей мысли в этих огненных озарениях целая система между мировая можно углубиться фактами истории чтобы понять мудрость строительства как изменилось бы изложение истории если бы открылись все истинные причины и побуждения выдвинулись бы неожиданные детали на месте царей и правителей увидели бы лиц оставленных в тени некоторые из них не замечены по невежеству но другие остались невидимыми по закону братства многие события складываются вне человеческой логики так называемые правители часто лишь символы решение происходит вне их понимания наша рука действует близко братство предлагает все усилия чтобы умиротворить народы братья готовы нести тяжкое служение вовремя предупреждая лиц от которых зависит народная судьба они не щадят сил своих чтобы поспеть принести весть они несут свет который силы тьмы пытаются потушить но посев семян добра не сохнет и во дни сужденные зерна прорастают мы братья человечества напрягаем энергии для поддержания планеты мы на бессменном дозоре мы приурочили все существование наше к состоянию дозора братство не убежище но маяк света как сторожевая башня стоящие на вечном дозоре устремляют лучи света напрягая все силы братство как маяк на высокой скале полагает свои знания во спасение человечества невообразимо напряжение в котором силы света спасают планету человечество болеет ужасными язвами и нам приходится затрачивать запас кровавого пота на исправление и в этом напряжении творит иерархия света кровавый пот покрывает чело наше белые братья несущие на себе тяга земли подобный символу гиганта атласа сказание о гиганте держащем землю не есть суеверия но память о едином принявшем ответственность за землю можно через сознание принимать на себя следствие чужой кармы можно принять карму коллектива так название искупителя не будет суеверием выпить яд мира этот символ идет от преданий древности мы видим его в египте в греции сам шива напоминает о нем целый ряд искупителей несет чашу яда дыхание матери мира гиганты держащие ношу и искупители чашу принявшие эти три образа возникли около одного закона для знающих искупители не скрыты золотыми ризами теперь можно понять размеры великой жертвы принесенные все еще приносимы этими истинными спасителями человечества они поклялись выдержать бой с аэрофантом зла и остаться со страждущим человечеством на земле до конца ее существования их главные силы сейчас идут на гигантскую битву с темными разрушительными силами в тонком мире и на земле об этой битве расскажет следующая легенда четвертая легенда космический бой сказание об Армагеддоне легенда утверждает что каждый человек беспрестанно находится в трех битвах человек может воображать себя в полном покое но на самом деле он будет принимать участие в трех битвах одновременно первая битва между свободной волей и кармой ничто не может освободить человека от участия в столкновении этих начал вторая битва шумит в бесконечности в пространстве между тонкими энергиями и волнами хаоса невозможно человеческому воображению охватить такие битвы в беспредельности ум человеческий понимает земные столкновения но не может он глядя в голубое небо представить что там бушуют мощные силы и вихри война на небесах никогда не прекращается борьба творческих сил космоса с необузданными стихиями или проявленного мира с непроявленным хаосом происходит всегда свет всегда борется с тьмою и свет всегда побеждает на этом основана эволюция всего мироздания третья битва бушует вокруг человека между бесплотными существами добра и зла так человек становится добычей одних и других невозможно представить ярость темных пытающихся овладеть человеком великие силы света все время ведут упорную борьбу силами тьмы переживаемое нами время когда приближается наступление светлой эпохи эта борьба достигла небывалого напряжения размеров первой половине 20 века в тонком мире началась последняя великая битва решающая участь нашей планеты это есть возвещенный древними легендами Армагеддон слово Армагеддон греческий эквивалент еврейского слова Хормегиддо гора в области Мегиддо в еврейских писаниях этим наименованием обозначали конечную великую битву между силами света и тьмы предуказанную всеми древнейшими пророчествами в писаниях всех народов как великий день суда божьего сроки этой битвы и начало новой эпохи или цикла можно найти в точнейших вычислениях египетских и индусских названа эта битва символически именно в память страшной и действительно имевшей место битвы происшедшей при Магиддо древнем городе Палестины вблизи которого хананиты под водительством Систры были совершенно уничтожены и это страшное поголовное истребление надолго запечатлелось ужасом в памяти народов свидетелей во дни Армагеддона вся иерархия света собрана в единой твердыне все светлые силы направлены сейчас на отражение непрестанных нападений страшных ухищрений черного братства князь тьмы борется сейчас за самое существование свое силы зла направляют подземный огонь пробить кору земли в самом опасном месте ведь самые страшные прорывы подземного огня угрожают нашей планете на дне океана во многих местах кора земная очень изъедена только неусыпный дозор всех сил света удерживает нашу планету от окончательного взрыва космическом бою отстаим то что сокровенно в космическом бою утвердим ту основу на которой держится само бытие в космическом бою явим то чем строится жизнь будущего мир будет иметь в своем огненном основании те великие законы которые мы отстаиваем в космическом бою истина когда самые высшие самые низшие встречаются в космическом бою можно быть устремленным к достижению Великого Огненного Очищения. В космическом бою утверждается принцип нового мира. Приближается Великая Эпоха. Как же не побороть зло? Великая битва есть обновление Земли. Носители огня и противники эволюции утверждают эволюционную битву. Утверждается битва за истину. Самые большие силы в бою за спасение человечества. Приняли участие силы сильнейшие, вовлечены множество, как никогда. Не на физическом плане сражения, не малые земные силы состязаются, но силы многовекового опыта собрались решать судьбу свою. Тысячелетие Великой Твердыни Света готовилось к этой борьбе с силами тьмы. В Армагеддон вовлечены силы всех планов. На сторожевой башне не знают ни сна, ни отдыха. Кто из землян может представить себе это состояние величайшего напряжения? Напряжение Белых Братьев в этой космической битве чудовищно. Часто упоминаемый кровавый пот не есть преувеличение, но тяжкая действительность. Великая решающая битва протекает по всему тонкому и земному миру. Невидимые полчища гораздо многочисленнее земных. Многие решительные битвы непостижимы для глаза земного. Устрашающие столкновения тонкого мира отражаются на всем земном пространстве. Они отражаются в нашем физическом мире всем тем расстройствам нашей жизни, которые мы переживаем, и все новыми осложнениями, катастрофами и бедствиями. Надземная битва выражается не только в сражениях, но и в небывалых столкновениях народных. Она захватывает всех жителей. Планета вся сражается, каждый по-своему. Границы между сражающимися, так же извилисты, как между добром и злом, невозможно логикой понять столкновения разных народов. Мира целой вселенной нужна там, где шумит Армагеддон. Часто люди понимают битву не больше уличного столкновения, забывая, что сражение в почтовом ящике, в улыбке ухищренной лжи и в задержке света. Битва гораздо драматичнее, нежели обыватели ее понимают. В битве космической решатся многие задания, которые дадут повороты в истории и утвердят новые принципы. Повороты будут крутые. Знание этой космической битвы откроет понимание происходящего. Духи, находящиеся на земном плане в неведении о происходящей огненной трансмутации, могут оказаться в великой битве опаленными, ибо мощная битва требует принадлежности к стихии огня. Явленная битва зовет к распознаванию путей, ведущих к свету и тьме. При космическом напряжении всех сил это распознавание необходимо. Человечество неотложно должно принять то спасительное направление, которое ему указано силами света. На помощь планете посылаются течения огненные, нужно их принять духом и сердцем. Человечество должно развить чуткость, если хочет миновать катастрофу. Помощь может дойти только если примут руку водящую. Катастрофа неминуема, если не примут руку водящую. Люди должны понять, что им дается возможность пройти сечу и все теснины с помощью высших руководителей, но нужно не отринуть руку помощи. Иерархия держит по возможности равновесие, но сумма свободной воли может превозмочь наставление. Насколько была бы легче битва, если бы человечество могло откликнуться на главнейшие основы бытия? Да, пора пытливо взглянуть поверх торга и обмана. Ведь человеческая гибель стоит перед глазами. В Армагеддоне все повинны, и потому никто не может уклониться. Подходят сроки, которые заставят всех участвовать в космической битве. Когда решается участь планеты, то силы расположены по полюсам света и тьмы. Среди колебаний космических весов человечество не может избрать в срединного пути, ибо лишь свет или тьма будут оспаривать победу. Битва продолжается долго. Было бы легкомыслием думать, что восставший против света был бы слабосильным. Но и силы света не по слабости не кончают врага, но и с желанием не нарушить преждевременное равновесие планеты. Мощь создателя планеты считается с физическими условиями. Не может быть сейчас окончания сражения до победного решения. Когда напряжение сил тьмы достигнет своего предела, тогда силы света утвердят свою мощь. Если борьба неумолима, то и победа будет решительна. Нужно понять, насколько это время необычно, и нужно к этому привыкнуть. Нужно всегда помнить о протекающей битве. Наступает эра огня. Найдите мужество и разум принять ее. Пятая легенда. Огонь у порога. Откровение о космическом огне. А. Князе тьмы изгонит огонь космический. Пламенный сказал князю тьмы, «Ты отравил воздух, ты загрязнил воды, ты истощил землю, но к огню ты не прикоснулся, и огонь не тронут тобою. И огонь будет сжечь тебя, как свет тьму поражает. Не устанет великое пламя, и не дерзнешь выйти из обиталища своего. Призову из пространства новые огни, и они иссушат дела твои. Как трещины бесплодные, как кости истлевшие, так будешь уничтожен, изгнан, отступишь. Стена пламенная подвинется, и не найдешь в ней следов своих. Охраню пламя дальними мирами. Не можешь отравить, загрязнить и стащить его. Соберу рот, пламенный, рожденный огнем, они не поддадутся, и смущенные тобою воды не зальют их горение. Князь тьмы, бойся огня». Б. «Неизбежно очищение огненное». Разложение земное достигло небывалых размеров. Так процессы конца Кали-юги должны быть изжиты, и сор, поднятый их вихрями, должны идти в переработку. Армагеддон есть как очищение от сора. Но хозяин земли дорожит ссором и надеется умножить его. Бывают домохозяева, которые любят чистить дом свой, и такое накопление часто кончается пожаром. В Пуранах сказано, что в конце Кали-юги люди будут безумствовать. Сказано, что если безумие перейдет границы, то огненное очищение будет единственным исходом. Человек стал рабом темных сил, потому меч очищения неминуем. Ямы темноты требуют сильной дезинфекции, только огонь пронижит вредное испарение. Перегорание старых накоплений утверждается очищением огненным. И на смене расы огонь приближается, как струи очищения. В строительстве космическом пространственный огонь приближается к земной твердыне. Огненное напряжение приближается тогда, когда планета нуждается в окончательном очищении. В пространстве появляются энергии для трансмутации всех накоплений и нагромождений, которые душат планету. Очищение пространства и человечества даст новое предопределение. Очищение пространства простирается на все начинания. Лишь ускоренное очищение пространства, сознаний, учений даст возможность планете спасти ее. Очищение основ должно утвердиться, ибо без этого невозможно явить новый мир. Только очищение может дать нужное для расцвета. В. Новые энергии приходят Время трансмутации принесет высшие энергии миру. Они должны войти в жизнь до назначенных сроков. Явление огненных сроков приближается. Нашей планете предстоит осознание энергии высших, если человечество пожелает. В этом условии заключается главное утверждение возможности, ибо каждая возможность может быть отринута безумием воли. Человек утверждается как восприемник пространственных огней, но он опровергает все высшие законы, потому когда устанавливается такое несоответствие, то пространственные огни не могут приблизиться и начать свою созидательную деятельность. Придет время, и оно близко уже, когда люди не будут знать, как принять огненные возможности. В смятении забудут, что суждено огненное приобщение. Они будут изощряться в противодействии вместо наполнения силой огня. Вспыхнут знаки различных неусвоенных энергий, и люди будут метаться в ложных направлениях. Когда воздействие сил увеличится, тогда человечество явит панический испуг, и внешнее лечение их поведет к самым пагубным следствиям. Таково будет воздействие огня непонятого и непринятого. Как объяснить отсутствие равновесия между холодом и жарой незапамятных? Нужно сказать об огненных волнах. Напомнить об опасности огненной. Очень ужасны приближающиеся огненные волны, если о них не знать и не принять их своими огнями сердца. Когда огненные волны заставят людей искать спасение в башнях духа, тогда с омерзением люди пожалеют о каждом бездельном существовании. Нужно мыслить о приближении необычных времен. Ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от огненных волн. Не столько стыд, сколько страдание принудит к поискам спасения. Г. Понять и принять космический огонь Великая эпоха огня приближается. Сати и юга начинается со стихии огня. Безумно предполагать, что эта стихия находится где-то вне нас. Нет. Огонь бушует вокруг нас. Можно иметь его другом или врагом. Так не избежать стихию светоносную и мудро готовиться к встрече с нею. Огонь и свет. Весь прогресс человечества приходит к этой вездесущей, всепроникающей стихии. Вызванная она или будет осознанно и законно приложена, или опалит неразумие несознательности. Нам не уйти от века огня. И потому лучше оценить и овладеть этим сокровищем. Нужно овладеть огненной стихией, привлечь благотворность стихии огня, научиться мыслить им и принять его в сознание. Получить и принять огонь как путь иерархии, как путь любви и сострадания. Иметь мужество взглянуть на огонь, признать его единственным питанием своим. Покуда тонкие энергии неосознанны, они не будут полезны людям. Нужно понять, что непринятое в сознании энергия может быть разрушительно. Как необузданная стихия может подавить все окружающее неосознанное энергия. Ведь осознание есть почти овладение и, во всяком случае, уже соизмерение. Не причина ли боязни огня, что разрушительная сила его доступна земному глазу, но созидание огненное не вмещается в плотное состояние? Мы должны понять огней не разрушителя, но созидателя. Эти два лика огней будут верным пробным камнем нашей природы. Кто не устрашится огненной стихией, тот пройдет с космическим огнем. Человеческой энергии нужно приходить в общение с космическим огнем. Условия бытия ставят дух в зависимость от объединения с космическими течениями. Просвет может прийти лишь через сознательное отношение к космическим энергиям. В близком будущем через сознание люди будут приучать тело свое к восприятию высших энергий. Таким образом, люди могут постоянно противостоять огненным эпидемиям. Человечество должно достичь устремления к космическим огням, тогда приблизится эпоха космических энергий. От этого познания зависит приближение эволюции. Утро человечества наступит, когда явление понимания огня войдет в жизнь. Д. Народ знает об огне. Народная мудрость отводит огню замечательное место. Бог посещает народ в огне. Та же огненная стихия избиралась, как и высший суд. Уничтожение зла производится огнем. Явление несчастья сопровождается сожжением. Так во всем течении народной мысли можно видеть пути огненные. У народа зажигаются лампады, и народ несет светильники, предназначенные на служение. Торжественная огненная стихия в народном понимании. Так будем черпать не от суеверия, но от народного сердца. Древние союзы скреплялись прыганием через огонь. Для клятвы держали руку над огнем. Для освещения проходили через огонь. Подобное свидетельство огнем прошло по всем векам. Нужно принять это как основание огненной стихии очищения. Об огне знает сердце человеческое, но рассудок пытается затемнить эту явленную мудрость. Люди говорят, он сгорел от злобы, или он засох от зависти, или он загорелся желанием. Во множестве выражений точных, ясных, люди знают значение огня. Люди часто употребляют прекрасные выражения, не считаясь с происхождением их. Они правильно говорят, загорелось сердце, или воспламенился дух. Значит, они когда-то помнили об огне сердца, но теперь готовы объяснить свое прекрасное слово суеверием или причудою кормилицы-сказительницы. Часто произносятся правильные понятия, но без осознания. Пламенный взгляд очень верно напоминает об огненной энергии, посылаемой во взгляде. Скажут о горячем рукопожатии опять правильно, ибо напомнят о той же энергии, наполняющей все эмоции. Но люди не приписывают силу взгляда огню и думают о блеске глаз или о мускулах руки. Так забываются преподанные когда-то определения. Забыты и извращены многие правильные понятия. Разве не огненный взгляд заставляет людей обернуться и даже вздрогнуть? Всякий трепет уже близок к огню. Е. Стать огненным. При наблюдении за огненными знаками можно заметить подразделения людей. Одни вечно стремятся и не могут существовать без этих возвышенных движений. Будьте уверены, что они принадлежат к стихии огня. Даже при заблуждениях они не могут оставаться в бездействии. Присмотритесь к ним и всегда найдете мощь пламенную. Но среди неподвижности земной, среди качаний водных и понуждений воздуха не ищите огня творящего. Мы не желаем превозносить особенно огненных людей, но должны поистине сказать, что они двигают мир. Пора изучать огненную природу человека. Только подумайте, что каждый из нас носит в себе огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Никто не желает представить себе, что сокровище Вселенское в нем. Огонь сердца одним своим магнитом соединяет все мировые строения. Нужно подумать об этом преимуществе. Нужно приложить это сокровище ко всему укладу жизни. Только один свет огня во всем мире. Мы можем понять явление огня на самых дальних расстояниях. Нет в этом ни сверхъестественного, ни таинственного. Нужно, чтобы при приближении огненных энергий люди не стыдились признать в себе огненное начало. Это будет взращиванием огни. Не подумайте, что огненность сама прилетает. Ее нужно воспитать во многих жизнях. Огненность накопляется постепенно и принадлежит к неистребимым накоплениям. Каждое достижение огня достигается напряжением, потому каждое устремленное действие имеет в основании огонь. Нужно жизнь наполнить горением. Общество человеческое должно поддерживать огонь во всем окружающем. Огонь друидов напоминал о поддержании огня жизни. Даже древние понимали символ непрерывности огня. Нельзя гасить огонь ни в чем, хотя бы в самом малом. Не следует, по примеру, сумеречных людей избегать напряжения. Спокойная жизнь, как ее понимают обыватели, не что иное, как огнетушение. У них даже изобретены целые системы огнетушения от малых лет. Можно увеличить огненность прямым или косвенным способом. Способ косвенный будет заключаться в ритме явленных движений, пения, причитаний, но проще и естественнее будет костер сердца. Все косвенные способы могут отражаться на организме. Равновесие должно быть поддержано естественным путем. Огненность полезна, когда она не выдавливается мускулами, но питается сердцем. Никакой физический огонь не может сравниться с огнем сердца. Пришло время снова обратиться к источнику, иначе нельзя переступить границу, у которой уже стоит человечество. Сказано давно, умеющий летать имеет сердце огненное. Для укрепления энергии нужен огненный порыв. Никакое рассуждение не даст того огня, который возжигается искрую чувства любви. Любовь прежде всего привлекает огонь пространства. Кто сказал «любите друг друга», тот был истинным йогом. Как любовь, так и восторг возжигают огни. Соберем всех огнеродителей, не забудем ничего из света. Любовь, мужество, самоотверженность, преданность, все лучшие качества сопряжены с огнем. Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров, огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь иерархии, огонь служения. Принципы нового мира. Шестая легенда Дар Ориона Легенда о сокровище мира В незапамятные времена с далекой звезды упал чудесный камень. На том месте, где он появился, была основана шамбала, твердыня света. И по сей день хранится этот камень здесь же, на башне Ригден-Джапо, в особом помещении. Этот посол дальних миров содержит некое вещество, помогающее хранить вибрации дальних миров. Он является знаменательным серафимом братства. Этот камень дает лучи, проникающие все океаны и горы на благо людей. А по миру ходит осколок этого сокровенного чуда. Он совершает путь вестника по земле, возвещая великие мировые события. Эта частица камня, называемая сокровищем мира, появляется в руках избранных и служит соединением братства, сохраняя магнитную связь с главным камнем. Сокровищем мира обычно приносятся совершенно нежданно неизвестными людьми. Тем же неожиданным путем в должное время камень исчезает, чтобы опять появиться в сужденный срок в совершенно другой стране. Присылка этого дара с незапамятных времен знаменует наступающий срок сужденного объединения и мощи той страны, где он появляется. По преданию, сокровище приносит с собою и особый завет, который должен быть выполнен. Различны страны и герои, соединенные с камнем. Все великие объединители и основатели государств владели им. Многие подвиги совершались. Вот несколько фрагментов из легенд о камне. Иду пустыней, несу чашу щитом покрытую. Сокровище в ней дар Ориона. Курнаву правитель с золотом покрытый получил от тандаву камень темный, который заключал кристалл жизни. И правитель носил этот камень поверх золота. На ланке лежит камень. Захоронен за измену Раваны. Отойдет через море. За ним, как хвост кометы, счастье еще блестит, но недолго. Уроил Зена дух воздуха. Принес царю Соломону камень. Воскликнул дух на чуткое ухо. По велениям Господа сил вручаю тебе сокровища мира. Добро сказал царь и отнес камень во храм. Однако нашло мышление сохранить часть сокровища на себе. Призвал царь Ефрема из колена Иудина Златаковыча и указал отбить часть камня и взять чистого серебра и сковать перстень и начертить на камне чашу мудрости пламенем просиявшую. Думал царь не расстаться с сокровищем но дух сказал негодно ты нарушил высшее а естество труднее будет владеть камнем сынам человеческим и только те кто с тобою могут повернуть камень к добру созвездием укажу путь камня и в храме иудеи не остался огонь носящий из книги Тристана названного Луним когда сын солнца сошел на землю научить народы с неба упал щит который носил силу мира посреди щита между тремя различными пятнами выступали серебряные знаки предвещавшие события под лучом солнца явление неожиданной тьмы на солнце повергло в отчаяние сына солнца и он выронил и разбил щит ибо созвездие было враждебно но сила осталась в обломке середины там касался луч солнца говорят царь Соломон вынул внутреннюю часть камня для перстня сказание наших жрецов также говорит о разбитом щите солнца злейшая ошибка отрицать камень поистине я видел его длиною с мой пятый палец серый отблеск как сухой плод даже знаки помню но не понял их положительно я видел камень и найду его говорят камень сам сам если я дождусь камня ради его иду в пустыню до конца жизни не тянись лунь камню он сам придет если дождешься помни лунь ты решил дождаться пламя носящий помни лоб нор и раскинь шатры куку нор конь спешит у дыхания степей и у хрустальных звонов гор дух камня указует путь знамени водит чудо народ лучей ориона у длинных ютсаков и каракорум нор учителю надо повезти коней у уюб нор явление ожидается когда император Китая владел сокровищем солнца он построил для него храм из бирюзы цвета чистого неба когда же маленькие принцы с невестою заглянули в дверь слишком долго император сказал лиса вас ведет чуете радость мира и спас едва пасседван ушел из развалин Китая пусть сто ступеней Китая привет пошлют огонь носящему но пасседван камень уносит и пески передали огонь воителю наезднику Тимуру подошел великий к янтарной стене покрыл знаменами поля пусть камень лежит во храме пока вернусь но жизнь чудо привела внуку путь камня лег на запад уехал посол к хану Тамерлану нелегко лежит камень в о такуе надо послать стражу трех знамен едут на верблюдах люди пыль столбом закрывает солнце погода людей покрыла без конца идут и каюки повернули коней к дому ночью кто убережет камень пустыня увела чужих людей и камень ушел с ними на полдень удумай хан как догнать камень в горных путях грусть пошла хворсть даже конь оступается годным ездокам является дух явлений не ищите только время покажет путь каждый улуз по-своему поет о камне железная корона ланго бардов тоже воспоминания о камне недолго гостил камень около горы гордости много послов с востока уносят верблюды камень в тибет по пустыне несут с ним и новую силу пусть гора гордости недолго камень укрыла пусть величается город камня но путь сокровища намечен пора камню вернуться домой отец сульпицей имел видение белый облачный столб придвинулся и голос раздался храните камень в ковчеге привезенном из ротенбурга на нем четыре квадрата со знаком м явление будет ясно когда я произнесу путь четверых на восток ничто не убавит заповедь уступите сужденному часу соберу воинов звезды моей кому суждено те соберутся сия свидетельствую тем часом что камень подобен сердцу человеческому и в нем заключен кристалл сияющий после тех изречений столб распался синими искрами повергнув отца сульпице в беспримерное дрожание так замечательно что камень прибывший с востока имеет форму расплющенного плода или сердца удлиненной формы на ковчеге найдены сказанные буквы значение их неизвестно ларец упомянутый в легенде относится к 13 столетию и по преданию он сделан из кожи принадлежавшей самому соломону на коже имеется много алхимических символов знаменитый раввин моисей де леона составитель эохара преследуемый испанцами во время гонения на евреев нашел защиту в лице германской феодалки допустившей его и гонимых в свои владения в благодарность он подарил ей талисман и этот драгоценный кусок кожи феодалка приказалась сделать из этой кожи ларец и хранила в нем полученный талисман под землей собираются отцы духовные естество камня испытывать почему когда камень темен тогда тучи заходят когда камень тяжел кровь проливается когда звезда над камнем тогда удача когда трещит камень тогда враг идет когда снится огонь над камнем тогда мир содрогается когда камень покоится шагай смело но вином камня не облей кури над камнем лишь кедровую смолу носи камень в костяной коробке как к жару и ко льду привыкнуть надо так надо привыкнуть и к излучению камня каждый камень носящий должен тихо пожить с ним дурман лучей невидим но жар тайный сильнее радия елей льется невидимый явно же камень покоится на ткани родины своей уезжай камень за море дай птице донести весть в ухо камень едет темную ночью в темной одежде неслышно подходит гонец как ждут они у поворота за углом ждет ручной зверь носом поводит лапу тянет послан врагом кто копошится за лестницей какие мухи налетели откуда вихрь летит но иду крепко держу камень прочно учу молитву не покинь владыка потому собрал я силы мои не покинь ибо к тебе иду на горе арарат лежит горючий камень новгородский богатырь разбился о камень ибо не верил воля новгорода указывала на владение сокровищем но неверие заслонило возможность чуда лучшее напоминание о мощи камня положено в змеином камне след мудрого владения последователь ночи пытался показать присвоение камня но сокровище всегда было светлым признаком лукавые лукавые владыки ненадолго владели камнем не зная что лишь устремление к добру покоряет огонь камня но лукавство служителей храма похитило сокровище у повелителя Индии чтобы вознести чужую страну когда у повелителя Индии пропал камень жена сказала найдем его опять удалый просит лук птицу сам достанет и последний полет на запад осветил царство небывалое неудачного единения народов запада на каждом луче востока уже ищут камень время настает сроки исполняются рог сужденный записан когда с запада добровольно камень придет утверждаем ждать и понять камня путь утверждаем понять сужденных носителей камня идущих домой корабль готов жреческое сознание всех времен готовило людей к принятию достойному сокровища законы мудрости давно указали срок когда затмение двойное и когда погружение святынь в волны ознаменует появление нового камня будем молитвенно ждать наш жребий когда пламя над чашей кольцом совьется тогда близко время мое новая страна пойдет навстречу семи звездам под знаком трех звезд пославших камень миру сокровище готово и враг не возьмет золотом покрытый щит ждите камень на краю пропасти у горного потока в вечернем тумане показываются очертания коня садника не видно что-то необычно сверкает на седле может быть это конь потерянный караваном или может быть он сбросил всадника перепрыгивая через пропасть может быть этого коня ослабевшего бросили на пути и теперь отдохнувший он ищет владельца так мыслит рассудок но сердце вспоминает другое сердце помнит как от великой шамбалы от священных горных высот в сужденный час сойдет конь одинокий и на седле его вместо всадника будет сиять сокровище мира норбу римпоче чинь тамани чудесный камень мира спаситель не пришло ли время не приносит ли конь одинокий нам сокровище мира белый конь эрдени мори седьмая легенда звезды участвуют в нашей жизни рассуждение мудрых о воздействии светил кто не знает что приливы и отливы воды в океанах есть результат воздействия на землю луны кто не знает что появление исчезновения солнечных пятен влечет за собой вулканические извержения и многие атмосферные и климатические изменения которые в свою очередь влияют на психику людей на востоке считают что всякое приближение удаление всякой планеты всякое появление новой кометы сопровождается тем или иным воздействием как на нашу планету так и на ее обитателей древние народы изучали воздействие на человека лучей светил и их взаимного положения на небе они координировали многие свои начинания с фазами луны и с положением светил на небосводе послушаем что говорит восток о влиянии светил на жизнь планеты а химизм светил воздействует на человечество учение о воздействии небесных тел основано на химизме светил если хотя отчасти признать что все тела имеют излучение то следующим шагом будет признание химизма таких излучений все сущее излучает продукты химических взаимодействий нельзя проводить параллель между несоизмеримыми понятиями вещество и излучение никотин и космические лучи от малого можно дойти до великого и до междупланетных взаимодействий междупланетные пространства наполнены сильными химическими лучами считается что они имеют весьма значительное влияние на земную жизнь каждое небесное тело влияет на землю от разного положения небесных тел происходят особые воздействия астрахимия позволяет определить воздействие на организмы человек вошедший в дом наполненный никотином унесет на себе ядовитые осадки также точно человек впервые непосредственно испытавший воздействие астрахимических лучей будет всегда звучать на определенное сочетание теперь когда астрахимия открыла нам воздействие звездной системы становится легче понять как наша солнечная система может при рождении ребенка воздействовать определенным образом на его мозг девственной девственной от всяких отпечатков в соответствии с нахождением в зените того или другого созвездия зодиака то или иное сочетание небесных светил в момент рождения человека влияет на его характер и намечает его судьбу но положение планет влияет на судьбу человека не только в момент его рождения но и во все следующие моменты его жизни также пресловутые солнечные пятна усиливают химические воздействия люди твердят о смятении мира в период солнечных пятен даже слабое представление толкает к верным соображениям но среди научных нахождений странно звучит утверждение что солнечные пятна способствуют войнам со стороны научного анализа не лучше ли сказать что солнечные пятна порождают человеческое безумие такое определение гораздо ближе к истине ибо излучения эти действительно отзываются на нервной системе при этом не забудем что такое физико-химическое воздействие весьма длительно было бы неосмотрительно считать что уменьшение солнечных пятен немедленно устранит физико-химические излучения в пространстве явления физические и химические при касании к ним прочих проявлений тончайших энергий составляют мощный фактор воздействия на человечество если химизм луча отдаленной планеты подавляет человеческий организм то ближайшие сочетания излучений нашей земли при воздействии неисчислимых сил космических образований будут рычагом устремлений человечества законы человеческих пертурбаций не могут быть установлены логикой распределения элементов очевидности как как без изучения всех окружающих процессов можно расчленить узлы мыслящего аппарата где-то вспыхнули розовые лучи и готовое восстание целого народа паникло где-то изменились океанические течения и произошла перемена мировой торговли это грубые очевидные примеры но сколько тончайших причин и следствия насыщают пространство и бороздят слои человечества мало кто не устрашится если рассказать что именно невидимо окружает человека перечислим лучи и все воздействия как от дальних миров так и от самой земли ведь отраженные и преломленные лучи очень отличаются от основных не следует полагать что наша солнечная система представляет нечто обособленное наоборот все миры находятся в тончайшем взаимодействии наша планета может испытать самые неожиданные воздействия из дальних миров можно представить как могут вторгаться воздействия самых отдаленных систем решающие судьбы людей зайди в лабораторию и подымись в обсерватории если даже не сразу найдешь аналогию с социальными проблемами то пытливый ум уловит сложность аппарата действительности он уловит нераздельность судеб эволюции человечества и космических процессов потому реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее кто же науку о человеческом обществе отсечет от мировых процессов тот отрубит себе ноги и обречет себя на существование калеки г исполняются космические сроки вся жизнь слагается сроками космическими сроки эти обозначаются совпадениями назревшей кармы того или иного народа или даже народов с определенными сочетаниями светил результатом этого являются новые повороты в историческом ходе народов или в жизни планеты в 24 году планета венера необычайно приблизилась к земле лучи светила матери мира окропили землю новые лучи достигли земли в первый раз от ее сформирования новые лучи пронизали толщу земли и вещество лучей проникло глубоко их эманация внесла новые элементы так нужные для толчка так было сделано много новых мощных сокровенных сочетаний которые дадут великие следствия давно запечатленные сроки исполняются в звездных рунах прозрения египетских иерофантов облекаются в действии перед нашими глазами звезда утра светлая обитель матери мира своим подавляющим светом своим знаменательно небывалым приближением предуказала новую великую эпоху человечества новая эпоха обозначается знаком водолея цикл аквариуса уже действует и сожительствует с концом рыб граница цикла постепенно тем утверждается гармония происходящего эволюционного процесса аквариус уже принес значительное перемещение сознания правитель новой эпохи уран утверждение сил лучей урана сопряжено с новыми течениями во всей жизни нашей планеты воздействия урана будут особенно ярко проявляться в грядущую эру уран и нептун имеют огромное влияние на нашу планету также сильные лучи юпитера они содействуют скорейшему распространению сил урана 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 7 откровений о начале светлой эпохи истина превышает фантазию так и будущее превыше мечты откровение первое предсказание космической эре а суждено великое будущее давным-давно многие тысячи лет тому назад было предсказано светлое будущее человечества было описано положение светил при котором начнется эта великая эпоха были даны знаки как распознать начало космической эры нашей планеты и вот пришло это время все космические сроки все сочетания светил указывают начало великого цикла и знаки разбросаны как пламенные зерна подходит конец царства Люцифера огненные энергии к сроку достигают земли приближается эпоха Майтреи правда происходит свирепый Армагеддон и совершаются неслыханные ужасы но в час разрушения и смещения на горизонте светит новая заря когда старые понятия гаснут то зажигается заря огней среди терний нарастает светлая эволюция пришло время когда человечество близится к шестому совершенствованию нарождается новая раса перед восхождением новой расы рушатся старые основы на развалинах старого мира растет новая эволюция неужели люди не видят сколько нового входит в жизнь так эпоха огня завершает калий югу так на смену узкого горизонта идет великое время новый мир идет новые силы строят лучшее будущее не может самое блестящее прошлое сравниться с возможностями будущего огненная эпоха должна преобразить лик планеты когда даны предупреждения тогда легче различать события и провидцы древние знали многие смены которые теперь ясны историкам но современники умели лишь побивать камнями всех дальновидцев б суметь принять сужденное суждено великое прекрасное будущее но состоится ли оно это зависит от человечества самые великие возможности стучаться к человечеству но выбор всегда свободен выбор в руках человечества свет или тьма строительство или разрушение это решит само человечество свободная воля в безумии своем может отринуть сужденное счастье человечество не любит смотреть вдаль будущего сознание копошится в пыли непосредственной близости пока человечество не научится смотреть вдаль невозможно сократить страдания человеческие только тогда смысл существования примет утвержденное значение можно будет дать человечеству пространственный огонь равновесие может только тогда являть утверждение свое когда свободная воля изберет путь общего блага только когда принцип иерархии утвердится на планете настанет пора сатие юга с каждым годом воздействия сил светил будут увеличиваться но нужно чтобы дух человеческий сумел принять посылаемые дары грядущее время явит величайшее испытание всему человечеству только обновлением мышления можно постить человечеству новую планетную ступень в искать новые пути при необычайности условий будущего невозможно будет пройти старыми путями самое ужасное когда люди подходят к новым условиям со старыми привычками как невозможно средневековым ключом открыть дверь в будущее только слепой может думать что завтра походит на вчера смятение мира требует искания новых путей устремление человечества к необычному даст ему понимание нового всюду различаете старый мир от нового старый мир ютится во всех частях света также новый мир нарождается всюду вне границы условий старый и новый мир отличаются в сознании но не во внешних признаках красные знамена часто поднимаются руками старого мира полного предрассудков часто в уединении бьется сердце полное блистание нового мира возраст и условия не имеют значения без снисхождения делит себя мир на наших глазах при неумелости но полное дерзаний растет новое сознание несмотря на опыт паникает старая мысль нет сил которые могли бы задержать океан нового мира мы сожалеем о бесполезной трате энергии отживающего сознания мы улыбаемся дерзанием сознающих право расширять новые достижения каждая ошибка совершенная для нового мира превращается в цветок смелости каждое ухищрение бальзамирования старого мира остается островом ужаса можно видеть знаки безумия уходящего мира и смелость нарождающегося новый мир идет пусть многое непонятно и извращено но входят новые возможности которые со временем дадут новое мышление и миросозерцание появление нового мерила существования может спасти землю г понятие новой эпохи современное учение востока агни-йога выдвигает понятия необходимые для следующей ступени эволюции первое сотрудничество или кооперация второе полноправие женщины третье изучение психической энергии четвертое понимание значения мысли каждый из этих даров эволюции должен быть принят в полном размере и неотвлеченно необходимо утончить понятие сотрудничества все вычисления не помогут укрепить его если не будет доверия то сотрудничество превратится в ядовитую банку скорпионов сотрудничество делается как бы наукой жизни но чтобы придать ему научное основание необходимо признать его во всей жизни сотрудничество есть гармония человечества сотрудничество должно быть принято как основание бытия лишь при самой широкой кооперации можно найти истинное соотношение государства и народного труда иначе губительная задолженность государства будет возрастать о прочих трех понятиях новой эпохи о полноправии женщины о психической энергии и о значении мысли будет сказано ниже когда сотрудничество сделается основанием созидания когда женщина войдет как охранительница культуры когда психическая энергия займет подобающее положение когда человечество поймет значение творческой мысли тогда вся жизнь преобразится знание и творчество займут явленное положение явленное в том смысле что среди далеких веков можно найти примеры понимания науки и искусства д спасение в культуре возвещена благословенная сатия юга какое же великое понятие будет в основе этого очищения и преображения жизни конечно это будет то понятие которое человечество определяет словом культура новую эпоху можно строить лишь признаками культуры перерождение планеты возможно только путем культуры истинная эволюция совершается лишь на основах знания и красоты никакая эволюция невозможна без накопления культуры не может человечество процветать без знания величия культуры не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры там где культура там и мир о мире тоже следует твердить само слово пусть следует за людьми на всех путях там где культура там и правильное решение труднейших социальных проблем выше панацея культуры не знало человечество да и не будет знать ибо в культуре сумма всех достижений огненного творчества так культура будет произнесена как единственная самозащита от разложения именно теперь человечество должно спешно обратиться к познанию культуры знание 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 если бы люди больше задумывались над тем что знание есть спасение то не было бы доли того страдания все человеческое горе происходит от невежества знание будем твердить явит конец страданию человечества широкое распространение знаний может переродить мир знание может делать чудеса потому скажем знание выше всего е новые пути науки как пчелы собирают мед так собирайте знания следует собирать знания отовсюду до сих пор знание разграничивалось и целые области его оказывались под запретом под сомнением и в небрежении люди не имели мужества превозмочь предрассудки они забывали что ученый должен быть прежде всего открытым ко всему сущему для ученого нет запретных областей братство учит беспредрассудочному познаванию люди должны стремиться к неограниченному знанию нельзя приказывать не знать нельзя отнимать от человека права совершенствования так не будем закрывать глаза перед действительностью освобожденность мышления будет украшением истинного знания если твердо убеждение что истина одна не может быть опасения что найдется какая-то другая истина люди говорят о многих правах не нужно ли проникнуть через оболочки и стремиться к единой истине простое утверждение знания даст выход противоречием человек устремляющийся к познанию истины вникает в самую основную сущность жизни человеческое истинное познавание будет всегда созвучать с единой истиной при всех развитиях человечества нужно сопоставлять с учением света и можно радоваться что мировое понимание продолжает следовать единой возможной правде но для этого нужно постоянно сравнивать основы с человеческими действиями конечно истинная наука и не может расходиться с непреложными законами следовательно нужно при новых исследованиях постоянно держать в уме и в сердце заповеди основ они дадут несломимое восхищение ученому который идет не ограничивая себя самостью но честно исследует во благо других он почует волны света и среди вибраций уловит новые энергии нужно сказать ученым как теория Эйнштейна не опрокидывает законы Эвклида но включает их как третье измерение не опрокидывает законы плоскости но бесконечно шире их также законы духовного знания бесконечно шире всех ваших но включает их ведь не опрокинуть хотим достижения ученых но расширить на земле замечаются многие так называемые феномены открываются необычные человеческие способности их начинают наблюдать но если будет вносимо отрицание и запреты то создастся препятствие эволюции необходимо чтобы ученые показали пример достойный широком допущении совершенно исключается эволюция где люди не признают возможности познавания беспредельного наука не выносит запретов предрассудков и суеверий знание не должно быть отемнено насилием ни внешним ни внутренним невозможно запрещать свободное познание такой запрет будет свидетельством невежества предвзятость мысли как тяжкий груз действует умерщвляя уже сужденное тоже представить сложность текущих токов вы знаете как готовится великое будущее но не может оно быть примитивно и нужно привыкать к нарастаниям которые видны нам но не всем знание настолько расширяется что требуется постоянное обновление методов новое есть самое старое и потому не следует бояться чего-то невозможного все вообразимо ибо все существует нельзя предположить бедность творения наша письменная наука настолько молода что нельзя ей говорить о сравнительном методе она знает лишь немногие века но где же десятки тысячелетий мы очень загордились и забыли обо всем незнаемом нами кто же может взяться судить о том чего не знает кто дерзнет утверждать присутствие или отсутствие чего-то неведомого разумнее допустить что многое существует что людям неизвестно нужно людям освободиться от всякого высокомерия ко всему им неведомому пусть ученые найдут себе решимость не отрешаться от того что им в данное время неизвестно научная задача основана на доброжелательном допущении надо понять что в основании расширения наук лежит явление постоянного расширения сознания если ученый не может приступить ограничение вчерашнего дня лучше ему не заниматься наукой условия новых научных достижений должны соответствовать требованию будущего откровение второе прозрение в будущее нашей страны а где заложены магниты согласно легенде все на земле происходит по плану эволюции нашей планеты определено заранее когда и где строится новым государством где и когда созидаться городам великим предусмотрено когда и где должны состояться большие открытия откровения этот космический план проводится в жизнь великим белым братством как же притворяются в действие эти идеи пространства в определенных местах в определенное время сотрудники братства закладывают тайные магниты части великого метеора посла дальних светил как вехи оставляются такие магниты на местах особого назначения в истории человечества сеть магнитов вспыхивает подобно путеводным огням утверждая путь человеческий много магнитов лежит под основанием городов они или остаются невидимыми притягивая течение событий или служат центром сознательного действия или озаряют нашедшего магнит человека зоркие духи знают смотря на карту мира где именно заложены новые магниты будущих построений эти магниты разложены довольно неожиданно для человечества ведь при положении их принимались во внимание многие условия ведомые только иерархам так и сеть зарождающейся расы разбросана по дальним окраинам новая раса может зародиться в разных частях земли и отдельные проявления окажутся в самых неожиданных местах но одна часть мира решает судьбу века может быть такая страна с земной точки зрения находилась в самом непривлекательном состоянии но закон высший уже определил место особого напряжения космически уже сложились обстоятельства великого значения не видят еще глаза земные но иеро вдохновение уже направляет сознание туда где суждено сияние света высшего оно направляет туда где уже сияет вершина б начало космической эры в россии как предсказана была великая светлая эпоха человечества так намечена была и страна где начнется космическая эра нашей планеты но название этой страны было до сих пор сокрыто как это ни странно но в сокровенных писаниях почти нигде не упоминается новая страна как будто шестая часть света не имеет места в космическом плане и эволюции для каждого чуткого духа это должно быть понятно на востоке не принято упоминать о самом сокровенном все сокровенное особо охраняется если бы раньше времени было оповещено что этой стране предстоит великое будущее то ее растерзали бы на части а теперь настало время когда такой опасности не существует и вот в безмерных страданиях и лишениях среди голода в крови и поте Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех в благоустроенном цивилизованном мире тогда как будто не произошло перемен только в нем не стало более России и это отсутствие принесло изменения ибо в своем особого рода небытии Россия в определенном смысле стала духовным средоточием мира на арене мировой истории выступил новый мир не игравший до сели руководящей роли и богиня культуры чей шатер столько веков был раскинут среди долин и холмов запада ушла на восток ушла к голодным холодным и страждущим в ношу мира несет страна велики последствия грандиозного взрыва в России всколыхнувшего все ее глубины очищенная и возрожденная на новых началах широкого народного сотрудничества и свободного культурного строительства Россия станет оплотом истинного мира среди хаоса подымается мощная скала силы света охраняют ее так среди хаоса разрушения охраняется завещанное истина завещан чертог небывалый и знаки благоденствия неотступно стоят над новую страною и хранят ее щит света простерт над ней в новой стране творится великое дело совершается явление огромного значения наряду с безумием происходит искание трогательное несмотря на все трудности страна будущего растет и начинает понимать свое назначение несмотря на трагизм многого страна растет вся в движении в несомненном создании своего будущего и ваны статысячные сумеют сложить огненную колесницу которая пронесет через все бездны ценой ужасных страданий достигнута новая ступень которая поможет всему человечеству тысячи и тысячи проснулись для начала культурной жизни поднятая целина нуждается в широком размахе устремление к знанию двигает по правильному пути народ открыт к познанию такая ступень эволюция не случайна много потрясений трепета заставили сердца содрогнуться и зазвучать истинно тяжко должна быть ноша чтобы дойти в сад прекрасный Иван стотысячный принесет полезные камни для строения но несущего тяжесть нельзя толкнуть на трудном пути его не следует заподозрить и укорить его цемент постройке не должен застыть раньше срока так же и путники не могут поспеть быстрее сил человеческих особая радость видеть как совершается строение многие не видели что местные камни достаточно прочны они самостью судили но рассвет покажет где было суждение правильное никто не может мгновенно преобразить сознание свое требуется много сторонних усилий только в прочном строении лягут камни не тревожимые землетрясениями г ослепительное будущее перед нами нынешний век напоминает некое время атлантиды тогда не сумели найти равновесие но если теперь знают о таком же несоответствии то некоторые наиболее живые народы могут найти нужное соответствие мы видим где может быть осознанно начало синтеза будет оно не там где маятник жизни мертв но там где он раскачивается наиболее сильно там понимают значение общего блага не там где устремление направлено к самости не там строится первенство но там где создаются творческие ступени во имя общего блага там где почва насыщена эманациями труда там можно ожидать урожая можно узнавать сроки народов по волнам понимания религии там где наибольшее отрицание там где видимое неверие там уже близка жатва господня но где лицемерное благолепие там меч готов пример савла будет назиданием маятник сильно пущенный в одну сторону с таким же размахом качается и в другую непоказная религиозность нужна но осознание духовного начала не наряды не обряды но служение человечеству квасной патриотизм квасная религия уходит и на смену этим отживающим пугалам приходит эра нового радостного строительства основанного на великом сотрудничестве народов новое возрождение очищения завета всех великих учителей недалек тот день когда будут искать всех могущих принести крупицу истинного знания там где все было отнято где всякое творчество было задушено где было забыто человеческое достоинство там особенно мощно проснется жажда к знанию и к истинной свободе положенное время воссияет чертог небывалый нехулители от малого сознания будут строить новую страну но здравый рассудок стотысячных именно Иван стотысячный спасет свою страну именно черед за Иваном именно Ивану стотысячному будет дана возможность проявить свой потенциал конечно потенциал русской души велик но сейчас потенциал этот в большинстве случаев еще глубоко захоронен несомненно что в Иване стотысячном имеются большие задатки но если к сроку он не пробудет их в себе то можно будет вообще поставить крест на спасение нашей расы конечно гибель планеты есть неописуемое невразимое бедствие но разве человечество мечтающее об истреблении себе подобных ради корыстных целей заслужило лучший рог расцвет россии есть залог благоденствия и мира всего мира гибель россии есть гибель всего мира пафос истории почиет не на тех кто спокоен самодоволен и сыт пламенные языки вдохновения нисходят на тревожных духом продаться самодовольству значит погибнуть не квиетизмом но подвигом совершенствования созидается история кто возгордился того покидает благодать искания и на самоуверенных падает проклятие бесплодности нет неизбежного есть возможное только путем напряженного творчества без боязни покаяться в ошибках и сознаться в слабостях только ценой непрерывных усилий возможное станет действительностью я угрюмый и упрямый зодчий храма восстающего во мгле я возревновал о славе отчий как на небесах и на земле сердце будет пламенем полима вплоть до дня когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны и тогда повеет ветер странный и прольется с неба страшный свет это млечный путь расцвел нежданно садом ослепительных планет Гумилев И тогда в гремящей сфере небывалого огня светлый меч нам вскроет двери ослепительного дня Блок Откровение Третье Провозвестие о космическом учителе А Пришествие Майтреи Древнейшими легендами предсказано что когда человечество утеряв основу учения погрузиться в непонимание тогда наступает эпоха Майтреи Майтрея владыка любви и сострадания грядущий Будда был завещан миру также и самим Готамою Сказано что перед оставлением физической сферы нашей планеты Будда обещал своим ученикам что после его ухода в Нирвану место его займет его брат Майтрея В народах Азии эти предсказания предания живы все время статую в честь владыки Майтреи воздвигались по Индии и Тибету уже в самом начале нашей христианской эры сейчас же нет буддийского храма в котором не было бы изображения этого буддхиссатвы на громадных полотнищах танках или же в виде колоссальной фигуры занимающей иногда три этажа храма на трудных путях на опасных горных перевалах стоят изображения Майтреи светлого будущего кто позаботился поставить их кто потрудился но стоят они часто гигантские точно не человечески созданные народы знают что место святых людей на горах на вершинах от вершин откровения на вершинах в пещерах живут риши там где зачинаются реки где вечные люди сохранили чистоту вихри где пыль метеоров приносит от дальних миров доспех очистительный там возносящие сияние над снежными вершинами гималаев полыхает светлое сияние ярче звезд и причудливее зорниц кто же возжег эти столбы света шествующие по небу не от северных сверканий эти столбы и лучи света от шамбалы они от башни великого приходящего современные легенды востока утверждают что тысячелетние предсказания исполнились майтрея приходит и горит всеми огнями горит сердце его состраданием ко всему обнищавшему человечеству великий владыка невидимо видимый уже правит облеченный всеми лучами мощной но незримой лабораторией и владыка новой эпохи дает новому миру новое учение б провозвестие агнии йоги сложное время но великое время в напряжении среди чудовищного непонимания человечеством принципов бытия майтрея дает новый завет к этому завету он зовет человечество великое провозвестие есть ступень к обновлению мира агнии йога является предтечей великой эпохи учение агнии йоги не что иное как выявление современного применения психической энергии поток которой приближается вместе с сатия югой потому учение агнии йоги знаменует новую эпоху и оповещение этого учения также неизбежно как приближение светлой эпохи несомненно новое учение дается для будущего не для одной страны или народа но для всего мира столько великого явит человечество учение Майтреи приближается великая пора учение жизни ляжет в основу нового мира учение Майтреи есть йога всей жизни все прежние йоги данные из высших источников принимали за основание определенное качество жизни теперь же при наступлении века Майтреи дается йога о сущности всей жизни новое учение усматривает все понятия которые являются основами жизни по своей космосо-пространственной широте мысли это учение жизни дает ответы на все вопросы братья человечества дают истину тому кто принимает сущность бытия потому братья человечества сообщают часть великой истины ту часть которая на нашей планете может быть воспринята люди должны готовиться к новой эпохе каждое сознательное мышление мучительно ищет где грядущее направление эволюции если это направление нащупано то здравый рассудок стремится скорее приблизиться к верному пути потому учение не вовлекает но показывает путь не мистика но именно умозаключение становится перед ищущими братство предлагает знание полезное прогрессу человечества учение дается не для новизны но для сложения достойной жизни изучив его человек будет вооружен на дальнейший путь ибо сознание его расширится и распознавание станет сопутствовать ему на его жизненном пути потому огни йога дается как самый великий верный путь почему новая йога названа огненной явление силы улучшает яркую жизнь и тушит каждое ничтожное проявление явление огня есть просветление материи иначе говоря где огонь там признак совершенствования потому стихия огня дает наименование этой самоотверженной йоги огонь не уведет от жизни он не явится надежным проводником в дальние миры изучение огни йоги приближает человека к дальним мирам огни йога является очередным расширением возможностей человечества она высшая связь с космическими достижениями истинная йога соединяет земное сознание с космическим пульсом многоцветные искры приобщают к пространственному сознанию учение явленное Майтреей зовет дух человеческий в творческий мир братства учение Майтреи указывает на беспредельность в космосе в жизни в достижении духа учение Майтреи держит знание космического огня как открытие сердца вмещающего явление вселенной явление учения дает человечеству крылья и путь к беспредельности в почему дается новое учение существует единое откровение во все века приносимое великими учителями человечества каждый учитель подчеркивает ту подробность единого откровения которая наиболее необходима на данной ступени сознания при наступлении космического срока для нового пробуждения сознания посылаются носители света слагатели новых степеней сознания человечества каждое время несет с собой свою форму выражения отвечающую современности а также и более широкое оповещение основ учения ибо по закону эволюции все растет все ширится сокровенное учение не может застывать на одном уровне истина одна но каждый век своеобразно прикасается к ней каждая премудрость неопровержима но она будет иметь своих продолжателей нельзя говорить о новых учениях если истина едина новые данные и новое восприятие их будут лишь продолжением познавания не новое оповещается но к часу нужное сравните поток дававшихся человечеству учений жизни каждая новая фаза учения не исключает предыдущую каждое учение не трогая предыдущего приоткрывает новые врата к знанию та же неизменная истина дается человечеству в различных одеяниях но также точно она извращается метущимися толпами в течение менее века учение получает совершенно извращенный облик когда религии так извращены что не могут более удовлетворять запросам сердца человека и давать ответы на загадки бытия то это значит что наступает пора когда должен явиться новый учитель и дать миру новое учение периодическое появление новых учителей и новых учений есть необходимое условие эволюции человечества г не боги но друзья как уже известно из предыдущих легенд учителя человечества уже давно с нами на нашей планете они пришли с Венеры на заре человечества они они руководили эволюцией третьей четвертой и пятой расы и они же стоят на несменном дозоре и ведут бой за человечество с князем тьмы и пришествие учителей это только более яркое выявление их на поворотных пунктах эволюции человечества существование иерархии есть основание всей жизни иерархия несет человечеству благо она как свет на пути человечества иерархия есть та звезда которая направляла всех идущих не угроза но сердечный зов и предупреждение и наставление ко благу мы вовсе не желаем представиться заоблачными существами наоборот мы хотим быть близкими к людям тружениками и не богами но сотрудниками мы хотим быть идолы символов сотрутся лучом света когда люди смогут заключить прочный союз с понятием братства тогда можно надеяться на строение крепких основ когда люди примут понятие учителя тогда подготовится новая ступень искание новых путей должны начаться с этого принятия лишь когда чувство утвердится сознательно на познании ведущей иерархии человечество почувствует свою истинную роль в космосе одно осознание белого братства и иерархии уже направляет путника по кратчайшему пути к беспредельности кто желает приобщиться к нашей обители пусть чаще беседует с сердцем и через него посылает нам хотя бы безмолвные зовы можно подумать что это все очень сложно но на деле оно укладывается в три слова люблю тебя владыка вот и провод к нам будем взаимно любить друг друга любовь к иерархии рождает непосредственное общение приливом любви можно выразить законы ведущей можно легко приблизиться к началу бытия самым прекрасным чувством что же может сильнее соединить как не манером люблю тебя господи на такой зов легко получить луч познания не только прямая связь с владыкою но даже бессознательное устремление к иерархии создает проблеск общения с космическими силами нужно готовиться к непосредственному общению во дни когда огненные энергии напряжены именно этот огонь поможет сердцу понять веление высшее такое веление выражается среди всей жизни тогда мы говорим слушайте и слушайтесь помните что о вас трудятся и заботятся друзья на дальних горах пусть высоты Кавказа Алтая и Гималаев будут обителями прекрасного братства откровение четвертое сказание о матери мира а о матери владык от начала существования великого белого братства матерь мира стоит во главе великой иерархии света нашей планеты матерь общая владыкам не символ но великое явление женского начала представляющего духовную матерь Христа и Будды та которая учила и рукоположила их на подвиг по истории человечества ее рука проводит неразрывную нить пресиная голос матери мира звучал образ скали был принимаем основой изиды истар после Атлантиды когда Люцифер нанес удар культу духа матерь мира начала новую нить которая засияет теперь после Атлантиды матерь мира сокрыла лик свой и запретила произносить имя свое пока не пробьет час светил Б о звезде матери мира Свати пора сказать что так зовем планету Венеру звезду матери мира издавна она была символом матери мира и эпоха матери мира должна начаться когда ее звезда приблизится к земле небывалой В 24 году звезда матери мира на короткий срок необычайно приблизилась к земле мощные лучи светила матери мира достигли земли и окропили ее создав много новых мощных сокровенных сочетаний которые имели великие следствия космическими волнами приближается к человеческому сознанию великое понятие матери мира сколько необыкновенно трогательного и мощного слилось в этом священном понятии всех веков и народов учения говорят о наступившей эпохе матери мира близкое всем сердцам почитаемое умом каждого рожденного матерь мира становится у великого кормила будет счастлив и убережется кто поймет этот лик эволюции В о горе матери мира указала матерь мира соберитесь ветры соберитесь снега не являйтесь птицей и не подходите звери не утвердится основа дерзания темного не удержится свет месяца но луч солнца достигнет вершины сохрани солнце вершину мою ибо где встану на страже никогда не взойдет зверь и не удержится сила человеческая сама матерь сущего с огненным щитом станет на страже что блестит на вершине чему вихри сложили венец сияющий она великая матерь одна поднялась на вершину и никто не взойдет за нею на самой высокой горе сияет матерь мира она тьму поразить вышла почему упадают враги и куда с отчаянием обращаются глаза она сделала пламенный плат и окружилась стеною огня она нашла крепость и устремление вершина упоминаемая здесь есть вершина вереста или как она называется по-тибетски джемо канг кар владычица белого снега высочайшая точка на земле также и оба земных полюса имеют огромное значение в силу того запаса электромагнитных сил которые собраны на них легенда говорит что когда наступит критический момент быть или не быть нашей земле эти точки будут иметь решающее значение в спасении планеты г миф о происхождении гор когда планетный создатель трудился над оформлением тверди он устремил внимание на плодоносные равнины которые могли дать людям спокойное хлебопашество но матерь мира сказала правда люди найдут на равнинах и хлеб и торговлю но когда золото загрязнит равнины куда же пойдут чистые духом для укрепления или пусть они получат крылья или пусть им будут даны горы чтобы спастись от золота и создатель ответил рано давать крылья они понесут на них смерть и разрушение но дадим им горы пусть некоторые боятся их но для других они будут спасением так различаются люди на равнинах и горных так можно вспомнить миф предусмотревший заражение планеты д миф о происхождении молнии создателю сказала матерь мира когда закроется земля темными пеленами злобы как будут проникать спасительные капли благодать и создатель отвечал можно собрать потоки огня которые могут проседать любую толщу тьмы матерь мира сказала действительно искры огня духа твоего могут дать спасение но кто же соберет и сбережет их на потребу создатель ответил деревья и травы сохранят мои искры но когда листья падут то пусть деодар и сестры его на весь год сохранят свои приемники огня так в разных мифах отражалась связь с высшим миром всюду отмечалась забота о человечестве и всех тварях е гимны матери мира владычица я тебя возвещаю как великую сотрудницу космического разума владычица поверг всех сил космических ты несешь в себе то сокровенное зерно которое придает жизнь сияющую владычица утверждающая все явления разума ты дательница радости космического творчества владычица украсит край устремленный творческим огнем владычица мысли и водворяющая жизнь тебе являем сияние нашего луча матерь владыка нечтимая мы несем в сердце огонь твоей любви в твоем сердце живет луч дающий в твоем сердце зарождается жизнь матерь мира великая творческая сила в нашей сущности ты жила в культах древних ты всему дательница ты всему откровение дающее ты явившая человечеству великое радостное познание матери ты указавшая подвиг и сокрывшая лик свой ты давшая нам явление пространственного огня принявшая на плечи твои тяжесть человеческих действий тебе появим мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку яви нам овладение священной огненной силой матерь мира казалось бы в одном созвучии этих двух слов уже ясен смысл величия понятия но жизнь показывает иное поэты и певцы нередко славят женщину но государство не могут признать простого равноправия на позорной ступени истории будет записано что и теперь равноправие не установлено женское воспитание и образование не уравнены с мужским и само материнство не охранено мы указываем на необходимость возрождения наших заветов о равновесии начал равновесие мира не может установиться без истинного понимания начал потому утвердимся сознанием на мощи равновесия как стимули бытия начал и красоты потому так необходимо утверждать в духе начало женское ибо знамя великого равновесия мира дано поднять женщине так настало время когда женщина должна завоевать право от нее отнятое своими руками женщина всех племен и верований поможет слагать ступени эволюции утверждение истинного равноправия лучше назвать полноправием всемирность полноправия человечества должна быть знаком времени общее мнение должно повелительно требовать справедливости люди гордятся уничтожением рабства но везде ли оно действительно уничтожено могут ли хвалиться просвещением люди когда знают что полноправия не существует потому нужно очень утверждать значение начала женского именно не в домашнем масштабе но в государственном если планета удержится то будущие страны явят расцвет лишь равновесием мы даже допустим перевес на сторону женского начала ибо явление борьбы будет очень напряженное когда же женское начало привыкнет жить для развития своего потенциала и переродить свое чувство постоянного давания то женское начало опередит мужское во всех направлениях великая наступающая эпоха тесно связана с возрождением женщины грядущее время должно как в лучшие времена человечества предоставить женщине место у руля жизни место рядом с мужчиной женщина должна осознать свое значение свою великую миссию матери мира и готовиться к несению ответственности за судьбы человечества женщина должна готовиться быть допущенной разделять тяготы и по управлению страной именно советы министров должны будут включать женщин женщина дающая жизнь народу должна тоже иметь право располагать его судьбою женщина дающая жизнь и закладывающая первые основы воспитания имеет право голоса в создании лучших условий для развития этих жизней поэтому голос женщины матери должен раздаваться в рядах вершителей судеб человечества только когда женское равноправие будет признано в планетарном масштабе сможем сказать что наша эволюция вступила на ступень человеческой эволюции кто первый исполнит такое общечеловеческое действие тот идет согласно с эволюцией мы дали женщинам полноправие но не успеет оно быть произнесено как восстают варвары и сейчас в целом мире лишь одна страна находится на пути к полноправию откровение пятое дальние миры зовут нас а кто покидает землю для дальних миров легенда утверждает что истинный смысл вечной жизни человека есть познавание и совершенствование планета на которой в данный момент живет человек представляет собой школу где проходится определенный курс так согласно легендам на луне человечество прошло начальную школу животную предчеловеческую на земле мы проходим сейчас среднюю школу человеческую для следующего курса для высшей богочеловеческой школы нам придется перейти на следующую планету и так далее беспредельно вечное существование в космосе не может быть ограничено одной планетой когда извлечено все из существования на одной планете тогда предстоит жизнь на других и в самом деле какой интерес привязать себя к одной земле тому кто уже познал всю земную премудрость какой размер имеют для него земные одежды какую подвижность может он проявить по земной поверхности какими мыслями может он делиться в земной сфере никакой стеклянный свод не удержит ветви выросшего дуба закончившего земное образование духа зовут дальние миры как непередаваемая красота космическая прекрасное беспредельное существование на дальних мирах обусловлено достижениями прекрасного и Май Трейя говорит милые путники взгляните кверху и если вместо иллюзий земли вы захотите лететь дальше то и крылья вырастут свободная воля может уводить в сферы дальние некоторые существа земли уже ушли на другие планеты такой подвиг укрепляет связь мысли и расширяет новые пределы мышления так Платон называемый в легендах мыслителем не раз указывал что когда-то он перейдет в другой мир и оттуда установит связь немало веков потребовалось чтобы исполнить эту задачу но нет ничего неисполнимого только наша воля должна быть направлена к тому отходы на дальние миры надо понимать как миссии особые нелегко представить себе что между мирами могут существовать мысленные сношения нелегко людям отрешиться от земной тверди и усвоить что все главное не на земле но там где так называемая пустота нужно переродиться чтобы понять что красота земная кажется такой лишь от того что люди не знают красоты надземной многое понимается на земле извращенно люди готовы представить что между мирами такая же вражда как и на земле люди не поймут почему некоторые земные деятели преданные просвещенные могут покинуть своих собратьев только земные ограничения не позволят расширить общину на несколько миров также нелегко представить что в новых телах в разных окружениях жители могут сохранять зерна ясного земного сознания б как летают на дальние миры возможно ли посещать другие планеты еще не вполне завершив эволюционный курс на земле вроде как ученик средней школы может на время зайти в здание университета как гость и если это возможно то как это делается согласно восточным легендам живущий на земле человек это дух облекшийся в огненную тонкую и плотную оболочки человеческое плотное тело действует лишь в пределах физической сферы земли своим тонким телом человек может пользоваться для передвижений бесплотного тела в сфере нашей планеты развитому тонкому телу любая высота не является препятствием так ламы тибета часто бывают в тонком теле на вершине эвереста и удивляются желанию чужеземцев подниматься туда непременно в плотном теле но для межпланетных передвижений у человека существует огненное тело в достаточной степени развив огненное тело можно и в нем посещать разные планеты так намечается будущий этап когда сознание не должно быть привязанным к одной планете если мы теперь переходим из одной части света в другую то тот же принцип может быть между планетным путь между планетами не сложнее нежели создание грани между плотным тонким и огненным телами не сложнее нежели осознание мысли и устремление к светилам утверждение новых лучей позволит сохранять сознание в разнородных слоях раньше лишь некоторые слои атмосферы способствовали сохранению сознания но могли быть пресекающие течение газов новые лучи могут прободать эти препятствия создавая как бы воздушные туннели и тем расширяя сознательную деятельность полет духа не исчисляется часами явление вне времени когда дух мчится между планетами момент ибо не может быть продлен иначе возможно явление разрыва между плотным и огненным телами но надо помнить что дух действуя вне времени постигает тоже без числа в какова жизнь на дальних мирах обитаемость небесных тел до сего времени остается под вопросом даже лучше астрономы не решается высказаться по этому вопросу причина главным образом лежит в самомнении человека он не хочет допустить воплощение в иных условиях кроме земных но миры обитаемы конечно с земной точки зрения пребывания возможно не везде но как таковые по существу миры обитаемы конечно все это различные эволюции не всегда доступные друг для друга но не будет большой ошибкой сказать что все проявленные пространства обитаемы микроскоп покажет жизнь на любом протяжении планеты тот же закон и в пространстве но будет ошибкой представлять себе все жизни миров от нашего понимания на сегодня мы так легко забываем вчера и мало представляем завтра что многие наши суждения лишь осенние листья нужно осознать простую вещь что населенность тел космоса не значит формы земли жизнь на других планетах не может быть судима по уровню земной жизни наш способ существования ни в коем случае не может рассматриваться как способ приложимый к другим планетам природа и жизнь на других планетах нашей солнечной системы совершенно отличаются от тех что существует на нашей земле человеческая эволюция считается венцом мироздания но земной человек еще очень груб в своей форме и тканях по сравнению с обитателями скажем юпитера и венеры на высших планетах меньше животных и они гораздо совершеннее так на венере совсем нет насекомых и хищников там настоящее царство полетов летают люди летают птицы и даже рыбы причем птицы понимают человеческую речь краски рыб и оперения птиц достигают изумительных сочетаний красоты люди не могут приблизиться к дальним мирам в земном состоянии но в огненном теле лучшие духи приближались к иным планетам и уносили воспоминания о строении поверхности о красочности о населении редки такие опыты но все же они существуют они могут укрепить сознание о беспредельной действительности в полетах к дальним мирам ощущается особенность всего их бытия может казаться странным что при основе единства представляются столь многие различия даже при явлениях которые внешне напоминают земные также поражает их внутренняя особенность цвета напоминают земные краски но сущность их совершенно иная глубина и прозрачность красок вод несравнимы с морями земли сама атмосфера как бы радужна но такая радужность не походит на радугу земную рыбы летают но их краски неповторяемы среди земных оперение птиц не схоже в своих цветах с самыми роскошными птицами земли люди напоминают земных но в то же время поражают тончайшими тканями все почти напоминает лучшее пение земное но смысл голосов иной такое различие поражает земное сознание нужно привыкать к просторам разнообразия благо тем кто в плотном теле уже готов воспринять многообразие миров не подумайте что это восприятие легко нужно собрать много опыта чтобы допустить действительность в слове допустить заключается смысл эволюции вот что рассказывается в легенде о полете к высшей планете друзья мы летаем и легко воспринимаем сияние дальних миров мы приблизившиеся к ним знаем их сущность хочу вам рассказать как запомнился мне мир дальний расстояние до него громадное но мы летим мгновенно нельзя было бы ступить на новую почву которая чужда нам даже в огненном теле но можно видеть очертания морей можно радоваться прекрасным краскам даже птицы и рыбы уже видны люди не такие как мы и чудно сказать они летают язык их не слышим может быть потому что сферы звучат помню синеву вод как сапфиры и зелень изумрудную и смарагду подобные горы казалось что человек не может ступить на такую чистую почву сам воздух невыносим нам но прикоснувшись к нему мы страдаем возвращаясь к нашему телу душно как в узкой одежде так каждый опыт и сладок и труден сердечное томление о дальних мирах составляет особый вид тоски не могут вместиться в земную урочную ауру сердца много испытавшие но ничто не истребит память о дальних мирах у тех кто приближался к ним в огненном теле как счет звезд необъятен так и воспоминания о дальних мирах невместимы в словах одно видение дальних миров уже преображает всю жизнь понять хотя бы частицу жизни на иных мирах уже останется ярким воспоминанием навсегда такое приближение уже есть озарение сознания нужно осознать миры населенные нужно понять эти океаны мыслей которые рождают музыку сфер г как общаются с дальними мирами как мы уже знаем из предыдущих легенд стараниями князя тьмы наша планета изолирована от других миров планету окружают непроницаемые слои созданные злобными мыслями и человеконенавистническими движениями людей и эта кора препятствует передаче мыслей между планетами из-за создавшейся изолированности отстает в развитии не только Земля но и Марс и Сатурн в учении Агнии йоги сказано что сношение с дальними мирами очередная задача эволюции это значит что создавшаяся изолированность должна быть введена в сужденный круг необходимо стремиться пробить каналы в коричневом поясе давящим планету существам других миров легче было бы прободать душную атмосферу Земли если бы навстречу неслись призывы земных жителей древняя философия советовала мыслить о дальних мирах как бы принимая в них участие в разных формах давались эти указания в чем же их сущность они не могут быть отвлеченностью настойчивость в указаниях о принятии участия показывает что мысль о дальних мирах имеет большое значение сильны лучи планет они выявляют воздействие на человечество но только мысль ассимилирует мощные токи в мыслительном процессе человечество может с пользу воспринять дальние миры конечно для такого восприятия нужно мыслить как о чем-то близком мысль создает вокруг себя особую атмосферу в ней планетные токи могут притворяться и действовать благотворно не нужно думать что следует мыслить непрестанно о дальних мирах важно направить к ним основную мысль и она естественно потечет в определенном направлении мысль о дальних мирах будет проста и без сомнения полезно иногда посидеть спокойно обращая дух к беспредельности это как душ дальних миров мы должны сами привлекать токи иначе они могут бесследно скользить мысль магнит притягивает положительные токи и она как щит отрицательных лишает доступа мысль может достигать высших миров не требуя времени надо изучать быстроту мысли такое наблюдение полезно для осознания дальних миров представление мысли за пределами планеты придает ей величественный смысл мысль так же как и мыслительная энергия получает должное значение когда понимается за пределами земли также можно принимать мысли дальних миров земная природа людей делает высшие энергии почти немыми и неощутимыми конечно внутреннее воздействие будет громадно но мало сознаний настолько подготовленных чтобы восприять эти высшие касания не нужно думать что можно неподготовленно принимать посылки дальних миров двойная природа и земная и огненная нелегко проявляются совместно трудно воспринимается синтез тончайших энергий говорим не для огорчения но для привития терпения и устремления правильно думать что магнитные токи являются каналами между планетами изучение общения между мирами должно пойти по каналам магнитных волн но конечно духовное сознание не должно быть забыто проявление возможностей сношения с дальними мирами произойдет через канал воздуха сказано что звук дойдет первым пусть эти фрагменты будут рудиментарны как первые зазубрины эолита пусть целые годы пройдут до понятия сложного смысла но неоспоримо что это завоевание начнется не в обсерваториях слух духа принесет первые вести услышав какие-нибудь осколки звуков не отвергайте их ибо каждый осколок может увеличивать возможности человечества постепенно могут проникнуть неизвестные слова звуки дальних миров могут быть уже скоро уловляемы они будут прежде всего звучанием ибо ток создает вибрацию к этим звучаниям нужно привыкнуть можно понять что так называемая музыка сфер сравнительно часто граничит со звучанием дальних миров во всяком случае каждая музыка сфер уже связывает миры ибо та же вибрация достигает планеты дальние сущность музыки сфер составляет не тема но ритм качество частоты звуков является между планетным проводом эти звуки слышимы на многих дальних мирах но на земле их можно слышать лишь на высотах и нужно иметь музыкальное ухо пусть пусть вместо сомнений отрицаний зазвучат струны дальних миров каждое ощущение голосов на расстоянии уже есть победа над пространством некоторые знают музыку сферы песню пространственную немногие к этой ступени приобщились но все же они эти преобразители жизни существуют при рассуждениях о дальних мирах нужно прежде всего отрешиться от земных мерил можно потонуть в астрономических цифрах но они не приблизят к сотрудничеству с дальними мирами все механические приборы не могут приблизить сотрудничество с ними из миллиардов небесных тел могут быть усмотрены еще сотни но самый мощный телескоп будет ничтожен сравнительно с действительностью беспредельности к шагам познания следует добавить и психическую мощь в обсерватории пусть будут допущены честные ясновидящие пусть механика и психика соединятся указанное сотрудничество потребует много координации проверок каждое сопоставление дает новые мысли и тем само по себе уже полезно Вавилон и Египет уже пользовались такими сопоставлениями д как стремиться к дальним мирам когда зовем в дальние миры то не для отвлечения от жизни но для открытия новых путей формы настоящего времени могут быть названы ищущими достижения совершенства формы будущие соответствуют дальним мирам мы братья человечества знаем что есть действительность великая и непрекрашенная и неуничтожаемая как царство прекрасное пусть дальние миры живут в сознании людей там жизнь утверждена красотою и устремлением достижений там огонь духа там огонь любви стремление к дальним мирам есть естественное направление человеческого духа дальние миры наш явленный путь дальние миры наш простор мечты мощной матери мира и дух человеческий ищущий простор имеет уявленные дальние миры скажем недоступное может стать доступным потому направим волю к беспредельности во всей ее красоте мир формы не ограничен и развитое восприятие и воображение могут прибавить к существующему бытию многообразные проявления почему не обогатить жизнь принятием сознания что дух имеет кроме земного убежища сокровище куда устремиться почему не принять что миры примыкают к цепи ведущей от зарождения к нескончаемой эволюции дальние миры наполняют пространство космическое понятие дальних миров для сознания человеческого должно жить как дальняя цель осуществление дальней цели можно приблизить пониманием дальних миров утончение и устремления может путь к дальним мирам открыть учение говорит чутким пробуждаясь помните о дальних мирах отходя ко сну помните о дальних мирах вы понимаете что без расширения небесных путей существование становится ничтожным новый мир нуждается в новых границах у ищущих должна быть дорога разве она узка по всему небосклону посмотрим дальние миры почувствуем себя участниками их одно отвлеченно рассуждать о дальних мирах другое осознать себя участником их выйти за пределы планеты ближайшее нахождение не зритель миров но сознательный соучастник человек и дорога ему не через лужи но через сияние сфер пусть каждый наметит себе прогрессирующую линию ведущую к одному из высших миров ближайшие миры куда мы могли бы направлять наше сознание Юпитер и Венера сущность устремления к дальним мирам заключается в усвоении сознания нашей жизни на них возможность жизни на них является для нашего сознания как бы каналом приближения именно это сознание как канал должно быть прорываемо прежде чем почувствовать себя гостем всех планет нужно приучить сознание к малым размерам земли нужно не умолять нашу планету землю но следует вообразить ее место среди величия беспредельности сознание малости и несовершенства земли может помочь тяготению к дальним мирам красота земная теряется в сиянии лучей надзвездных наука земная с трудом помнящая вчерашний день и не знающая завтра ничтожно в течение нарождающихся светил сопоставление эволюции миров с маленьким обиходом может дать удар просветительный сужденная реальность даст отлив застою мелких мыслей можно ли сказать на Юпитере о биржевой спекуляции или на Венере о домах терпимости есть понятие просто непристойное понятие дальних миров преобразят жизнь на коре планеты человек твердо пройдет земной путь зная об окружающем величии чем совершеннее дух тем неизбежнее сознает он все глубокое страдание земной жизни между тем учение жизни твердит вам о радости такая радость может быть в осознании дальних миров возьмем простой пример среди мрака ночи ваша повозка спешит домой окружающие ненастья должно привести вас в уныние но дух ваш ликует радостью откуда она только от сознания что дом близок и сама темнота не препятствует различать дорогие сердцу существа многое значит страдания земной жизни когда дальние миры стали для нас действительностью успейте немедленно осознать путь ваш в дальние миры только это расширение понимания жизни даст духу вашему основание пути радости иначе чему радоваться неизбежности воплощения но без представления о будущем воплощение будут лишь бессмысленным отрывком листа жизни именно воля познания двигает человека к пониманию смен жизни таким мышлением человек получает право на радость и при устремлении может приблизиться к сотрудничеству с дальними мирами и землю не оставьте беспризорной осознание дальних миров должно расширить сознание но не должно отвратить от страдания земного иначе каждый улетит далеко и покинет очаг свой нужно соизмерить чтобы небесные земное жили в мире усовершенствование работы земной не повредит познанию дальних миров откровение шестое на пути к миру надземному а о надземном легенда утверждает что человек живет не только в физическом зримом мире процесс происходит в трех мирах планеты как об этом было рассказано раньше наш физический мир называемый в легендах миром плотным является самой низшей сферой следующая сфера это мир тонкий мир чувств эмоций желаний еще выше мир огненный мир мысли мир ума две последние сферы называются в легендах мирами высшими мирами надземными три мира существуют в полном сотрудничестве утверждение многих земных начал происходит в высших мирах нередко целые построения прежде земного осуществления создаются в высших мирах можно читать в древних заветах и небесных городах именно они строятся в действительности в мирах надземных и тем создается магнетическое притяжение все строится в огненном мире затем опускается в тело тонкое таким образом созданное на земле будет лишь тенью огненного мира такова череда творчества многое созданное в мире огненном еще не опустилось в очертания земные потому невежды судят по земной очевидности но мудрые знают о настоящей действительности такая череда творчества проста но мало понятно невеждам но даже они знают что для получения статуи нужно влить огненно расплавленную массу в хрупкую форму многое не дошедшее до земного отверждения уже закончено в мире огненном между огненными решениями и земным притворением неизбежны некоторые сроки потому провидцы знают то что должно быть хотя оно еще невидимо близорукому глазу процесс отливания металлов может напомнить о притворениях огненных решений в земные формы главные космические силы творят невидимо вселенная так слагается огнем невидимо каждое земное проявление имеет за собою невидимую причину которая является потенциальной силой людям видимо только следствие но сам процесс невидим мир полон невидимых реальностей миры миры незримые присутствуют во всем миры незримые наблюдают за нами земное и надземное части одного целого б общение с мирами высшими сон являет общение с высшими мирами каждое сонное состояние приближает человека к тонкому миру почти половина жизни проходит в касании с миром тонким и даже огненным сон доказывает что без общения с мирами высшими люди не могут существовать без сна люди обычно могут жить очень короткое время затем их мышление впадает в самое болезненное состояние появляются галлюцинации оцепенения и другие признаки неестественного существования организм стремится к животворному обмену и не находит сужденного пути для одних сон есть противоположение бодрствованию но для нас сон есть продолжение труда в ином состоянии сон часть бытия может быть разная степень сознания во сне но эту четкость сознания можно воспитывать человек может подтвердить себе что погружаясь в сон он отправляется на работу если его свободная воля усвоит эту аксиому то тем легче будет приложить силы в тонком мире пусть люди не тревожатся что таким образом исчезает отдых он остается в полной мере ибо в тонком мире предлагаются и тонкие качества которые не устают гораздо хуже когда человек отходит ко сну обуянной земными страстями не думая ни о каких высших мирах тогда вместо светлого труда и познания человек блуждает в темных слоях и можно представить какие встречи его утомляют пусть засыпание будет сознательным переходом в мир высший свободная воля как крылья понесет вверх испытание сил в высшем приложении может создать непрерывность обращения к высшим мирам даже в снах можно держать связь с источником познавания сновидения были обследованы со многих сторон множество поверхностных воздействий не забыто но самое значительное упущено все воздействия мысли на расстоянии все иерархические предупреждения все рефлексы тонкого мира все чувствования огненные таковы четыре основания сновидений первоначально граница между плотным и тонким миром не была так резка в древнейших летописях можно находить указания о ближайшем сотрудничестве этих миров но рассудок устремился к обособлению и таким образом затруднил эволюцию трудное было время кали-юги но сатия-юга должна опять сблизить миры насильственно разъединенные сатия-юга по существу своему требует общения с высшими мирами потому приготовляясь к сатии-юге нужно снова вернуться к непосредственному общению с мирами высшими применяя агни-югу она нужна для сужденных открытий которые не могут быть даны при животном сознании неправильно заявление о неощутимости тонкого мира крылья тонкого мира касается людей гораздо чаще нежели принято думать но сами люди отгоняют невидимых мух и незримую паутину также часто люди борются с навязчивой мыслью и оборачиваются с вопросом кто звал меня множество тонких но вполне реальных ощущений наполняют жизнь уже не говоря о прикасании тонкого мира когда ощущается пожимание руки или обращающее внимание касание напрасно люди жалуются на оторванность от тонкого мира многие видят тонких жителей многие улавливают речи потусторонние многие слышат ароматы неземные можно назвать явления бесчисленные как среди людей так и среди животных только упорное предубеждение мешает людям понять действительность сколько людей было спасено указаниями из тонкого мира сколько государственных действий решалось по указаниям свыше не только древние эпохи дают тому примеры но и самое недавнее прошлое может дать самые неоспоримые факты таких постоянных сношений земля не может быть изолирована от всех миров когда же сознание утончится тогда можно ждать ценных сближений которые будут совершенно естественными развившие в себе центры высшего сознания могут принимать сознательное участие в жизни тонкого мира причем возвращаясь после своих отлучек в свое плотное тело могут помнить обо всем для отлучек в тонкий мир почти не требуется физического времени можно совершать самые дальние полеты в мир тонкий но часы земные отмеряли это лишь секундами настолько измерение тонкого мира разница от физического в основание надземных миров каждый человек имеет три основных течения мысли наносное от плоти связанное с мускульными отражениями явное в жизни внешней второе уже касается сердца и в тонких чувствах способствует улучшению преуспеванию наконец в глубине сознания зарождается подвиг самоотверженности там будет близок мир огненный так сознание человека есть место встречи всех миров в волнах созвучий в видениях в чувствованиях приближаются все миры тройной полемпсест дает пример наслоений знаков трех миров полемпсест книга или рукопись на вновь соскобленном пергаменте представим пергамент на котором был написан космогонический трактат затем он же послужил для любовного сонета и наконец на нем же был записан счет тканей мехов трудно будет сквозь явные базарные цифры прочесть сердечное излияние но почти невозможно будет разобрать трактат о самом важном разве не то же самое происходит с иероглифом трех миров но опытный ученый умеет читать самые сложные рукописи также просветленное сознание может понять значение начертаний высшего мира не будем путанные знаки базара принимать за законы вселенной умеющий различать в самом малом присутствии высшего мира уже на пути восхождения именно нужно во всем привязать себя к миру высшему без такой привязанности долг путь будет среди самых плотных условий все же можно устремиться к миру высшему и будет близким этот мир прекрасный уже в земном теле дух научится привязаться к высшему миру как бы вернется в чудесную родину есть притяжение даже к земной приходящей родине тем более притяжение к отечеству вечному отправляясь в дальние путешествия люди надеются увидеть нечто привлекательное иначе путешествие покажется им очень отвратительным также следует полюбить идею тонкого мира и миров дальних пусть люди позаботятся внушать себе лучшие возможности для успеха дальнего пути они вступят в страну мысли не может пострадать там прекрасно мыслящий он войдет в отчий дом предчувствуя все благословенные сокровища люди должны мыслить о мире огненном они должны представить себе его самым жизненным самым руководящим так нужно и сердцем и разумом принимать мир огненный нужно почуять что оттуда исходит явление всех вдохновений честные творцы и работники могут свидетельствовать что извне приходит лучшее решение как мощное динамо излучает мир огненный ливень самых лучших формул так можно соединиться огнями сердца со светом высшим без понимания трех миров невозможно повысить мышление до нового уровня невозможно продвигаться без осознания трех миров при этом нужно принять их так же естественно как свет солнца следует воспринимать высший мир как естественное и сопутствующие условия следует осознать огненный мир как нечто действительное и питающее жизнь так будем привыкать к миру огненному как к единственному назначению людей г о приготовлении к мирам высшим мир огненный цель бытия нужно мыслить о мире огненном как о нашем уделе мир огненный может быть приближен лишь ясным сознанием начало приближения к огненному миру будет в усвоении основ жизни само приближение к огненному миру есть приложение соответствующих качеств милосердие сострадание сожаление любовь и все благие устремления являются чудесными путями сообщения с высшими энергиями нужно привыкать смотреть на эти светлые качества как на действительное средство соединяющее с высшими мирами ради огненного мира можем улучшать сознание просветляться сердцем и мыслить о добре в тонком мире мысль будет единственным двигателем но легко ли действовать мыслью для таких действий нужно уметь мыслить нужно любить процесс мышления среди каждой деятельности нужно найти час для нарастания мысли к тому же нужно различать мысли порожденную самостью от мысли общего блага нужно постоянно приучать себя к сознанию тонкого и огненного мира так так нужно привыкать к состоянию бессменного труда бесконечного и неустанного такое напряжение сознания незаменимо полезно для тонкого мира ведь люди обычно трудятся лишь для отдыха но не для беспредельного существования потому оказываясь в тонком мире перед ликом беспредельности они впадают в растерянность и туман также для огненного мира нужно приучиться идти бесстрашно как на край пропасти только высшее самообладание и готовность к опасности может приготовлять к сферам огненным сказано не войдете в огонь в сгораемых одеждах но вознесите радость огненную в этом указании все условия для приобщения к миру огненному действительно радость восхождения должна быть превыше земной она должна сиять и светом своим путеводить многим когда вы радуетесь цветам когда углубляетесь мыслью в их чудесное строение создание малого зерна когда оцените свежий аромат тогда уже прикасаетесь к тонкому миру можно и в цветах земных и в оперении птиц и в чудесах неба найти радость ту самую которая готовит к вратам огненного мира нужно среди земных условий находить уже части пригодные для всех миров не будет времени предаваться рассуждением в миг перехода в мир тонкий но озарение радостью может и должно быть мгновенно так сознание охранится именно радостью только нужно не терять часа здесь чтобы научиться радости каждому цветку путь к миру огненному лежит через сердце и красоту нужно в сердце нести почитание высшего мира как самое важное и прекрасное в земной жизни из земных предметов любовь и творчество больше всего сочетаются с понятием высшего мира если в земном существовании любовь самое творческое начало то тем сильнее оно на высших мирах любовь к миру огненному даст самый мощный магнит на пути к миру огненному поймем сердце как связующее явление между мирами только сердце доведет до огненного мира подойдем к нему без ужаса не можем сказать без трепета ибо это биение ритма неминуемо но оно не будет ужасом но торжественностью д о значении земной жизни люди не хотят представить себе что их земная жизнь короче самой мимолетной остановки поезда достойный путник на кратком ночлеге заботится не утрудить хозяев но сознание его устремлено к цели путешествия но путники великого пути часто мыслят лишь о ночлеге маломысленно забывая о своем назначении сравним земную жизнь с надземным пребыванием за малыми исключениями пребывание в высших мирах несравненно длительнее значит мы должны готовиться не для кратких остановок и должны особенно ценить то что понадобится в длительном пребывании краткосрочно земное пребывание срочный миры тонкий и мысленный но вне сроков мир огненный значит к нему и следует стремиться люди знают что каждое их местонахождение не вечно значит разумно будет немедленно приготовлять нечто будущее мир огненный есть сужденное будущее зная великое назначение надо не задержаться в пути наше краткое здешнее пребывание дано как самое лучшее благо для спешного движения к огненному миру сказано что каждый человек несет особое поручение именно каждый принявший земную плоть уже является вестником разве это не чудесно нужды нет что множайшие не имеют представления о своем назначении забывчивость это есть неосознание трех миров можно представить преображение человека признавшего задачу своего земного пути никто не может полностью ловить какое поручение доверено ему из тонкого мира но каждому дается крупица добра чтобы вокруг нее человек образовал свое земное испытание но люди не думают об этих благих частицах ибо они не желают иметь представление о тех высших мирах откуда проистекают чудесные волны добра если бы люди заполнили такие доверенные им крупицы блага то многие злые явления уничтожились бы сами собою люди не любят представлять себе что их пышные земные нагромождения поблекнут перед мысленным творчеством высших миров необходимо познать миры высшие необходимо начать мыслить о них в таком мышлении вспомнятся и порученные крупицы блага припомнится и час предрассветный когда поручалось донести на землю тонкие прекрасные построения ведь каждому готовому к воплощению дается по силам его поручения добра человек может в вихре свободной воли отринуть это ценное поручение но когда-то он вернется чтобы подобрать рассыпанные зерна е о преображении жизни да не подумает кто что зовя к миру высшему мы отрываем от земли наоборот величие мира высшего лишь утверждает и все остальные проявления жизни каждое сопоставление с миром высшим делает и земные мысли доброкачественными если человек устремляется к миру высшему он не будет совершать худых дел одно наименование мир высший уже показывает что все сопряженное с ним будет высоким когда дух научается координировать земную жизнь с высшей то все измерения принимают другой размер сознание надземных миров утвердит новое измерение такое расширенное сознание преобразит и все отношение к жизни пробуждение стремления к высшим мирам преображает всю жизнь можно преобразить жизнь земную лишь связью с высшим миром иначе страдания не уменьшатся наоборот они доведут до гибели когда уже говорим об огненном мире значит время двигаться вперед нельзя оставаться на уровне переходного времени когда были забыты все основы бытия мы указуем на сферы надземные чтобы расширить кругозор мышления лишь в широком понимании можно будет усмотреть происходящий процесс разве можно достичь понимания космоса без устремления проникновения в высшие сферы не может происходить понимание пока не осознаем три мира и их соотношение когда дух человека привыкнет к мысли о высших мирах станет понятно явление многих законов бытия когда дух устремлен в тонкие и огненные сферы то раскрывается перед ним вся космическая широта сознание устремленное к высшим мирам может черпать из сокровищницы космоса тот кто прикасался в сознании к миру высшему тот тверд и непобедим невозможно знать лишь одну сторону бытия только познание всего мироздания даст утверждение победы знающий о мире света не устрашится мрака даже самый обычный человек в трансе становится ловким смелым неутомимым и начинает знать многое только еще ему недоступное и явление незримого мира делается для него осязаемым ибо только на время он отрешился от низшего физического мира возвращаясь в него человек теряет сущность высшую нужно найти мост чтобы не терять сознание обогатиться миром высшим и агни йога дана чтобы приобщить людей к высшему миру в напряжении перед опасностью умножаются силы человеческие также состояние экстаза дает прилив сил надземных если установлено такое напряжение то можно и продолжить этот момент иначе говоря можно придать человеку постоянное умножение сил нужно только чтобы источник сил стал постоянным и близким так вопрос об осознании высшего мира станет насущным и сама наука подойдет к нему как к двигателю эволюции можно не только мечтать о таком сближении но можно и приблизиться к миру высшему мерами земными откровение седьмое чтобы стать гражданином космоса а быть космическими сотрудниками выйдем под ночное небо и посмотрим мерцание бесчисленных миров к этому творчеству ведет вас владыка нужно готовиться быть сотворцами нужно сохранить и умножить зерна сознания ибо весь мир держится мощью сознания можно готовиться перейти все мосты при огненном сознании который трепещет пульсом космоса которая знает истину народов можно приложить все священные силы сердца чтобы поправ смерть сделаться сотворцами пламенных логосов так новая ступень именно ступень сотрудничества с космосом дает человечеству качество новое стать сознательно космическими сотрудниками Но назначение человека на планете мало понимается Человечество так слепо устремлено к своему горизонту Что не может прозреть свое космическое назначение Мало кто стремится стать вселенским гражданином Много забот требует звания это И наблюдательности, и зоркости И прежде всего неукротимого устремления Космичность бытия, казалось бы, простая мысль Но сколько упорного и последовательного усилия нужно применить Чтобы это сделать прекрасным Стать гражданином космоса значит стать сознательным космическим сотрудником Это значит быть в состоянии общаться с мирами высшими и мирами дальними Как же приобрести эти космические способности? Чтобы стать вселенским гражданином, надо Развить человеческий аппарат Обрести психическую энергию Достичь космического сознания Научиться мыслить Воспитать сердце Стать героем Б. Развить человеческий аппарат Современный человек не знает о том, чем он может и должен стать В своем невидении он устремился к приобретению приходящих материальных, мнимых сокровищ И пренебрег высшим, действительным сокровищем, которое носит в себе во все дни своего существования Человек, как путник заблудившийся, не знает, в какой стихии искать преуспеяние, но сокровище в нем самом Мудрость всех веков указывает «познай самого себя» В таком совете обращено внимание на самое сокровенное, которому суждено стать явным Познавая разумность сущего, человек опознает и глубины в себе самом Человек научится уважать в себе силу, которая ведет его к лучшим следствиям Действительно, пора изучать огненную природу человека Недопустимо, чтобы люди более почитали первобытный аппарат, нежели великую энергию, заключающуюся в них самих В новой эре будет много таких людей, которые заменят собой самые сложные аппараты Сейчас еще изобретают роботов, но после механической горячки опять обратят внимание на силы человека, заключенные в нем самом Человек постоянно опасался всего таинственного, забыв, что ключ от Сезама в нем самом Так нужно напомнить, сколько чудес заключается в человеке Действительно, само существование человека, мыслящего и наполненного тончайшими аппаратами, есть реальное чудо Множество клеточек организма находятся в спящем состоянии Указано, что пробуждение их сделало бы человека светящимся и летящим Можно ли представить, что люди в их настоящем состоянии могли бы получить такое пробуждение заключенного в них света? Подумайте, что люди вполне приспособлены к дальнейшей эволюции, но сокровище должно оставаться спящим Состояние сознания не допускает скорого продвижения Каждая наша клеточка содержит миллионы и миллионов проводов Не для спячки даны тончайшие аппараты Не для сомнений вычисляются такие огромные цифры Ведь они напоминают о беспредельности и о возвышенности существа нашего Как мощно отражается космическая энергия в человеческом организме Каждый космический огонь встречает созвучие в человеческом организме Если смотреть на человеческий организм как на отражение явлений космоса Сколько созвучий можно усмотреть? Центры человека тождественны центром космоса Человек несет в себе все проявления космоса Значительны те явления функций космоса в человеке Когда он отражает в себе все космические функции, он измеряет собой те возможности, которые проявляются в космосе Но сейчас все центры высшего сознания у человека находятся в спящем состоянии и бездействуют Человек живет малой долей своей жизни и малой долей своих центров Надо развивать эти нескончаемые возможности аппарата человека Если люди стараются усовершенствовать даже приборы научные, то сколь желательно утончение самого человеческого аппарата Уже располагают люди лучами, которые не запечатлевают плоть Также точно будут найдены лучи, которые уловят огненные центры Конечно, для успеха таких показательных опытов необходимо развивать в себе огненные центры Они существуют потенциально в каждом организме Но существа бездушные не отбросят на экран малые проблески потушенных огней Легенды говорят, что центров высшего сознания в человеческом организме имеется 49 Вот некоторые намеки на главнейший из них Центр чаши помещается над солнечным сплетением на уровне сердца В чаше хранится сокровище чувствования, сужденное будущей эволюцией Чувствование Раньше называлось интуицией Оно слагается из накоплений в прошлых жизнях Чаша едина для всех воплощений Несказуемые сокровища складываются в чаше Иногда многое, собранное в чаше, на целой жизни остается закрытым Раскрытие центра чаши дает возможность использовать весь многообразный и многовековой опыт прежних жизней Центр чаши дает знания прежних воплощений Центр легких, являя возгорание, дает йогам одоление воздуха и воды Йоги являют полеты и хождение по воде Удельный вес делается относительным Центр легких — основа всех так называемых чудес Все боли мучеников исчезли контролированием этого центра И только чаша экстаза жила Центр колокола находится в темени Это центр сверхслуховых и зрительных восприятий Этим центром воспринимаются пространственные мысли и все идущее из высших сфер и высших миров Глаз брамы или третий глаз находится над бровями Физический орган этого центра есть шишковидная железа, находящаяся в затылке Раскрытие этого центра дает ясновидение и яснослышание Сознательное видение бывших явлений и будущих событий вне времени и пространства Физический орган центра гортани есть щитовидная железа Раскрытие этого центра дает не только понимание любой речи на любом языке, но способность воздействовать своей речью на слушателя таким образом, что он будет понимать обращенную к нему речь, вне зависимости от того, на каком языке она была произнесена Центр кундалини находится в конце позвоночника Причиной, вызывающей возгорание и начало действия тока кундалини, является импульс внутреннего духовного порядка Лишь истинное огненное устремление к знанию, к свету и истине дает огненное следствие возгорания этого центра Более подробно об этих центрах, а также и о других центрах, узнает тот, кому пришло время Каждый раскрытый центр есть великая творческая сила, которая приобщает человека к космической жизни и космическому творчеству Благодаря постоянной связи раскрывшихся центров с огнем пространства, весь организм утончается, все органы чувств обостряются Человек с раскрытыми центрами способен к восприятию самых тонких энергий Он ощущает многое такое, что совершенно недоступно для грубых чувств Раскрытые центры — средство общения с высшими сферами и мост между мирами В. Обрести психическую энергию Космическое сотрудничество осуществляется психической энергией при помощи токов и лучей Психическая энергия, иначе говоря, огненная энергия или агни, вырабатывается раскрывшимися огненными центрами человека Сила психической энергии есть огненная мощь Способы нагнетения психической энергии очень многообразны Мысль возвышенная или радость устремленная, порывы духа и каждое внутреннее насыщение мощью могут умножить явление психической энергии Именно изнутри этот сокровенный источник может пополниться Стремление к высшим достижениям окрыляет дух и нагнетает запас психической энергии Огненное стремление является мощным нагнетением психической энергии Психическая энергия есть истинная дочь огня Каждый восторг уже отлагает крупицу сокровища Каждое восхищение перед прекрасным собирает зерна света Каждое любование природою создает луч победы Так восхищение будет кратчайшим путем к накоплению психической энергии Рассадник прекрасного сада огненной энергии в радости о прекрасном Но научитесь вмещать эту радость света Научитесь радоваться каждому листку, проснувшемуся к жизни Научитесь, как зазвучать центрами к зову радости Научитесь понять, что такая радость не есть безделие, но жатва сокровища Научитесь накоплять энергию радостью Ибо в чем же соединим нить дальних миров? Выработка в себе постоянного, ничем не сломимого устремления к свету Во всех его проявлениях будет развитием психической энергии Психическая энергия есть любовь и устремление Устремление и психическая энергия есть, можно сказать, синонимы Одно без другого не существует Сердце, устремленное к высшему качеству всей жизни Будет проводником психической энергии Любите друг друга Эта заповедь дана мудро Ничто не может лучше любви гармонизировать психическую энергию Очень показательно, что психическая энергия возобновляется прежде всего чувством, но не физическим отдыхом Если же человек умеет судить о своих чувствах, он среди них изберет достойнейшее, и оно будет любовью Нужно осознать иерархию как главный путь нагнетания психической энергии Не следует смотреть на иерархию как на нечто отвлеченное Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший жизнедатель Жемчужина силы человека космической эры заключается в общении с иерархией через психическую энергию Так, психическая энергия есть ключ ко всем достижениям и решениям всех проблем, ибо психическая сфера касается всех планов бытия Если бы люди осознали, что накопление психической энергии нужно не только для текущей жизни, но как постоянное и неотъемлемое приобретение преимущества Такое сознание значительно стерло бы границы жизни Разве сознание жизни не должно наряду с прошлым заботиться о будущем? Г. Достичь космического сознания Кто-то полагает, что он желает достичь космического сознания, пусть лучше думает об очищении сердца Пусть не столько воображает себя победителем космоса, но желает очистить сознание от ссора Уметь очищать сознание от ненужных понятий, значит уже укладываться в дальнюю дорогу Только в таком освобождении можно думать о новом сознании Нужно понять, что в основании эволюции лежит усовершенствование Кто не хочет самоусовершенствования, тот не будет мыслить в планетном масштабе Поймем жизнь как самоусовершенствование, и тем решим как этические, так и экономические постулаты Самоусовершенствование может быть лишь в утончении сознания, которое захочет иметь вокруг себя явления достойные Правильно представить, что народная община является венцом достижения Но для этого требуется объединенное, утонченное сознание Зачем мы живем? Чтобы совершенствоваться и познавать Живым источником совершенствования будет только постоянная дисциплина познавания Не будем понимать познавание как нечто законченное В этом ограничении мы утеряем радость бытия Понятие беспредельности исключает возможность достичь когда-либо абсолютного знания И в этом заключается все величие И архаты все время познают и углубляют свои знания Беспредельна жизнь И беспредельны достижения и возможности Скоро машина позволит людям освободить значительную часть дня Нужно подумать, на что будет расходоваться это свободное время Только расширение сознания может помочь в разумном распределении дня Но явление расширения сознания происходит от любви к познанию И от стремления к высшему качеству Синтез поможет полюбить качество всей жизни Среди монотонности и обыденности Лишь немногие ощущают реальность космоса Лишь немногие умеют одолеть серого дракона повседневности Сознание человечества настолько насыщено пылью обычности Что необходимо пробить эту стену Можно научиться чуять себя вне пошлой обыденности И приобщиться духом к явленному миру красоты Не будем устремляться к малому, когда стучится великая Явление беспредельности может заслонить земные нагромождения Ужас земной устраняется только сиянием миров Мы должны стремиться ко всему, что может выводить наше сознание за пределы планеты Туман знания может просветиться беспредельностью На чем другом закалим соизмеримость наших помышлений и дел Поистине, по сравнению с беспредельностью, мы осознаем размер наших огорчений и торжеств Каждое действие может быть измерено лишь относительно иерархии и беспредельности Так эти понятия для нас будут знаками, ведущими реальность Тот, кто почувствует величие беспредельности, конечно поймет всю несоизмеримость призрачной собственности На таком переходном месте, как Земля Взглянем за пределы человеческого сознания и знания Найдем маленькую крупицу космического понимания Как прекрасен обширный горизонт Как мощна мысль, проникающее пространство Как общение с беспредельностью являют новые пути Только устремленные в беспредельность могут почуять красоту бытия Можно в сверкании микрокосма угадывать сопоставление с беспредельностью Можно научиться ценить каждую каплю росы, отражающую мириады миров Любовь к лилиям или к дальним мирам имеет в основе ту же космичность Так будем измерять космической любовью Следует поставить молодое поколение перед лицом великих проблем Движение будет отправным основанием Пусть наша планета в великом движении превратится в маленький шарик Пусть не побоимся оказаться в вихре беспредельности Великий зодчий строит вечно Неразумно полагать, что какие-то части мироздания закончены И находятся в каком-то состоянии статики Разве не зовет каждый небосклон к мысли о вечном движении? Только в эволюционном понятии можно понять красоту пути земного Как обители по восхождению Сама кратость пути не должна смущать Наоборот, должна радовать, как солнечный оборот Эволюция неустанна в руках зодчего мироздания Нужно почуять, как планета находится в пространстве Как мореходы знают, что под днищем корабля сам Великий океан На таком же корабле находится каждый житель планеты Под ним бездна Не могут мореходы вполне полагаться на корабль и научные вычисления Иначе не было бы кораблекрушений Астрономия знает немногие небесные тела Но она не знает отправной точки комет И не ожидает гигантских метеоров И лишь при очевидном их появлении извещает людей Наблюдать жизнь пространства есть Ведение Приобщение себя к жизни космоса Даже день Трудно пробыть без воды Также тяжко нашему сознанию Пребывать без освещения дальними мирами Как к пище Как к питью Можно привыкнуть к мышлению О великой жизни Истинным сотрудником космоса Может стать только сознание Обнимающее мир в размере широких действий Мыслите себя Неземными жителями Но вселенскими Таким путем возложите на себя Тем большую ответственность Понятие ответственности Должно быть развито до бесконечности Дух человеческий, как создатель Несет ответственность за все, содеянное им Мы ответственны не только перед самими собою Но и перед космосом Явление ответственности перед космосом Должно утвердиться в сознании человека Нужно приучать сознание к единству жизни К единству космоса Отсюда должно родиться чувство великой ответственности За каждую мысль, слово и действие Причина и следствие действуют непрестанно и в бесконечности Именно единство нужно понять в космическом размахе Космическое строительство утвердится тогда, когда человечество Научится понимать космическое единство Д. Научиться мыслить Никакое существо не может действовать без значения для окружающего Человек возвысился помыслом И тем самым кому-то оказал существенное благодеяние Человек пал духом И тем самым, может быть, умертвил кого-то Можно привести много примеров Когда впавший в безумие в Азии Был причиной гибели человека в Европе И когда поднявшийся духом в Америке Исцелил кого-то в Египте Нелегко решить, когда кто убийца или благодетель Тем более человек должен осознать свою ответственность Перед мирозданием Каждое мгновение человек перетворит или разрушает Мир наполнен мыслями противоречивыми Множество болезней заложено мыслями разрушения Множество убийств происходит на дальних расстояниях от мыслей Но почти невозможно внушить человеку, что его преимущество Есть в постоянном мышлении Невозможно передать, насколько ответственен человек За качество мышления Сердце бьется беспрестанно Также постоянен пульс мысли Человек или творит, или разрушает Если мысль есть энергия, и она не разлагается То сколь ответственна человечество за каждую мысль Люди думают, что их мысль мала и никуда Достичь не может Между тем потенциал мысли велик И для мысли не существует ни пространства, ни времени Но думающие беспорядочно Подобны машущими руками в темноте И не знающим, какой предмет заденут Кроме того, мысль аккумулируется в пространстве Можно представить мощный хор созвучных мыслей Но также можно представить стаю черных галдящих галок Подобные конгрегации также наполняют пространство и тревожат высшие миры Милые мыслители, галки Вы тоже ответственны за качество мысли вашей Так даже вы творите ваше будущее Потому нет выхода ускользнуть от ответственности Даже самая малая мысль попадает в мегафон пространства И притягивает к себе такую же саранчу Являя дымную атмосферу планеты Каждая мысль может или затемнить Или очистить пространство Ничтожные мысли образуют уродливые конгломераты И засоряют пространство Называем их пространственную слизью Серединные продукты цивилизации Совершенно мельчают в качестве мысли Измельчение производят все остальные слизистые продукты Ничтожные мысли не только засоряют пространство Но именно они мешают передаче мыслей на дальние расстояния Именно малые слизские уродцы пересекают путь посылок Их слизь достаточно, чтобы уплотнить пространство и нарушить токи Потому для скорейшего передавания мысли Нужно просить человечеству воздержаться от ничтожных мыслей Даже небольшая заботливость о мысли Дает уже полезные следствия Так устыдимся посылать в мир прекрасные мерзкие мысли Люди стесняются говорить в громкоговоритель низкие слова Почему же можно наполнять пространство низкими мыслями? Явление смятения мира пусть еще раз напомнит о качестве мысли Много говорят о новой расе, о новом человечестве Но не голем будет прототипом новой расы Качество мышления будет отличным от прошлых веков Искусство мышления должно быть обновлено совершенно сознательно Искусство мышления должно быть развиваемо в школах Можно видеть, что самые ужасные бедствия в истории человечества Происходили от неумения мыслить Можно найти множество примеров, когда Срывчатое мышление и необузданные чувства Вели к пропасти целые народы С другой стороны, ленность мышления и тяжко думе Разрушали уже сложенные возможности Так нужно рассматривать искусство мышления Как здоровье народа Нужно в школах установить науку о мышлении Не как отвлеченную психологию Но как практические основы памяти, внимания, сосредоточенности и наблюдательности Конечно, кроме этих четырех областей науки мышления Многие качества требуют развития Четкость, быстрота, синтетичность, оригинальность и другие Если бы часть усилий, затрачиваемых в школах на спорт Уделялась мышлению, то скоро результаты были бы поражающими К усовершенствованию техники нужно добавить утонченность мышления Утончение мысли дает подход к утончению жизни Мысль повышает сознание, когда процесс мышления становится любимым Мечтание должно преобразоваться в дисциплинированное мышление Будем думать о нужном, о том, что может принести миру наибольшее благо Пусть привыкнут люди мыслить о нужном и прекрасном Самое нужное будет и прекрасным Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как полезно устремить в пространство добрую мысль Когда человечество сговорится послать добрую мысль одновременно, то и зараженная атмосфера низших сфер сразу прояснится Так нужно заботиться каждый день, несколько раз посылать мысль не о себе, но о мире Так мышление будет привыкать к несвоекорыстным устремлениям Как спаситель человечества мыслит о всем мире, так, следуя ему, мы можем приложить свои мысли для создания творческой энергии Не нужно утомительных медитаций Мысль о мире кратко И отрешение от себя в ней так просто отражается Пусть будет миру хорошо Пусть не придет к вам вредная мысль Ханжи Что значит для мира моя мысль? Кто так подумал, тот не отрешился от себя Конечно, каждый воин пустит лишь одну стрелу Но если каждый пожалеет о своей стреле, то все войско останется незащищенным В чем же главная польза от посылок мыслей? Кроме полезности для добрых дел, ради которых мысль посылается Главная польза в укреплении самого пространства добром Такое насыщение пространства есть великая защита здоровья планеты Таким образом, можно приучиться много раз ежедневно послать добрые мысли Как пространственные стрелы Мысли могут касаться как отдельных лиц, так и быть безличными Явление добра есть великая ценность, не теряющаяся в пространстве Каждая чистая мысль творит в пространстве светлую полосу Как очищающий огонь сжигает чистая мысль агни-йога В эту полосу притягиваются различные космические лучи Так пространство имеет свои радужные полосы Так чистый огонь агни-йога творит Е. Воспитать сердце Некий учитель спросил школьника Где живет глупость? Тот сказал, когда не знаю урока, вы стучите меня по лбу Вероятно, глупость живет там Нужно понять, почему теперь мы стучимся не в лоб, но в сердце Лоб — запас много вычислений Но сердце не успело стать лучше Так нужно выровнять отсталое Духовное сознание отстало от физического знания Этика утерялась среди нагромождений формул Машины отвлекли человека от искусства мышления Сейчас довольно роботов Для равновесия мира нужно сердце В этом указе находится спасение неотложное Можно думать мозгом или сердцем Сейчас время сердца И мы должны сосредоточить наши стремления по этому направлению Так, не освобождая мозг от труда, мы готовы признать сердце двигателем Мы должны ввести в сферу сердца весь мир Ибо сердце есть микрокосм сущего Кто не вдохновится великим понятием сердца, тот умолит свое собственное значение Мы вспоминаем о дальних мирах, но не мозг, а сердце может помнить о беспредельности Бедствие нашего времени именно и заключается в установившемся страшном разнобое между умом и сердцем Современное погибельное положение создалось извращенным помыслом мозга Потому снова обратимся к сердцу как к судье и водителю Нужно принять сердце как водителя жизни Закон надземный ведет нас к верху Так поверх земного решения есть небесное Так поверх мозга есть сердце Но что такое сердце? Легенды называют сердцем высшую часть души человека Душа или психа состоит из четырех принципов Самая низшая часть — это тело тонкое Чувство, желание, эмоции Третий принцип полного человека Первый — тело плотное Второй — тело эфирное Затем идет четвертый принцип — тело мысли Это конкретный ум, интеллект или рассудок Выше его пятый принцип — тело огненное Это абстрактный или высший ум Мыслитель или манос Это уже бессмертная часть человека И, наконец, самая высшая часть души Тоже бессмертная — это шестой принцип Духовный ум — духовное сознание Буддхи — интуиция Или чувство знания Это и есть сердце Выше его есть только седьмой принцип Высшее я человека — атма Искра божественного огня — духа абсолюта Облеченная шестым принципом Буддхи Отделенная им от океана космического огня Так сердце есть самая высшая часть души человека Это центр сердечности, чуткости, задушевности Центр самоотверженной любви и сострадания Центр великодушия, преданности и героизма Сердце есть то, что называется совестью человека Сердце также является органом вдохновения, отзарения И космического сознания С завершением пятой расы Манос или разум — пятый принцип человека Уже достиг апогеи своего развития А с нарождением шестой расы Вернее, с ее утверждением Ибо уже немало людей, принадлежащих к шестой расе Мы вступим в эпоху развития шестого принципа Духовного сознания, имеющего свое основание в сердце Итак, мозг — прошлое, сердце — будущее Ступень эволюции, в которой главную роль выполнял человеческий мозг, закончена Дальнейший прогресс человечества зависит не от мозга, но от сердца Рассудок есть водитель недоразумения Рассудочное мышление осуждается, но и безрассудочные действия осуждены Значит, есть какая-то сила, которая должна дополнить деятельность рассудка Сердце должно быть верховным судьей Оно, как совесть народов, будет вносить равновесие Ступень эволюции понимания Сердца должна была наступить в дни Армагеддона Как спасительный мост с миром тонким Нужно утверждать, что осознание качеств сердца Составляет самую насущную ступень мира Сказка о сердце Собрались люди, чтобы хвалиться силой Кто показывал мощь мускулов, кто хвалился украшением диких зверей Кто усматривал силу в крепости черепа, кто в быстроте ног Так были восхваляемы части тела Но один вспомнил о сердце, оставшемся без похвалы Задумались люди, чем бы отметить силу сердца Но один, вновь пришедший, сказал Вы говорили о всяких состязаниях Но забыли одно Близкое сердцу человеческому Состязание великодушия Пусть ваши зубы, кулаки, черепа Побудут в покое, но померьтесь, великодушие Оно ускорит путь сердца к миру огненному Люди очень задумались, ибо не знали, как проявить великодушие Так явление любви осталось необсужденным Потому что даже врата к ней не вошли в состязание сил Истинно Если найдено великодушие, то и любовь зажжет огни сердца Примем любовь как двигатель расширения сознания Сердце не будет пламенеть без любви Не будет нерушимо и не будет самоотвержено Так принесем признательность каждому вместилищу любви Она на границе нового мира Там, где упразднены ненависть и нетерпимость Путь любви Есть напряжение энергии космической Так люди найдут свое место в космосе Сердце — самый мощный источник огненных энергий Сердце непобедимо, когда все огни зажжены Потому воспитание сердца должно быть понято Как вожжение всех огней Только зажженное всеми огнями сердце Может познать красоту высшей жизни Что есть сокровище сердца? Не только доброжелательность Не только сострадание Не только преданность и иерархии Но созвучие с космическим сознанием Такое сердце — явленная связь с высшим миром Не писаны законы сердца Но лишь в нем живет справедливость Ибо сердце есть мост миров Сердечная связь с высшим Остается единственным прибежищем человечества Сердце выдвигается, как якорь в бурю Теперь мы должны сосредоточиться на сердце Как на проводе к иерархии Так никто не скажет, что иерархия — нереальность Ибо к ней нет подхода Именно есть самый реальный подход Когда представителем будет сердце То самое сердце, которое бессменно стучит и бьется Чтобы не забыли о нем люди Необходимо подтвердить, что понятие вдохновения Присуще всем людям Обычно оно приписывается лишь ученым, поэтам, музыкантам, художникам Но каждый, позаботившийся о своем сознании Может получить этот высший дар У людей возвышенного образа мышления Такое вдохновение должно быть не гостем редким Но основою их жизни Каждый человек испытывает явление вдохновения Но эти искры высокого подъема Бывают отдельными проблесками И не преображают всю жизнь Представим себе, что такое возвышенное состояние духа Станет постоянным и даст еще высшее вдохновение Ведь все бытие также повысится Для правильного восприятия высших энергий Нужно привести организм в гармоническое состояние Особо возвышенное настроение Способствует принятию высших энергий Высшее состояние духа может испытать лучи благодати Все психически тонкие организмы Воспринимают космические токи Необходимо приучать себя к тонким восприятиям Именно нужно прилежно обострять свои чувства Когда мы призываем к проявлению чуткой восприимчивости Тогда необходимость велика Человечество должно понять, что Не можем шевелить камни В сознании людей должно явить чуткость Ж Стать героями Обликаясь в земную оболочку Человек умеет творить добро В том совершенствуясь Так говорит незапамятная мудрость Самая великая польза, которую мы можем принести Состоит в том, чтобы путем расширения сознания Улучшения и обогащения мышления И очищения сердца Усилить наше излучение И таким поднятием вибраций Оздоровляюще воздействовать на все окружающее Нужно разрядить отравленную атмосферу вокруг земли Не пропускающую благодетельные лучи светил Но сделать это возможно лишь Повышением вибраций Или пробуждением духовности в человеке Характер будущего устроения Будет основан на осознании народом Великого служения общему благу Не я, но мы Вот в чем ключ к будущему преуспеянию Так и учение жизни есть призыв к любви К служению общему благу Что есть высшая форма любви Ибо она лишена эгоистического чувства Любовь к человечеству требует полного Самоотречения и самоотвержения Одно из великих понятий часто толковалось неправильно Именно великое понятие смирения Оно толковалось как непротивление злу Оно толковалось как добросердечие, как милосердие Но мало принимали самоотречение как смирение Между тем только самоотречение и самоотверженность Дают понятие смирение Воистину мы видим великанов духа и героев Отдающих себя на смиренные труды На благо человечества Мы знаем великие опыты Производимые в лабораториях Смиренно на благо человечества Истинно Многообразно смирение Явленное самоотверженностью и самоотречением Героизм есть проявление разных видов смирения Герои смирения испевают полную чашу яда На благо человечества Самый мощный показатель подвига Есть самоотверженность Конечно, нужно понимать это Космическое понятие во всей его красоте Не только на поле битвы Дух украшен мощью самоотверженности Пройти путь жизни стремительно Пройти все жизни по струне Пройти все пропасти с песнями Может лишь дух самоотверженный В огненном устремлении Слагаются все построения Которые следуют своему космическому назначению Сердце героя знает самоотверженность Во имя общего блага Оно знает самоотречение и великое служение Ведь путь героя Усеян не всегда венцами человеческой благодарности Ведь путь героя Идет тернистыми Тропами Община труда должна воспитывать героев Ибо столпы народа Утверждаются только качествами героизма Духа и сердца Понятие подвига Должно быть воспитано Через утверждение примеров героев Следует напомнить о героях Преодолевающих самые нечеловеческие задания Но мало кто любит борьбу в подвиге Между тем неминуемо приучиться к борьбе Ибо иначе нельзя закалить клинок духа И для земного продвижения И для дальних миров Необходимы препятствия и умение побеждать их Нужно понятие подвига ввести в единый смысл жизни Ведь лишь подвиг может питать наш дух И ускорит эволюцию Никогда так не нужно было понятие подвига в жизни Как сейчас Люди должны понять подвиг в жизни каждого дня Жизнь бессмысленна без подвига Слово «подвиг» так прекрасно И так выразительно русское слово Подвиг Ведь оно не имеет в себе эквивалента Ни в одном западном языке В этом слове передан весь смысл Все качество устремленного действия вперед К самоотверженному подвигу В будущее В эволюцию В нем Соединены самоусовершенствования Самопожертвования Результатом чего является И сдвиг сознания Не только личного Но и сознания народа и страны Радость подвигу нужно воспитывать в себе и других Это самое главное Ибо лишь в этом залог спасения человечества Залог наступления нового мира Нужны подвижники и герои Так творите героев Завет величайшего духа Покидавшего нашу планету Своим оставшимся братьям был Творите героев Пришло время, когда мы все должны стать героями И творить героев Как перейти жизнь Как по струне бездну Красиво, бережно и стремительно Эпилог Из всех созидательных энергий Самой высокой остается мысль Что же будет кристаллом Этой энергии Кто-то думает, что точное знание Будет венцом мысли Но вернее сказать, что увенчает мысль Легенда В легенде Сложится смысл созидательной энергии И в сжатой формуле Выразятся чайные достижения Неверно думать, что легенда Принадлежит призрачной древности Непредубежденный ум Отличит легенду, творимую Во все дни вселенной Каждое народное достижение Каждый вождь Каждое открытие Каждое бедствие Каждый подвиг Облекаются в крылатую легенду Потому не будем презирать легенды истины Но посмотрим зорко И позаботимся о словах действительности В легенде выражается воля народа И мы не можем назвать Ни одной лживой легенды Духовное устремление мощного коллектива Запечатлевает образ истинного значения И оболочка символа Означает мировой знак Как мировой язык Неминуем в эволюции Правы искатели общего языка Правы создатели легенды мира Трижды правы Носители подвига Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году Читала Ирина Ерисанова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok